Глава двадцать первая. Надо времени, чтобы такая вещь просочилась наружу. Из комнаты за библиотекой доносилось невнятное бормотание. У меня засосало под ложечкой. Что еще? Телефонный звонок разбудил во мне каждый нерв. Все это время я сидела возле Максима, словно во сне. Его рука в моей, щека на его плече. Он говорил, и одна моя половина тенью следовала за ним по пятам. Я тоже убивала Ребекко, я тоже топила яхту в заливе. Слушала вместе с ним рокот волн и шелест дождя. Ждала стука миссис Денверс в дверь спальни. Все это я пережила вместе с ним. Все это и не только это. Но другая моя половина сидела на ковре, безразличная, отрешенная, думая лишь об одном. Все другое потеряло для меня значение, вновь и вновь, повторяя про себя одну лишь фразу. Он не любил Ребекку. Он не любил Ребекку. А теперь, при звуке звонка, обе эти половины слились воедино. Я снова стала сама собой. Я не изменилась, но во мне появилось нечто новое, то, чего не было раньше. При всей моей тревоге, при всех опасениях у меня было легко на сердце. Я больше не боялась Ребекки. Я перестала ненавидеть ее. Теперь, когда я узнала, какая она была дурная, жестокая, порочная, я потеряла всю свою ненависть. Ей больше не причинить мне вреда. Я могу теперь пойти в кабинет, сесть за ее бюро, взять в руки ее перо, глядеть на надписи, сделанные ею над отделениями секретера, и не испытывать при этом никаких чувств. Могу пойти в ее комнату, в западном крыле, стать у окна, как я стояла сегодня утром, и не бояться. Ее власть надо мной кончилась, растаяла в воздухе, как сегодняшний утренний туман. Никогда больше она не будет стоять у меня за спиной на парадной лестнице, сидеть рядом за обеденным столом, склоняться над балюстрадой галереи, следить за мной, когда я буду стоять внизу в холле. Максим никогда ее не любил. Я больше ее не ненавидела. Ее тело вернулось, нашлась ее яхта с таким странным пророческим названием. Но я освободилась от Ребекки навсегда. Между мной и Максимом больше ничего не стоит. Я могла быть с ним рядом, дотрагиваться до него, обнимать его, любить его. Никогда больше я не буду ребенком. Больше не будет. Я, мне, меня, будет. Мы, нам, нас. Мы будем вместе. Мы вместе встретим эту беду. Он и я, ни капитан Сирл, ни водолаз, ни Фрэнк, ни миссис Денверс, ни Беатрис, ни жители Кэррита, читающие газеты, не смогут нас разлучить. Еще не слишком поздно. Мы еще можем быть счастливы. Я повзрослела, избавилась от робости. Я больше ничего не боялась. Я буду сражаться за Максима. Буду лгать. Давать под присягой ложные показания. Я буду молиться и богохульствовать. Ребекка не выиграла. Ребекка проиграла. Роберт вынес посуду. В комнату вошел Максим. Звонил полковник. Джулиан, сказал он. Он только что разговаривал с Сирлом. Он тоже едет с нами завтра утром. Сирл ему рассказал. При чем тут полковник Джулиан, сказала я. Ничего не понимаю. Он полицейский судья Кэррита. Он обязан присутствовать. Что он сказал? Спросил у меня, нет ли у меня каких-нибудь предположений насчет того, чье это тело. Что ты сказал? Сказал, что не знаю. Что мы думали, Ребекка была одна. Сказал, что если у нее был друг, мне это неизвестно. Он еще что-нибудь спрашивал? Да. Что? Он спросил, как я думаю, не мог ли я ошибиться, когда ездил в Эджкум? Да? Он уже это спросил? Да. А ты? Я сказал, что это возможно. Я не знаю. Значит, завтра, когда поднимут яхту, он тоже будет там? Он и капитан Сирл, и врач? И инспектор Уэлш. Инспектор Уэлш? Да. Но почему? Он-то при чем? Так положено, когда находят неопознанное тело. Я ничего не сказала. Мы смотрели друг на друга. Я почувствовала под ложечкой прежнюю сосущую боль. Может быть, им не удастся поднять яхту, сказала я. Может быть, сказал он. Тогда им ничего не сделать с телом, верно? Сказала я. Не знаю, сказал он. Максим выглянул в окно. Небо было обложено тяжелыми белыми тучами, как днем, когда я возвращалась с обрыва. Ветра не было. Все оцепенело в безмолвии и неподвижности. Час назад я думал, что поднимется юго-западный ветер, но все опять стихло, сказал Максим. Да, сказала я. Снова зазвонил телефон. От пронзительного настойчивого звона у меня заболело сердце. Подступила к горлу тошнота. Мы с Максимом посмотрели друг на друга. Затем он вышел и закрыл за собой дверь, как в первый раз. Странная сосущая боль в животе не оставляла меня. Телефонный звонок, казалось, удвоил ее силу. Ощущение это перенесло меня в детство за тысячу лет назад. Это была та самая боль, которая мучила меня, когда на улицах Лондона звучали сигналы воздушной тревоги, и я, совсем еще крошка, сидела, дрожа от страха и ничего не понимая, в чуланчике под лестницей. То же самое ощущение. Та же самая боль. Вернулся Максим. — Началось, — медленно сказал он. — О чем-то, что случилось, — сказала я, вдруг похолодев. — Это был репортер, — сказал он, — из Каунти Кроникул. — Правда ли, — спросил он, — что нашли яхту покойной миссис де Винтер? — Что ты ему сказал? — Я сказал, — да, нашли какую-то яхту, но это все, что нам известно. Возможно, это вовсе не ее яхта. — Это все, что он спросил? — Нет, он спросил, могу ли я подтвердить слух, будто в каюте яхты обнаружено тело. О, Боже! Да, кто-то проболтался. Не Сирл в этом, я не сомневаюсь. Водолаз. Один из его дружков. Этим людям рта не заткнешь, завтра утром будет знать весь Кэррит. — Что ты ему сказал насчет тела? — Сказал, что я ничего об этом не знаю, мне нечего сообщить газетам, и я буду ему весьма обязан, если он не станет мне больше звонить. — Это его обозлит. Они ополчатся против тебя. — Я иначе не могу. Я не делаю сообщений в газетах. Я не допущу, чтобы писаки звонили сюда и задавали мне вопросы. — Они могут пригодиться нам, — сказала я. — Если дойдет до драки, я буду драться один, — сказал он. — Мне не нужна их помощь. — Этот репортер позвонит кому-нибудь другому, — сказала я. Доберется до полковника Джулиана или капитана Сирло. — Ну, от них он немногого добьется, — сказал Максим. — Если бы мы могли что-нибудь предпринять, — сказала я. — Столько времени впереди, а мы сидим, сложа руки и ждем завтрашнего утра. — Ничего другого нам не остается, — сказал Максим. — Мы все еще были в библиотеке. Максим взял в руки книгу, но я знала, что он не читает. Он то и дело поднимал голову и прислушивался. Точно ему казалось, что звонит телефон, но телефон молчал. Нас никто больше не тревожил. Как обычно, мы переоделись к обеду. Казалось невероятным, что всего лишь вчера в это самое время я надевала белое маскарадное платье и, сидя перед трюмо, прилаживала на голове парик. Старый, давно забытый сон, дурной сон, о котором вспомнишь спустя много месяцев, сомневаясь в собственной памяти, не веря самой себе. Мы пообедали. За столом прислуживал Фрис, уже вернувшийся из города. По его лицу ничего нельзя было сказать. Интересно, был ли он в Кэррите? Слышал ли уже что-нибудь? После обеда мы вернулись в библиотеку. Мы почти не разговаривали. Я сидела на полу у ног Максима, прислонив голову к его коленям. Он гладил меня по волосам. Не рассеянно, как раньше, не так, как он гладил Джеспера. Теперь все было иначе. Я чувствовала кончики его пальцев на коже. Иногда он целовал меня. Иногда говорил мне что-нибудь. Между нами не было больше теней. И если мы молчали, то лишь потому, что нам хотелось молчать. Я удивлялась, что могу быть так счастлива, когда наш мирок погружен во мрак. Странное это было счастье. Не о таком я мечтала, не такого ждала, не такое представляла себе в долгие часы одиночества. В нем не было никакой лихорадочности, никакой горячки, спокойное, неторопливое счастье. Окна библиотеки стояли настежь, и когда мы не говорили и не касались друг друга, мы смотрели на темное хмурое небо. Должно быть, ночью шел дождь, потому что, когда я проснулась на следующее утро, чуть позже семи, я увидела, что розы внизу закрылись, и головки поникли, а травянистые склоны у опушки леса блестят серебром. В воздухе стоял чуть заметный влажный и мозглый запах, который появляется с первым листопадом. Неужели уже наступила осень? Сейчас на два месяца раньше срока. Максим не стал будить меня, когда поднялся в пять часов, должно быть, прошел потихоньку через ванную комнату в гардероб. Сейчас он уже в заливе вместе с полковником Джулианом, капитаном Сирлом и матросами с Лихтера. Лихтер тоже там, и кран, и цепь. Яхту Ребекки уже сняли с рифов. Я думала обо всем этом спокойно, равнодушно, без всяких чувств. Я рисовала их себе там, в заливе, представляла небольшой темный корпус яхты, медленно всплывающий на поверхность, разбухшее, посеревшее дерево обшивки, ярко-зеленые водоросли и ракушки, облепившие борта. Когда они поднимут ее на Лихтер, вода потоками устремится вниз, обратно в море. Обшивка суденышка кажется серой, трухливой. Местами на ней пузыри. Оно пахнет тиной и ржавчиной, и той зловещей темной травой, что растет на глубине возле неизвестных нам подводных рифов. Возможно, табличка с названием все еще держится на носу, буквы зеленые, выцветшие, гвозди насквозь проржавели. А сама Ребекка лежит внутри, на полу. Я встала, приняла ванну, оделась и в девять часов, как обычно, спустилась в столовую к завтраку. На подносе лежала куча писем от людей, благодаривших за бал. Я бегло просмотрела их. Фрис спросил, держать ли на огне завтрак Максима. Я сказала, что не знаю, когда он вернется. Ему пришлось уехать с позаранку, сказала я. Фрис ничего не ответил. У него был очень серьезный, очень мрачный вид. Я снова подумала, интересно, что он знает? После завтрака я взяла письмо и пошла в кабинет. Воздух в комнате был спертый, окон не открывали со вчерашнего дня. Я распахнула их, впустив прохладу и свежесть. Цветы на каминной полке поникли, многие уже совсем завяли. На полу лежали лепестки. Я позвонила. В комнату вошла одна из младших горничных мод. «Здесь сегодня не убиралось», — сказала я. «Даже окна были закрыты, цветы засохли. Унесите их, будьте добры». У нее был встревоженный, виноватый вид. «Простите меня, мадам», — сказала она. Подошла к камину и взяла вазы. «Постарайтесь, чтобы больше этого не было», — сказала я. «Да, мадам», — сказала она. Мот вышла из комнаты, унося цветы. Я и не думала, что так легко быть строгой. Странно, почему раньше это казалось таким трудным? На бюро лежало сегодняшнее меню. Холодная семга под майонезом, холодные отбивные котлеты, куриное заливное, суфле. Я все их узнала, эти закуски, за ужином а-ля фуршет во время бала. По-видимому, мы все еще приканчивали остатки. Должно быть, это же входило во вчерашний холодный ленч, который я не ела. Похоже, что прислуга себя не утруждает. Я перечеркнула карандашом весь список и позвонила, вызывая Роберта. «Скажите, миссис Денверс, пусть закажет на кухне что-нибудь горячее», — сказала я. «Если там еще осталась куча холодных закусок, нам в столовой они не нужны». «Слушаюсь, мадам», — сказал он. Я вышла вместе с ним из кабинета и спустилась вниз за садовыми ножницами. Затем пошла в розарий и срезала несколько стеблей с бутонами. Воздух потеплел. Нам предстоял такой же жаркий и душный день, как вчера. Где они? Все еще в заливе? Или уже в бухточке у Керритской гавани? «Скоро я это узнаю. Скоро вернется Максим и все мне расскажет». «Что бы ни случилось, я должна быть спокойна. Что бы ни случилось, я не должна бояться». Я отнесла срезанные розы в кабинет. Принялась расставлять по вазам, куда Роберт налил свежей воды. Я уже кончала, когда раздался стук в дверь. «Войдите», — сказала я. Это была миссис Денверс. В руке она держала меню. У нее был бледный и усталый вид, под глазами темные круги. «Доброе утро, миссис Денверс», — сказала я. «Я не понимаю», — начала она. «Почему вы отослали с Робертом меню? Велели его заменить? В чем дело?» Я посмотрела на нее через всю комнату, все еще держа в руке розу. «Эти холодные отбивные и семга подавались вчера», — сказала я. «Я видела их на буфете. И позавчера я хотела бы получить сегодня что-нибудь горячее. Если на кухне не хотят этого есть, лучше выбросить. В этом доме столько всего пропадает даром, пусть пропадет еще немного, какая разница». Миссис Денверс удивленно посмотрела на меня, но ничего не сказала. Я поставила розу в вазу рядом с другими. «Неужели вы не можете придумать, что нам подать, миссис Денверс?» — спросила я. «У вас должны быть меню на все случаи жизни». «Я не привыкла, чтобы мне передавали приказания через Роберта», — сказала она. «Если миссис Денверс хотела что-нибудь заменить, она звонила лично мне по внутреннему телефону. «Боюсь, меня мало волнует, что именно имела обыкновение делать миссис Денверс», — сказала я. «Сейчас я, миссис Денверс, как вам известно, и если мне угодно передать вам приказания через Роберта, я так и поступаю». В эту минуту Роберт вошел в комнату. «Репортер из Каунти Кроникл на проводе, мадам», — сказал он. «Скажите ему, что меня нет дома. Хорошо, мадам». Роберт вышел. «Ну, миссис Денверс, что-нибудь еще?» — сказала я. Она продолжала смотреть на меня во все глаза, однако по-прежнему молчала. «Если вам нечего мне больше сказать, — продолжала я, — пойдите на кухню и прикажите повару приготовить горячий ленч. Я занята». «Почему репортер из Каунти Кроникл звонил вам?» — спросила она. «Не имею ни малейшего представления, — миссис Денверс, — сказала я. «Правда это, — медленно проговорила она, — то, что нам рассказал вчера вечером Фрис, — те слухи, которые ходят в Кэррити, будто бы в море нашли яхту миссис Де Винтер». «А ходят такие слухи, — миссис Денверс, — сказала я, — боюсь, я ничего об этом не знаю». «Капитан Сирл, инспектор Порта, заезжал ведь сюда вчера, не правда ли?» — продолжала она. «Мне рассказал об этом Роберт. Он провожал его в библиотеку. Фрис говорит, что в Кэррити, — говорят, — будто водолаз, который спустился обследовать дно парохода там, в заливе, нашел рядом с ним яхту миссис Де Винтер». «Возможно, что так, — сказала я, — но вам лучше подождать, пока вернется мистер Де Винтер, и расспросить его обо всем». «Почему мистер Де Винтер встал сегодня так рано? — спросила она. «А это ему знать, — сказала я. Она по-прежнему не сводила с меня глаз. Фрис говорит, — ходят слухи, что на полу каюты лежит чье-то тело, — сказала она. Откуда там взяться какому-то телу? Миссис Де Винтер всегда выходила в море одна». «Что толку спрашивать меня, миссис Денверс? Я знаю столько же, сколько вы». «Да? — медленно сказала она. Она все еще глядела на меня. Я отвернулась и понесла вазу с цветами на стол у окна». «Я распоряжусь насчет Ленча», — добавила миссис Денверс. «Она ждала, но я ничего не ответила. Тогда она вышла из комнаты. Больше ей меня не напугать, — подумала я. Она потеряла всю свою власть надо мной вместе с Ребеккой. Что бы она ни сказала теперь, что бы ни сделала, мне было все равно, это не могло мне навредить. Я знала, что она мой враг, и это меня не беспокоило. Но что, если она узнает правду о теле в каюте яхты и станет врагом Максима? Что тогда? Я села в кресло, положила ножницы на стол. Мне не хотелось больше возиться с розами. Меня не оставляла мысль о том, что делает сейчас Максим. Что? Что? Почему репортер из Каунти Кроникл опять позвонил нам? У меня снова засосало внутри. Я подошла к окну, высунулась наружу. Было очень жарко. В воздухе пахло грозой. Садовники снова косили газоны. Я видела, как один из них ходил с сенокосилкой туда и сюда, по верху насыпи, за лужайкой. Я больше не могла сидеть в кабинете. Я оставила ножницы и розы и вышла на террасу. Принялась ходить по ней взад-вперед. Джеспер трусил сзади, не понимая, почему мы не идем гулять. Я продолжала мерить шагами террасу. Около половины двенадцатого из холла вышел фриз. «Вас просит к телефону мистер де Винтер», — сказал он. «Я прошла через библиотеку в комнатку сзади. Когда я брала трубку, руки мои дрожали». «Это ты?» — сказал он. «Это Максим. Я говорю из конторы. Я с Фрэнком». «Да», — сказала я. Молчание. «Я привезу Фрэнка и полковника Джулиана Кленчу». «Да», — сказала я. «Я ждала, ждала, что он еще скажет». «Им удалось поднять яхту. Я только что вернулся из бухты». «Да», — сказала я. «Там были Сирл и полковник Джулиан, и Фрэнк, и другие», — сказал он. «Может быть, Фрэнк стоит рядом с ним у телефона, поэтому Максим говорит так сдержанно, так отчужденно?» «Ну ладно, пока. Жди нас около часу». Я положила трубку. «Он же ничего не сказал. Я так и не знаю, что случилось». Я опять пошла на террасу, предупредив сперва Фриса, что Кленчу, кроме нас с Максимом, будет двое гостей. Время тянулось невыносимо долго, бесконечно. Я поднялась к себе и надела более легкое платье, снова спустилась, пошла в гостиную и уселась в кресло. Я ждала. Без пяти час. На подъездной аллее зашуршали шины, затем в холле раздались голоса. Я пригладила перед зеркалом волосы. Я была очень бледна. Я потерла щеки, чтобы они порозовели, и встала встретить их. Вошел Максим. За ним Фрэнк и полковник Джулиан. Я вспомнила, что на балу он был одет под кромвеля. Сейчас он казался каким-то съежившимся, куда меньше во всех отношениях. «Здравствуйте», — сказал он. Он говорил негромко, серьезно, как врач. «Скажи Фрису, чтобы он подал нам Херрис. Я пойду вымою руки». «Я тоже», — сказал Фрэнк. «Но я не успела позвонить. Фрис уже нес Херрис. Полковник Джулиан пить не стал. Я взяла рюмку, чтобы было что держать в руках. Полковник Джулиан подошел ко мне, стал рядом у окна. «Весьма прискорбная история, миссис Дев Бинтер», — мягко сказал он. «Я так вам сочувствую, вам и вашему супругу». «Спасибо», — сказала я и поднесла к губам рюмку с Херрисом. Затем быстро поставила ее обратно на стол. Я испугалась, что полковник заметит, как дрожит у меня рука. «Самое неприятное то, что ваш супруг опознал то первое тело год назад», — сказал полковник. «Я не вполне вас понимаю». «Так вы не слышали, значит, о том, что мы нашли сегодня утром», — сказал он. «Я знаю, что в каюте лежало тело. Водолаз нашел какое-то тело, да?» «Да», — сказал он. Затем, оглянувшись через плечо в холл, — «боюсь, это она». «В этом нет никаких сомнений», — сказал он, понизив голос. «Я не хочу вдаваться в подробности, но там было достаточно данных, чтобы ваш супруг и доктор Филлипс опознали ее». Он вдруг замолчал и отошел от меня. В комнату вернулись Максим с Фрэнком. «Ленч готов, прошу к столу», — сказал Максим. «Я первая вышла в холл. Сердце оцепеневшее, тяжелое, камнем лежало в груди. Полковник сел справа от меня, Фрэнк слева. Я не глядела на Максима. Фрис и Роберт внесли первую перемену. Мы говорили о погоде». «В Таймсе писали, что в Лондоне было больше двадцати семи градусов», — сказал полковник Джулиан. «Неужели?» — сказала я. «Да, должно быть ужасно для бедняк, которые не могут выехать за город». «О, да». «В Париже бывает еще жарче, чем в Лондоне», — сказал Фрэнк. «Помню, я провел как-то в Париже дня три в середине августа. Было невозможно спать. Во всем городе ни глотка свежего воздуха. Градусник показывал тридцать два градуса». «Ну, эти французы ведь спят с закрытыми окнами, да?» — сказал полковник Джулиан. «Не знаю», — сказал Фрэнк. «Я останавливался в отеле. Там останавливаются в основном американцы». «Вы, конечно, хорошо знаете Францию, миссис Девбинтер», — спросил полковник Джулиан. «О, нет, не очень», — сказала я. «Да?» «А я почему-то думал, что вы прожили там много лет». «Нет», — сказала я. «Она жила в Монте-Карло, когда я встретил ее», — сказал Максим. «Но ведь Монте-Карло не Франция, не так ли?» «Пожалуй, нет», — сказал полковник. «Там верно встретишь людей со всего света. Говорят, побережье очень красиво. Очень», — сказала я. «Не такое суровое и дикое, как здесь, а?» «А все равно я знаю, какое из двух я бы выбрал. Если хочешь как следует обосноваться, лучше Англии места нет. Только здесь, у нас, чувствуешь твердую почву под ногами». «Возможно, французы говорят то же самое в отношении Франции». «О, без сомнения», — сказал полковник Джулиан. «Несколько минут мы ели молча. У меня за стулом стоял Фрис. Мы все думали об одном, но из-за Фриса должны были разыгрывать этот фарс. Фрис наверняка думал о том же. Насколько все было бы проще, если бы, отбросив условности, мы включили бы его в общий разговор, если ему было что сказать». Вошел Роберт с напитками. Подали вторую перемену. Миссис Денверс не забыла о моем пожелании. Все было горячее в горшочках. «Что-то из мяса под грибным соусом». «Все были в восторге от вашего костюмированного бала», — сказал полковник. «Я очень рада». «Такие вещи приносят огромную пользу графству», — сказал он. «Да, вероятно». «Всем человеческим особям, по-видимому, присуще это инстинктивное желание рядиться, изменять свою внешность какой-либо личиной». «Значит, я какая-то иная особь», — сказал Максим. «Я полагаю, желание выглядеть иначе, чем всегда, только естественно», — сказал полковник. «Все мы в чем-то остаемся детьми». «Интересно, какое удовольствие он получил, переодевшись кромвелем», — подумала я. «На балу я его почти не видела. Весь вечер он просидел в кабинете, играя в бридж». «Вы не играете в гольф, миссис де Винтер?» — спросил полковник. «Нет, к сожалению, нет». «Вам следует научиться», — сказал он. «Моя старшая очень им увлекается, но здесь так мало молодежи, ей не с кем играть». «Я подарил ей на день рождения небольшую машину, и она ездит на северное побережье чуть не каждый день. Все-таки занятие. Как мило». «Ей бы следовало родиться мальчиком», — сказал он. «А сын совсем другой, в спортивных играх от него никакого толку, ему лишь бы стишки кропать, но, я надеюсь, с годами это пройдет». «Да, конечно», — сказал Фрэнк. «В его возрасте я тоже писал стихи. Жуткую чепуху. Я давно это бросил». «Надеюсь», — сказал Максим. «Не представляю, откуда это у него», — сказал полковник Джулиан. «Уж никак не от меня и не от матери». Снова наступило долгое молчание. Полковник положил себе из горшочка добавку. «Миссис Лейси прекрасно выглядела позавчера», — сказал он. «Да», — подтвердила я. «Она, как всегда, запуталась в своем костюме», — сказал Максим. «Эти восточные одеяния чертовски трудно носить», — сказал полковник Джулиан. «Но, знаете, говорят, что они куда удобнее и прохладнее всего того, что вы, дамы, надеваете здесь, в Англии». «Подумать только», — сказала я. «Да, так там говорят. По-видимому, все эти свободные складки отражают солнечные лучи». «Как любопытно», — сказал Фрэнк. «Я бы подумал, что они должны производить прямо противоположное действие». «Видимо, нет», — сказал полковник. «Вы знаете Восток, сэр?» — сказал Фрэнк. «Я знаю Дальний Восток. Я провел пять лет в Китае, затем в Сингапуре». «Это там, где делают карри?» — спросила я. «Да, нас угощали очень вкусными карри в Сингапуре». «Люблю карри», — сказал Фрэнк. «А то, что вы едите в Англии, и карри назвать нельзя», — сказал полковник. Со стола убрали тарелки, подали суфле и миску с фруктовым салатом. «У вас, верно, малина тоже кончается», — сказал полковник Джулиан. «Ее было в это лето как никогда много. Мы наготовили большой запас малинового джема». «А я не очень люблю малиновый джем», — сказал Фрэнк. «Слишком много зернышек». «Вот заезжайте к нам и попробуйте. Посмотрим, сколько вы найдете зернышек». «В этом году в Мендерли большой урожай яблок», — сказал Фрэнк. «Я говорил на днях Максиму, что мы, побьем рекорд, сможем отправить массу яблок в Лондон». «Вы считаете, это окупает себя?» — сказал полковник Джулиан. «Ведь надо платить за сверхурочную работу, паковать, грузить, везти в город. Имеет это смысл?» «Чё какой? Очень интересно. Я должен рассказать жене». На суфле и фруктовый салат не понадобилось много времени. Появился Роберт с сыром и печеньем. Спустя несколько минут фриз с кофе и сигаретами. Затем оба вышли из комнаты и прикрыли дверь. Мы молча пили кофе. Я не отрывала глаз от чашки. «Я говорил вашей супруге перед Ленчем, де Винтер», — начал полковник Джулиан, вернувшись к первоначальному, спокойному и доверительному тону, — «что самым неудачным во всем этом прискорбном деле является то, что вы опознали первое тело». «Да, весьма». «Мне кажется, при сложившихся тогда обстоятельствах ошибка эта была только естественной», — быстро проговорил Фрэнк. «Максиму написали из Эджкума, попросили его приехать, исходя из того, что это тело — тело миссис де Винтер. Максим был в очень тяжелом состоянии. Я хотел поехать с ним, но он отказался. Он был не в форме, он просто ничего не соображал. Глупости, я был в прекрасной форме». «Ну, какой смысл сейчас об этом спорить?» — сказал полковник Джулиан. «Вы ошиблись при первом опознании, и вам остается одно — признать эту ошибку. Сейчас ведь нет никаких сомнений». «Нет», — сказал Максим. «Я бы с радостью избавил вас от дознания, но боюсь, что это невозможно. Естественно», — согласился Максим. «Не думаю, что процедура займет много времени», — сказал полковник. «Сначала вы подтвердите опознание нового тела, а затем мы вызовем Тебба, который, как вы говорите, переделывал яхту, когда покойная миссис де Винтер привела ее из Франции, чтобы он дал показания относительно того, была ли яхта в исправности, когда она вышла из его дока, и все ли там было в порядке. Чистая проформа, сами знаете. Но без нее не обойтись. Меня волнует другое, проклятая гласность, которую получит все дело. Так досадно, так неприятно для вас и вашей супруги. Не беспокойтесь, мы все понимаем». «Надо же было этому проклятому пароходу сесть на мель именно здесь», — сказал полковник Джулиан. «Если бы не он, все бы оставалось, как было». «Да», — сказал Максим. «Единственное утешение, мы теперь знаем, что смерть бедной миссис де Винтер была внезапной и быстрой, а не долгий и томительный кошмар, как все полагали. Сейчас ведь и вопроса не может быть о попытке плыть до берега никакого. Должно быть, она спустилась зачем-нибудь в каюту, а тут дверь заела и шквал налетел на яхту, когда никого не было у руля», — сказал полковник. «Страшно подумать». «Да», — сказал Максим. «Видимо, это и есть ключ к загадке, как по-вашему, кроли», — сказал полковник. «О да, без всякого сомнения». Я подняла глаза и увидела, что Фрэнк смотрит на Максима. Он тут же отвел взгляд, но я успела увидеть и прочитать выражение его глаз. «Фрэнк знает». А Максим не знает, что он знает. Я продолжала помешивать кофе. Ладони мои взмокли, стали горячими. «Все мы рано или поздно совершаем ошибку. Переоцениваем себя», — сказал полковник Джулиан. «И тогда наступает расплата. Уж кому, как не миссис де Винтер, знать, какие ветры в этом заливе и что в такой маленькой яхте нельзя оставлять руль? Она десятки раз плавала одна в этом месте, а затем в один злосчастный момент она понадеялась на счастье, а оно ей изменило. Урок всем нам». «Несчастные случаи бывают так часто», — сказал Фрэнк, — «даже с самыми опытными людьми. Вспомните, сколько народу погибает в каждый охотничий сезон. Да, я знаю. Но обычно там дело в лошади. Лошадь падает, вот это подводит. Если бы миссис де Винтер не отошла от руля, ничего бы не случилось. Никак не могу понять, почему она это сделала. Я столько раз смотрел, как она участвует в воскресных гонках в Кэррити, и не припомню, чтобы она сделала такую элементарную ошибку. На это способен лишь новичок, да еще в таком месте у рифов». «В ту ночь был шквальный ветер», — сказал Фрэнк. «Возможно, что-то со снастями. Где-то что-то заело, и она кинулась в каюту за ножом. Возможно, возможно, но мы этого никогда не узнаем. Да что толку, если бы и узнали?» «Как я уже говорил, я бы с радостью отменил дознание, но не могу, постараюсь назначить его на среду утром и провести как можно быстрее, чистая формальность, но, боюсь, нам не удастся избавиться от репортеров». Снова наступило молчание. По-видимому, пора вставать из-за стола. «Вы не хотите выйти в сад?» — сказала я. Все поднялись и вслед за мной вышли на террасу. Полковник Джулиан погладил Джеспера. «Какой славный пес вырос!» — сказал он. «Да», — сказала я. «Люблю собак», — сказал он. «Да». Мы постояли с минуту. Затем полковник Джулиан взглянул на часы. «Спасибо за превосходный ленч», — сказал он. «У меня сегодня довольно загруженный день. Надеюсь, вы извините меня за то, что я так быстро вас покидаю. Разумеется. Мне так неприятно, что все это случилось. Я так вам сочувствую. Мне кажется, для вас это даже еще тяжелее, чем для вашего супруга. Но так или иначе, как только дознание кончится, вы оба должны выкинуть все это из головы. «Да», — сказала я, — «постараемся». Я оставил машину на подъездной аллее. Не знаю, Кроли захочет, чтобы я его подвез. «А, Кроли, я могу подбросить вас к конторе, если надо». «Благодарю вас, сэр», — сказал Фрэнк. Он подошел, взял меня за руку. «Мы еще увидимся». «Да», — сказала я. Я не смотрела на него. Я боялась, что он все поймет, увидит по моим глазам. Я не хотела, чтобы он знал, что я знаю. Максим проводил их до машины. Когда они отъехали, он вернулся ко мне на террасу. Мы стояли рука об руку, глядя на зеленые лужайки, уходящие к морю, и на маяк на мысу. «Все будет хорошо», — сказал он. «Я спокоен. Я верю в удачу. Ты же слышала, что говорил за едой Джулиан и Фрэнк? При дознании не предвидится никаких трудностей. Все будет хорошо». Я ничего не сказала. Я крепко держала его руку. «Даже вопроса не возникло о том, чье это тело», — сказал он. «Того, что мы увидели, было более чем достаточно, чтобы ее опознать. Доктор Филлипс вполне мог бы обойтись без меня. Все прошло просто, без осложнений. Там не осталось никаких следов того, что я сделал. Пуля не задела кость». «Мимо нас пролетела бабочка, глупая. Что она может здесь найти?» «Ты слышала, что они говорили?» — сказал Максим. «Они думают, она попала в ловушку там, в каюте. Присяжные тоже подумают так. Филлипс скажет им это». Он остановился, но я все еще молчала. «Я думаю только о тебе», — сказал он. «Больше я ни о чем не сожалею. Если бы я мог вернуться назад, я бы снова сделал то же. Я рад, что я убил Ребекку. Меня никогда не будут мучить угрызения совести из-за нее. Никогда. Но ты... Я не могу забыть, что я сделал тебе. Я глядел на тебя, весь Ленч. Я не мог думать ни о чем другом. Оно исчезло навсегда, это забавное, юное, потерянное выражение, которое я так любил. Я убил его, когда рассказал тебе о Ребекке. Исчезла навсегда. Ты повзрослела за одни сутки». Глава двадцать вторая Когда вечером Фрис принес местную газету, я увидела огромные заголовки через весь лист. Он вошел и положил газету на стол. Максима не было, он рано ушел переодеваться к обеду. Фрис чуть задержался, ожидая, может быть, не скажу ли я что-нибудь. И я подумала, что делать вид, будто ничего не случилось, когда случившееся так много значит для всех в доме, просто глупо и оскорбительно по отношению к ним. «Это так ужасно, Фрис». «Да, мадам, мы все очень расстроены», — сказал он. «Мистеру Деввинтеру так тяжело проходить через все это во второй раз», — сказала я. «Да, мадам, очень тяжело. Ну, не ужасно ли быть вынужденным осматривать второе тело после того, как опознал первое? Я полагаю, теперь-то уж нет никаких сомнений в том, что останки на полу каюты — подлинные останки покойной миссис Деввинтер». «Боюсь, что нет, Фрис, ни малейших сомнений». «Нам кажется очень странным, мадам, что она попалась вот так в ловушку там в каюте. Она была опытной яхтсменкой». «Да, Фрис, все мы так думаем, но несчастный случай есть несчастный случай. А как он произошел, никто из нас не знает и вряд ли узнает». «Вы совершенно правы, мадам, но все равно это всех вывело из колеи». «Прислуга очень расстроена, да еще так внезапно, сразу после бала. Что-то в этом есть противоестественное, вам не кажется, мадам?» «Да, Фрис». «По-видимому, будут производить дознание, мадам?» «Да, чистая формальность». «Конечно, мадам, как вы думаете, кто-нибудь из нас может быть вызван свидетелем?» «Вряд ли». «Я был бы только счастлив как-то вам помочь. Мистер Деввинтер знает, как я отношусь к вашей семье». «Да, Фрис, несомненно. Я там у нас уже сто раз говорил, чтобы они поменьше болтали, но за ними разве уследишь, особенно за девушками? С Робертом я, конечно, управлюсь. Боюсь, что эта новость была большим потрясением для миссис Денверс. Да, Фрис, и ничего удивительного». Она поднялась к себе сразу после ленча и еще не спускалась. Эллис отнесла ей чашку чаю, и газету несколько минут назад она говорит, что у миссис Денверс совсем больной вид. «Ей было бы лучше не выходить сейчас», — сказала я. «Какой смысл вставать с постели и заниматься хозяйством, если ты болен? Может быть, Эллис скажет ей это? Я прекрасно сама справлюсь с обедом. На пару с кухаркой». «Да, мадам, но я не думаю, что она больна физически, мадам. Ее потрясло то, что нашли останки миссис Денверс. Она была очень привязана к миссис Денверс. «Да», — сказала я, — «да, я знаю». Фрис вышел, а я быстро пролистала газету, прежде чем Максим сошел вниз. На первой странице был целый столбец с кошмарной фотографией Максима, снятой не в фокусе, вероятно, лет пятнадцать назад. Было ужасно видеть его лицо на газетной странице, глаза в глаза. Внизу было несколько строк обо мне, где рассказывалось, на ком Максим женился во второй раз, и говорилось, что мы только что дали в Мендерли бал маскарад. Все это, напечатанное черной типографской краской, выглядело так возмутительно, так бесчувственно. Не прошло и года, как утонула красавица и умница Ребекка, любимица всех, кто ее знал. Так они описывали ее. А весной Максим уже снова женится, привозит молодую жену прямо из-под венца в Мендерли. Так там было сказано. И дает в ее честь костюмированный бал. И вот на следующий день на дне залива в каюте ее яхты находят тело его первой жены. Все это было так, хотя и издобрено небольшими неточностями, которые приукрашивали всю историю, давая пищу для всевозможных домыслов сотням читателей, желавшим получить за свои деньги хороший товар. Максим выглядел гнусным, таким сатиром, привез юную новобрачную, как они называли меня, в Мендерли, и закатил на все графство бал, словно мы только и мечтали, что выставить себя на показ перед целым светом. Я спрятала газету под диванной подушкой, чтобы Максим ее не видел. Но утренние выпуски я утаить не смогла. В лондонских газетах тоже были статьи. Они поместили фотографию Мендерли, и под нею текст. Мендерли и Максим были сенсацией. Максима называли там «Макс де Винтер». Это звучало непристойно, цинично, ужасно. Все газеты всячески обыгрывали то, что тело Ребекки нашли на следующий день после маскарада, как будто в этом было что-то преднамеренное. В двух газетах употреблялся один и тот же эпитет «Иронический». Да, пожалуй, все это было ироническим. Одним словом, газетчики состряпали вполне завлекательную историю. Я смотрела, как Максим читает газеты одну за другой, местную, напоследок, и становится все бледнее и бледнее. Он ничего не сказал, только посмотрел на меня через стол, и я протянула к нему руку. «Будь они прокляты», — прошептал он, «будь они прокляты», «будь они прокляты». Я представила, что бы они написали, если бы знали правду. Ни одну колонку, а пять или шесть. Плакаты на улицах, мальчишки-газетчики, кричащие возле входа в метрополитен. Ужасное слово из восьми букв посредине плаката из восьми больших черных букв. После завтрака пришел Фрэнк, бледный, измученный, словно после бессонной ночи. «Я приказал, чтобы на коммутаторе все звонки из Лондона переключали на контору», — сказал он. «Неважно, кто звонит. Если репортеры, я с ними управлюсь. И со всеми прочими тоже. Не хочу, чтобы вас обоих тревожили. Уже было несколько звонков от соседей. Я говорил им одно и то же, мистер и миссис де Винтер благодарят за сочувствие и надеются, что их друзья поймут, почему в течение ближайших дней они не будут принимать посетителей». Около половины девятого звонила миссис Лейси. Она хотела сразу же приехать. «О, Боже!» — начал Максим. «Все в порядке. Я сказал ей честно, что, по-моему, ее приезд вряд ли чему-нибудь поможет. Что вы не хотите видеть никого, кроме миссис де Винтер?» Она спрашивала, на когда назначено дознание. Я сказал, что это еще окончательно не решено. Но нам вряд ли удастся помешать ей прийти, если об этом будет в газетах. «Проклятые репортеры!» — сказал Максим. «Не спорю», — сказал Фрэнк. «Нам всем хочется свернуть им шеи, но надо и их понять. Им же надо заработать на хлеб, их статьи, их средства к существованию. Если они не раздобудут материал, редактор, возможно, выгонит их в три шеи. Если выпуск будет плохо расходиться, владелец газеты, возможно, уволит редактора. А если газета вообще перестанет пользоваться спросом, хозяин потеряет все свои деньги. Вам не надо ни встречаться, ни разговаривать с ними, Максим». «Я все это сам сделаю. Вам надо подумать как следует об одном. Что вы покажете в суде?» «Я знаю, что мне говорить», — сказал Максим. «Конечно, знаете, но не забывайте, что дознание будет проводить Хорридж». «Въедливый старикашка вечно цепляется к мелочам, совсем не относящимся к делу, лишь бы показать присяжным, что он добросовестно исполняет свои обязанности. От него легко не отвяжешься, надо запастись терпением. Плохо, если он выведет вас из себя». «Какого дьявола мне выходить из себя? Мне не из-за чего выходить из себя?» «Конечно, нет, но я бывал на таких дознаниях. Там так легко разнервничаться и вспылить. Зачем вам его против себя восстанавливать? Фрэнк прав», — сказала я. «Я знаю, о чем он говорит. Чем быстрее и глаже все это пройдет, тем легче для всех. А когда это несчастное дознание окончится, мы забудем о нем, выкинем из головы и все остальное тоже. Правда, Фрэнк?» «Да, конечно», — сказал Фрэнк. «Я все еще избегала глядеть ему в глаза, но была больше, чем раньше уверена, что он знает правду. Всегда знал ее, с самого начала. Я вспомнила, как впервые встретила его в тот день, когда он и Джайлз с Беатрис приехали к Ленчу в мой первый день в Мендерли, и Беатрис не очень тактично заговорила о здоровье Максима. Я вспомнила, как спокойно Фрэнк перевел разговор, как спокойно и незаметно он всегда приходил на помощь Максиму, если возникали какие-нибудь трудности. Его странное нежелание говорить о Ребекке, его забавная, чопорная, напыщенная манера разговора, стоило ему подумать, что я могу приступить к черту. Теперь мне все было ясно, Фрэнк знал. А Максим не догадывался об этом, и Фрэнк не хочет, чтобы Максим догадался. Так мы и стояли втроем, глядя друг на друга, отгородившись барьерами. Звонки нас больше не тревожили, всех соединяли с конторой. Нам оставалось только ждать до среды. Я ни разу не видела миссис Денверс. Каждое утро, как обычно, мне приносили меню. Я ничего в нем не меняла. Я спросила о ней Клэрис. Та сказала, что миссис Денверс делает все как раньше, только ни с кем не разговаривает. Ест одна в своей комнате. Клэрис сгорала от любопытства, но не задавала мне никаких вопросов, а я не собиралась ничего с ней обсуждать. Разумеется, на кухне ни о чем другом не говорили. И в поместье, и в старошке, и на фермах, и уж, конечно, в Керрите. Мы оставались в Мендерли, выходили только в прилегающий к дому сад, даже по лесу не гуляли. Погода все еще не переменилась, по-прежнему было жарко и душно. В воздухе пахло грозой, белое низкое небо было чревато дождем, но он все не шел. Я чувствовала его запах, запах дождя, заключенного в тучах низко над головой. Дознание было назначено на среду, на два часа дня. Ленч подали без четверти час. Пришел Фрэнк. Беатрис, слава богу, позвонила, что ей никак не выбраться. Роджер приехал домой с корью. У них карантин. Да здравствует корь. Не думаю, что Максим вынес бы, если бы она сидела сейчас с нами, а потом осталась на ночь, прямодушная, встревоженная, любящая, но беспрестанно о чем-то спрашивающая, вопрос за вопросом. Еле мы торопливо, не замечая вкуса, вряд ли обменялись двумя словами. У меня снова засосало под ложечкой. Я не могла есть, не могла ничего проглотить. Наконец, к моему облегчению эта комедия кончилась. Максим вышел, и вскоре с подъездной аллеи донеслось тарахтение мотора. Этот звук успокоил меня, заставил овладеть собой. Он значил, что мы выезжаем, что, наконец, мы начнем действовать, не просто сидеть в Мендерли. Фрэнк ехал следом за нами. Максим вел всю дорогу, я держала руку у него на колени. Он выглядел спокойным, совсем не нервничал. Так едут в больницу. С кем-нибудь, кому предстоит операция. Я не знаю, каков будет исход, пройдет ли она успешно. Руки у меня были холодные, как лед. Сердце билось странными неровными толчками. Дознание должно было производиться в Ланьоне, городке в шести милях за Керритом. Мы оставили машины на большой мощеной булыжником площади у рынка. Там уже стояли машины доктора Филлипса и полковника Джулиана. И другие машины. Я видела, как проходившая мимо женщина уставилась на Максима, затем подтолкнула спутницу. «Я, пожалуй, посижу лучше здесь», — сказала я. «Не пойду с вами внутрь». «Я передумала». «Я не хотел, чтобы ты сюда ехала», — сказал Максим. «Был против с самого начала. Было бы куда лучше, если бы ты оставалась в Мендерли». «Нет», — сказала я. «Нет, мне будет здесь хорошо». Подошел Фрэнк, заглянул в окошечко. «Разве миссис де Винтер не идет с нами?» — спросил он. «Нет», — сказал Максим. «Она хочет побыть в машине». «Я думаю, она права», — сказал Фрэнк. «С какой стати ей вообще там быть? Мы скоро вернемся». «Не беспокойтесь», — сказала я. «Я займу для вас место», — сказал Фрэнк, — «на случай, если вы передумаете». Они ушли, а я осталась в машине. Магазины были уже закрыты, среда. У них был одинаково серый и скучный вид. Прохожих почти не было видно. Лэньон — не курорт, слишком далеко от моря. Я сидела, глядя на пустые магазины. Шли минуты. «Что они там делают сейчас? Фрэнк, Максим, полковник Джулиан». Я вышла из машины и стала ходить по рыночной площади. Подошла к одной из витрин, заглянула внутрь, снова принялась ходить взад-вперед. Я заметила, что за мной с любопытством следит полисмен. Фрэнк, свернула на боковую улочку, чтобы скрыться от него. И тут я обнаружила, что сама, того не замечая, иду к зданию, где производилось дознание. Точное время начала мало кому было известно, поэтому у входа, к моему облегчению, не стояла толпа, как я ожидала. Здание казалось вымершим. Я поднялась по ступенькам и остановилась в дверях. «Откуда-то возник полисмен». «Вам что-нибудь нужно?» — спросил он. «Нет», — сказала я. «Нет». «Здесь нельзя ждать», — сказал он. «Извините», — сказала я и пошла обратно к ступеням, ведущим на улицу. «Прошу прощения, мадам», — сказал он. «Вы не миссис де Винтер?» «Да», — сказала я. «Тогда, само собой, другое дело», — сказал он. «Можете подождать здесь, если хотите. Может быть, вы посидите вон в той комнате?» «Благодарю вас», — сказала я. Он проводил меня в маленькую голую комнату, где стояло лишь бюро. Она была похожа на комнату ожидания на станции. Я сидела там, положив руки на колени. Прошло минут пять. Все оставалось по-прежнему. Уж лучше было ходить по улицам, сидеть в машине. Я встала и вышла в коридор. Полисмен все еще был там. «Сколько времени все это продлится?» — спросила я. «Я могу пойти и справиться, если вам угодно», — сказал он. Полисмен скрылся в конце коридора и почти сразу вернулся. «Думаю, уже скоро», — сказал он. «Мистер де Винтер только что кончил давать показания. Капитан Сирл, водолаз и доктор Филлипс дали свои еще до него. Остался один человек, мистер Тебб, лодочный мастер из Керрита». «Значит, скоро конец», — сказала я. «Думаю, что да, мадам». Затем добавил вдруг. «Видно, это только сейчас пришло ему в голову. Может быть, вы хотите послушать последние показания? Там есть свободное место, сразу за дверью. Если вы войдете тихонько, вас никто не заметит». «Да», — сказала я. «Да, пожалуй». Дознание подходило к концу. Максим уже отвечал. «Почему бы и не послушать остальное? Я не хотела слушать Максима, только его. Боялась слушать, как он станет давать показания. Вот почему я не пошла в суд вместе с ним и Фрэнком. Прежде всего поэтому. А теперь мне было неважно. Он уже сыграл свою роль». Я двинулась за полисменом. Он открыл дверь в конце коридора. Я проскользнула внутрь. Села сразу за дверью. Опустила голову, чтобы ни на кого не глядеть. Комната оказалась меньше, чем я ожидала. Было жарко и довольно душно. Я думала, это будет большая, голая комната со скамьями, как в церкви. Максим и Фрэнк сидели в противоположном конце. Я увидела худощавого пожилого мужчину в Пенсне. Там были еще какие-то незнакомые мне люди. Я глянула на них уголком глаза. Внезапно у меня так и подпрыгнуло сердце. Я узнала среди них миссис Денверс. Она сидела в конце зала. Рядом с ней Фэйвелл. Джек Фэйвелл, двоюродный брат Ребекки. Он сидел, наклонившись вперед, положив подбородок на сложенные руки и пристально смотрел на мистера Хорриджа. Я не ожидала его тут встретить. А Максим видел его? С места поднялся Джеймс Тебб, корабельный мастер. Коронер задал ему какой-то вопрос. Да, сэр, ответил Тебб. Я перестраивал яхту миссис Денверс. Это был французский рыбачий бот. Миссис Денверс купила его по дешевке в Британии и переправила сюда. Она поручила мне отремонтировать бот и переделать его на яхту. Яхта была в полной исправности, спросил Коронер. Когда я оснащал ее в апреле прошлого года, да, сказал Тебб. В октябре миссис Денверс поставила ее ко мне на ремонт, а в марте она передала, чтобы я оснастил ее, как обычно. Так я и сделал. Это был ее четвертый сезон на море после того, как я переделал бот на яхту. Были вам известны другие случаи того, чтобы эта яхта переворачивалась? Спросил Коронер. Нет, сэр, миссис Денверс сразу бы мне сказала, если бы у нее возникли какие-нибудь опасения, но об этом даже речи не было. Судя по словам миссис Денверс, яхта устраивала ее во всех отношениях. Вероятно, при управлении яхтой нужна большая осторожность, спросил Коронер. Как вам сказать, сэр? Конечно, когда идешь под парусом, надо быть на чеку. Тут я не спорю. Но яхта миссис Денверс — это вам не одно из тех капризных суденышек, которых полно у нас в Кэррити. Их точно нельзя оставлять без присмотра. А это было прочное, надежное судно, которое не боялось даже сильного ветра. Миссис Денверс выходила на ней в море при худшей погоде. Да не так сильно в ту ночь и дуло, разве что ветер был шквалистый. Я весь год об этом толковал. Никак не могу понять, как эта яхта миссис Денверс затонула в такую ночь. Но если миссис Денверс спустилась в каюту за курткой, как мы предполагаем, внезапный порыв берегового ветра был достаточен, чтобы перевернуть яхту, с этим вы согласны? Спросил Коронер. Джеймс Тебб покачал головой. Нет, упрямо сказал он, не согласен. — Боюсь, все же это самое тогда и произошло, — сказал Коронер. — Я уверен, что ни мистер Денверс, ни кто-либо иной не станет винить вас в том, что яхта перевернулась в вашу работу безупречно. Вы оснастили яхту в начале плавательного сезона. Вы доложили, что она была в полной исправности и готова к выходу в море. Это все, что я хотел знать. К сожалению, покойная миссис де Винтер на какой-то миг ослабила внимание, и это ей стоило жизни. Яхта утонула вместе с ней. Подобные печальные случаи бывали и раньше. Повторяю, вас мы ни в чем не виним. — Простите, сэр, — сказал корабельный мастер, — но это не все. С вашего разрешения я продолжу свои показания. — Хорошо, продолжайте, — сказал Коронер. — Значит так, сэр. После этого несчастного случая куча народа в Кэррите говорила о моей работе всякие гадости, что я, мол, дал миссис де Винтер дырявую прогнившую яхту. Я потерял из-за этого два или три заказа. Это было несправедливо. Но яхта утонула, и я ничего не мог поделать, чтобы обелить себя. И тут вдруг садится на мель этот пароход. Водолаз находит яхту миссис де Винтер, и вы поднимаете ее наверх. Капитан Сирл лично дал мне вчера разрешение ее осмотреть. Я хотел убедиться, что я сделал добротную работу, пусть яхта и пробыла под водой больше года. — Что ж, это вполне естественно, — сказал Коронер. И как убедились? — Да, сэр, вполне. Если говорить о моей работе, яхта была в полном порядке. Я облазал ее вдоль и поперек, там в бухте, где капитан Сирл поставил лихтер. Дно в том месте, где она затонула, песчаное. Я спрашивал водолаза. Он мне сказал. Яхта не коснулась рифов. Лежала на песке, а футах в пяти от них не меньше. На ней нет ни царапины. Тэб замолчал. Коронер вопросительно смотрел на него. — Так, — проговорил он. — Это все, что вы хотели нам сообщить? — Нет, сэр, — выразительно сказал Тэб, — не все. Я вот что хочу знать. — Откуда взялись отверстия в обшивке яхты? Подводные камни тут ни при чем. Ближайший риф был от нее в пяти футах. К тому же от рифов таких пробоин не бывает. Это круглые дыры, пробитые каким-то острым предметом. Я не смотрела на него. Я смотрела на пол. Он был покрыт линолеумом, зеленого цвета. Я пристально рассматривала его. Почему Коронер ничего не говорит? Почему молчание тянется так долго? Когда он, наконец, заговорил, голос донесся откуда-то издалека. Что вы имеете в виду, — сказал он, — какие дыры? Их всего три, — сказал корабельный мастер. Одна на носу, возле якорного рундука. На обшивке правого борта, ниже ватерлинии. Две другие. Близко одна к другой, в средней части судна. В днище, под досками пола. Баланст сдвинут с места. Раскидан по сторонам. И это еще не все. Кингстоны были открыты. Кингстоны? Сказал Коронер. Что это такое? Клапаны, которыми закрывают трубы, идущие от умывальника и уборной, сэр. У миссис де Винтер было устроено на корме специальное местечко. А на носу я поставил раковину для мытья посуды. И там, и там были кингстоны. Выходя в море, их накрепко закрывают, иначе через них пойдет наверх вода. Когда я вчера осматривал яхту, я увидел, что оба кингстона открыты. Как здесь жарко! Как невыносимо жарко! Почему не распахнут окна? Мы задохнемся, если будем сидеть в такой духоте. Здесь так много людей. Здесь просто не хватает воздуха на такое количество людей. С этими дырами в обшивке, сэр, да еще при открытых кингстонах, такой маленькой яхте недолго затонуть. Минут десять, не больше. Этих дыр не было, когда яхта уходила с моей верфи. Я гордился своей работой, и миссис де Винтер тоже. По моему мнению, сэр, яхта вообще не переворачивалась. Ее затопили. Мне надо выйти отсюда, надо вернуться в комнату ожидания. Здесь совсем не осталось воздуха, и человек рядом так тесно прижался ко мне. Кто-то впереди, встал с места, все сразу заговорили. Я не понимала, что происходит. Мне ничего не было видно. Ах, как здесь жарко, как жарко! Корнир просил всех соблюдать тишину, сказал что-то насчет мистера де Винтера. Мне ничего не было видно. Все заслоняло шляпа женщины передо мной. Теперь встал Максим. Я не могу на него глядеть. Со мной однажды уже так было. Когда это было? Не знаю, не помню. О, да, когда мы стояли с миссис Денверс тогда у окна. Сейчас миссис Денверс тоже здесь. Слушает, что говорит коронер. А перед ним стоит Максим. С пола поднимается, жарно плывает медленными волнами, дошел до мокрых скользких рук, коснулся шеи, подбородка, лба. Мистер де Винтер, вы слышали заявление Джеймса Тебба, который переоснащал яхту миссис де Винтер? Вам известно что-нибудь о дырах, сделанных в обшивке? — Абсолютно ничего. Вы не представляете, почему они могли там оказаться? — Конечно, нет. Вы и в первый раз слышите о них? — Да. — Я вижу, вас это потрясло. Для меня было достаточным потрясением узнать, что год назад я ошибочно опознал не то тело, а теперь я еще узнаю, что моя покойная жена не просто утонула вместе с яхтой, но что в днище были проделаны дыры с сознательным намерением пустить туда воду и утопить яхту. Почему вас удивляет, что я потрясен? — Нет, Максим, нет. Так ты восстановишь против себя его и всех. Ты слышал, что говорил Фрэнк? Ты не должен восстанавливать его против себя. Не таким голосом, не так сердито, Максим. Он не поймет. Пожалуйста, любимый, прошу тебя. Боже, не дай Максиму выйти из себя. Не дай ему выйти из себя. Мистер Дев Винтер, поверьте, все мы глубоко сочувствуем вам. Без сомнения, для вас было неожиданностью узнать, что ваша покойная жена утонула в каюте собственной яхты, а не в открытом море, как вы предполагали. Я расследую это дело ради вас. Ради вас и никого другого. Я хочу выяснить, как и почему она умерла. Я веду дознание отнюдь не для своего развлечения. Это, само собой, очевидно, не так ли? Надеюсь, что так. Джеймс Тебб только что показал, что в днище яхты, принадлежавшей покойной миссис Дев Винтер, были проделаны три отверстия, и что были открыты кингстоны. Вы не подвергаете сомнению его слова? Разумеется, нет. Он корабельный мастер, кому и знать, как не ему. Кто присматривал за яхтой миссис Дев Винтер? Она сама. У нее не было матроса? Нет, никого. Яхта стояла в частной гавани, входящей в территорию Мендерли? Да. Любой, кто попытался бы повредить яхту, был бы замечен. В гавань можно попасть с общей пешеходной тропы. Никоим образом. Гавань ведь у вас укромная, не так ли? И окружена деревьями. Да. Значит, все же возможно незаметно туда подобраться. Не знаю. Однако, Джеймс Тебб утверждает, и у нас нет оснований ему не верить, что при открытых кингстонах яхта с этими дырами в дне не продержится на плаву более 10-15 минут. Именно. Следовательно, нам надо отвергнуть версию о том, что яхта была со злым умыслом, приведена в негодность до того, как миссис де Винтер вышла в море. Если бы это было так, яхта затонула бы у причала. Несомненно. Следовательно, мы должны допустить, что тот, кто вывел яхту в море, проделал отверстие в ее обшивке и открыл кингстоны. Полагаю, что так. Вы говорили, когда давали свои показания, что дверь каюты была закрыта, иллюминаторы завинчены, и останки вашей покойной жены лежали на полу. Так было в ваших показаниях и в показаниях доктора Филлипса, и в показаниях капитана Сирла? Да. А теперь к этому присовокупились сведения, что в дне были проделаны отверстия, и что кингстоны были открыты. Вам не кажется все это крайне странным, мистер де Винтер? Без сомнения. У вас нет никаких предположений? Абсолютно. Мистер де Винтер, как мне это не неприятно, я вынужден задать вам весьма щепетильный вопрос. Да. Каковы были отношения между вами и покойной миссис де Винтер? Ну, конечно. Опять эти черные точки перед глазами. Они плясали, вспыхивали и гасли, пронизывали подернутый дымкой воздух. Было невыносимо жарко от всех этих людей, всех этих лиц и ни одного открытого окна. Дверь, оказывается, вовсе не была рядом. Она была куда дальше, чем я предполагала, а пол все поднимался и поднимался мне навстречу. И тут из странного тумана, окружавшего меня, раздался голос Максима, громкий и ясный. Вы видите кто-нибудь мою жену из зала? Она сейчас потеряет сознание. Глава двадцать третья Я снова сидела в маленькой комнате, той, что была похожа на небольшой зал ожидания на вокзале. Полисмен тоже был там. Наклонившись надо мной, он протягивал мне стакан с водой, а на плече у меня была чья-то рука, рука Фрэнка. Я сидела совсем неподвижно, и постепенно пол, стены, фигуры Фрэнка и полисмена приняли четкие очертания. Мне ужасно неловко, сказала я. Что может быть глупее, чем упасть в обморок? Там было так жарко, в той комнате так жарко. Там всегда делается душно, сказал полисмен. На это уже не раз жаловались. Но все бесполезно. И прежде бывало, что дамы теряли там сознание. Вам не лучше, миссис де Винтер, сказал Фрэнк. Да-да, гораздо лучше. Еще немного, и я буду в полном порядке. Не ждите меня. Я отвезу вас в Мендерли. Не надо. Меня попросил Максим. Нет, вам следует остаться с ним. Максим велел мне отвезти вас обратно в Мендерли. Он взял меня под руку и помог подняться. Вы можете дойти до машины или пригнать ее сюда? Я дойду сама. Но я бы предпочла остаться. Я хочу подождать Максима. Максим может пробыть здесь долго. Почему Фрэнк это сказал? Что он имел в виду? Почему он не смотрит на меня? Он снова взял меня под руку, и мы пошли по коридору к дверям, спустились по ступеням на улицу. Максим может пробыть здесь долго. Мы молчали. Подошли к Моррису, маленькой машине Фрэнка. Он открыл дверцу, помог забраться внутрь. Затем сел сам и завел мотор. Мы покатили по мощенной булыжникам рыночной площади, пересекли пустой город и выехали на дорогу к Керриту. Почему они могут пробыть там еще долго? Что они будут делать? Возможно, придется снова давать показания. Фрэнк глядел прямо вперед на каменную белую дорогу. Но показания уже даны, сказала я. Что еще можно добавить? — Откуда нам знать, — сказал Фрэнк. Коронер может по-иному сформулировать вопрос. Тебб все перевернул. Коронеру надо теперь рассматривать то же самое под другим углом. — Каким углом? Я вас не понимаю. Вы слышали показания Тебба? Слышали, что он сказал относительно яхты? Суд больше не поверит в несчастный случай. Но это же нелепо, Фрэнк. Это просто смешно. Зачем они и слушают этого Тебба? Как он может сказать, когда прошел чуть не год, откуда в яхте эти дырки? Что они хотят доказать? Я не знаю. Этот коронер будет теперь без конца спрашивать Максима одно и то же, пока Максим не потеряет терпение и не договорит того, чего и не думает. Он будет задавать вопрос за вопросом, Фрэнк. И Максим не выдержит этого. Я знаю, что не выдержит. Фрэнк не ответил. Он гнал машину вперед. Впервые за все время нашего знакомства он не мог найти подходящей к случаю фразы. Это значило, что он встревожен. Крайне встревожен. И обычно он так медленно и осторожно вел машину, тормозил на каждом перекрестке, смотрел направо и налево, нажимал гудок у поворотов. «Этот человек тоже был там», — сказала я. «Тот, что приезжал однажды в Мендерли к миссис Денверс». «Фейвелл?» — сказал Фрэнк. «Да, я его видел». «Он сидел рядом с миссис Денверс». «Да, я знаю». «Почему он пришел? Какое право он имеет присутствовать на дознании?» «Он был ее двоюродный брат». «Мне не нравится, что он и миссис Денверс сидят там и слушают показания. Я не доверяю им, Фрэнк». «Я тоже». «Они могут сделать что-нибудь. Они могут причинить нам вред». И опять Фрэнк не ответил. И я поняла, что его преданность Максиму не позволяет ему обсуждать все это даже со мной. Он не знал, насколько я в курсе дела. Да я и не могла с уверенностью сказать, насколько в курсе дела он. Мы были союзники. Мы сидели бок о бок. И мы не могли взглянуть друг другу в лицо. Ни один из нас не осмеливался пойти на риск и открыться другому. Вот мы уже миновали ворота у сторожки и покатили по длинной извилистой узкой подъездной аллее к дому. Я впервые заметила, что начали расцветать гортензии. Их голубые головки высовывались из зеленой листвы. При всей их красоте в них было что-то мрачное, траурное. Они были похожи на венки. Жесткие, искусственные венки под стеклянными колпаками, которые встречаешь на кладбищах во Франции. Они стояли по обе стороны аллеи, от ее начала и до конца, голубые, одинаковые, как зеваки, выстроившиеся с двух сторон улицы, чтобы поглазеть на нас. Наконец впереди показался дом. Аллея описала широкую дугу, и мы подкатили к дверям. — Вы теперь управитесь одна? — спросил Фрэнк. — Вам бы сейчас лечь, а? — Да, — сказала я. — Лягу, пожалуй. — Я вернусь в Ланьон. Я могу понадобиться Максиму. Больше он ничего не сказал. Быстро сел в машину и уехал. Он может понадобиться Максиму. Почему он сказал, что может понадобиться Максиму? Вероятно, Корнер захочет его тоже о чем-нибудь спросить или нет. О том вечере, больше года назад, когда Максим от него ушел. Захочет узнать, видел ли кто-нибудь Максима, когда он вернулся домой. Знали ли слуги о том, что он дома? Может ли кто-нибудь подтвердить, что Максим сразу разделся и лег спать? Вероятно, вызовут миссис Денверс. Предложат ей дать показания. Максиму будет все труднее держать себя в руках. Он будет становиться все бледнее. Я вошла в холл. Поднялась к себе в спальню и легла на кровать, как посоветовал Фрэнк. Прижала ладони к глазам. Передо мной стояла та комната, те лица, морщинистое, сосредоточенное, несимпатичное лицо Корнера в пенсне в золотой оправе. Я веду это дознание не для своего развлечения. Медлительный, дотошный, обидчивый. О чем там сейчас говорят? Что там сейчас происходит? Что, если какое-то время спустя Фрэнк вернется один? Я не знала, что бывает в таких случаях. Не знала, что надо делать. Я вспомнила снимки в газетах. Люди выходили из подобных мест и их забирали. Что, если Максима заберут? Меня к нему не пустят. Не разрешат его повидать. Я должна буду сидеть здесь, в Мендерли, день за днем, ночь за ночью. И ждать. Так, как сейчас. Знакомые, вроде полковника Джулиана, будут меня жалеть, будут говорить. Ну, зачем вам сидеть одной? Обязательно приезжайте к нам. Телефонные звонки, газеты, снова телефон. Нет, миссис де Винтер никого не принимает. Миссис де Винтер нечего сообщить. Каунти Кроникл. Еще один день, и еще один, и еще недели, слившиеся в одну, стершиеся из памяти. Несуществующие. Наконец, Фрэнк везет меня к Максиму. Худой, не похожий на себя Максим. Максим, такими люди становятся в больнице. Другие женщины уже прошли через это. Женщины, о которых я читала в газетах. Они посылали письма министру внутренних дел, и от этого не было никакого толку. Министр внутренних дел всегда отвечал, что правосудие должно свершиться. Друзья направляли министру петиции с множеством подписей, но министр никогда ничего не делал. А обыкновенные люди, те, кто узнает обо всем из газет, говорили, с какой стати миловать этого типа. Он ведь убил свою жену, не так ли? Все эти слюнявые разговоры об отмене смертной казни только увеличивают преступность. Надо было раньше думать. До того, как он убил жену, теперь слишком поздно. Болтаться ему за это в петле, как любому другому убийце, и по делам послужат предостережением для всех прочих. Помню, я видела однажды в газете снимок небольшая толпа у тюремных ворот и полисмен, прикрепляющие к воротам объявление. В объявлении говорилось о том, что приговор был приведен в исполнение. Кажется так. Сегодня в девять часов утра смертный приговор был приведен в исполнение. При сём присутствовали начальник тюрьмы, тюремный врач и шериф штата. Повесить человека недолго, когда вешают, человеку не больно, ломается шея и всё. Да, но не всегда. Кто-то однажды говорил, что не всегда всё проходит гладко. Какой-то знакомый начальника тюрьмы вам на голову накидывают мешок, вы становитесь на небольшой помост, а затем его вышибают у вас из-под ног. От выхода из камеры до того, как вы повиснете в петле, проходит не больше трёх минут. «Пятьдесят секунд!» — говорил кто-то. «Пятьдесят секунд?» «Нет, этого быть не может. Это просто нелепо. Вниз в яму ведёт несколько ступенек для врача. Он спускается и смотрит. Когда вешают, человек умирает мгновенно. Нет, вовсе нет. Тело ещё дёргается какое-то время. Шея не всегда бывает сломана. Да, но всё равно они ничего не чувствуют. Кто-то, у кого брат тюремный врач, говорил, что широкой публике это неизвестно, иначе был бы большой скандал, но они не всегда умирают сразу. Они смотрят. У них ещё долго открыты глаза. О, Боже! Не давай мне думать об этом. Пусть я стану думать о чём-нибудь другом, о других вещах. А миссис Ван Хоппер в Америке, она должна быть гостить сейчас у дочери. Они летом всегда выезжают на Лонг-Айленд. У них там дом. Наверное, они играют в бридж. Ездят на скачки. Миссис Ван Хоппер обожает скачки. Интересно, она носит ещё ту жёлтую шляпку? Она ей была мала, особенно при таком широком лице. Сидит сейчас в саду этого дома на Лонг-Айленде, обложившись книгами, журналами и газетами. Вот она подняла к глазам Лорнет и зовёт дочь. Лонг-Айленд, посмотри-ка, тут написано, Макс де Винтер убил свою первую жену. Я всегда думала, что в нём есть что-то странное. Я предупреждала эту дурочку, что она совершает большую ошибку, но она и слышать ничего не хотела. Что же? Самой себе вырыла яму. Верно, ей теперь предложат сниматься в кино. Кто-то коснулся моей руки. Джеспер. Совал мокрый холодный нос мне в ладонь. Поднялся вместе со мной из холла. Почему собаки вызывают у нас слёзы? Их симпатия всегда такая назойливая и безнадёжная. Джеспер чувствовал что-то не так. Все собаки чувствуют это. Вот укладывают чемоданы. Вот подают машины к подъезду. Собаки смотрят, опустив хвосты, грустными глазами. Бредут нехотя обратно на свои подстилки, когда шум колёс затихает вдали. Я, должно быть, заснула, и меня разбудил гром. Я вдруг с испугом открыла глаза и услышала первый его раскат, разнёсшийся в воздухе. Я села на постели. Часы показывали ровно пять. Я встала и подошла к окну. Ни дуновение. Листья вяло повисли на ветках. Они ждали. Небо было синее-серого цвета. Но вот его распорола зубчатая молния. Ещё одно громыхание. На этот раз дальше. Дождя всё не было. Я вышла в коридор и прислушалась. Ничего не слышно. Подошла к лестничной площадке. Нигде никого. В холле было темно. Грозовое небо нависло над землёй. Я спустилась. Вышла на террасу. Снова удар грома. На руку упала капля дождя. Одна капля — и всё. Было очень темно. Море позади лощины казалось чёрным озером. Ещё одна капля упала мне на руки. Раздался ещё один удар грома. В комнатах наверху кто-то из служанок загрохотал ставнями. В гостиную у меня за спиной вошёл Роберт и тоже стал закрывать ставни. «Мужчины ещё не приехали?» «Роберт?» — спросила я. «Нет ещё, мадам». Я думал, вы с ними, мадам. Нет, я здесь уже довольно давно. Вы будете пить чай, мадам? Нет-нет, я подожду. Похоже, погода наконец переменится. «Да». Дождь всё ещё не шёл. Ничего, кроме тех двух капель. Я вернулась в дом, пошла в библиотеку, села. В половине шестого в комнату заглянул Роберт. «К дверям только что подъехала машина, мадам», — сказал он. «Чья машина?» — сказала я. «Мистера де Винтера, мадам», — сказал он. «Мистер де Винтер сам за рулём?» «Да, мадам». Я попыталась встать, но ноги не держали меня, словно соломенные. Я прислонилась к дивану. В горле пересохло, прошла минута. В комнату вошёл Максим. Перешагнул порог и остановился. Он выглядел усталым, постаревшим. В уголках рта прорезались морщинки, которых я не видела раньше. «Всё кончено», — сказал он. «Я ждала. Я всё ещё не могла говорить, не могла двинуться с места, подойти к нему». «Самоубийство», — сказал он. «Без достаточных улик, свидетельствующих о состоянии рассудка покойной. Они совершенно запутались, зашли в тупик. Сами уже не понимали, что делают». Я опустилась на диван. «Самоубийство», — сказала я. «Но почему?» «Для самоубийства должен быть повод. Кто их знает?» — сказал Максим. «Они, видно, считали, что повод необязателен». Старый Хоридж сверлил меня глазами и добивался, не было ли у Ребекки денежных затруднений. Денежных затруднений, Боже правый. Максим подошёл к окну, стал, глядя на зелень лужаек. «Вот-вот пойдёт дождь», — сказал он. «Слава Богу, наконец-то пойдёт дождь». «Но что произошло?» — сказала я. «Что говорил коронер? Почему ты пробыл там так долго?» Хоридж без конца окружил на месте, — сказал Максим. «Мелкие подробности насчёт яхты, которые никого не интересовали. Трудно ли открывать кингстоны? На каком именно расстоянии находилось первое отверстие от второго? Какой был балласт? Как перекладка балласта в другое место влияет на устойчивость судна? Может ли женщина без посторонней помощи переложить балласт? Плотно ли закрывалась дверь в каюту? Какое требуется давление воды, чтобы её открыть? Я думал, я сойду с ума. Но я держал себя в руках, когда я увидел тебя там, у двери. Это напомнило мне, как следует себя вести. Если бы ты не потеряла тогда сознание, я бы ни за что не выдержал. Это, как следует, встряхнуло меня. Я теперь точно знал, что я скажу. Я всё время глядел на Хорриджа, ни разу не отвёл глаз от его тощей тупой физиономии и этого золотого пенсне. Я буду помнить её до своего смертного часа. Я устал, любимая, так устал, что ни в состоянии ни видеть, ни слышать, ни чувствовать. Он сел на диван у окна, наклонился вперёд, сжав виски руками. Я подошла и села рядом. Через несколько минут вошёл Фрис, за ним Роберт со складным чайным столиком. Последовал торжественный ритуал, происходивший каждый день. Раздвинулись ножки, закрепились откидные доски. Легла белоснежная скатерть, стали на привычное место. Серебряный заварной чайник и чайник с кипятком, под которым мерцал язычок спиртовки. Лепёшки, сэндвичи, кексы трёх сортов. Джеспер сидел перед столом, стуча время от времени хвостом об пол. Глаза с ожиданием смотрели на меня. Смешно, думала я. Что значит сила привычки? Что бы ни случилось, мы делаем то же, что всегда. Разыгрываем те же сцены, едим, спим, умываемся. Даже в самые критические моменты нашей жизни мы не в силах освободиться из плена рутины. Я налила Максиму чай, отнесла к нему на диван, дала ему лепёшку, намазала маслом другую, себе. «Где Фрэнк?» — спросила я. Ему надо было поехать поговорить с приходским священником. Я бы тоже поехал, но я хотел вернуться поскорее к тебе. Я всё думал, как ты сидишь тут одна, считая минуты, не зная, что нас ожидает. «Зачем к священнику?» «Сегодня должно кое-что произойти», — сказал Максим в церкви. Я тупо глядела на него, а потом поняла. Они собирались хоронить Ребекку, собирались привезти её из морга. «Мы договорились на 6.30», — сказал он. «Знают только Фрэнк, полковник Джулиан, священник и я. Никто не будет болтаться вокруг. Мы договорились об этом ещё вчера. Решение суда ничего не изменило». «Когда ты должен ехать?» «Я встречаюсь с ними у церкви в 25 минут седьмого». Я ничего не сказала. Продолжала пить чай. Максим положил обратно сэндвич, даже не откусив. «Всё ещё очень жарко, да?» — сказал он. «Будет гроза», — сказала я. «Но она никак не начнётся. Только отдельные капли, время от времени, висит в воздухе, а начаться не может». «Когда я выезжал из Ланьона, гремел гром», — сказал Максим. «Небо было чёрное, как чернила. Господи, хоть бы уж поскорей палил дождь». Птицы на деревьях примолкли, по-прежнему было темно. «Я так не хочу, чтобы ты снова уезжал», — сказала я. Максим не ответил. Он выглядел усталым, смертельно усталым. «Мы обо всём поговорим вечером, когда я вернусь», — «немного погодя», — сказал он. «Нам так много надо вместе сделать. Нам надо всё начинать сначала. Я был тебе очень плохим мужем». «Хуже нельзя». «Нет», — сказала я. «Нет, хорошим, самым лучшим. Мы начнём с самого начала. Когда всё это будет позади, мы справимся, ты и я. Нас будет двое. Прошлое не сможет причинить нам вреда, раз мы будем вместе. И у тебя родятся дети». Но вот он взглянул на часы. «Десять минут седьмого», — сказал он. «Мне надо ехать. Я скоро вернусь. Это займёт не более получаса. Нам надо только спуститься в фамильный склеп под нашей церковью». Я задержала его руку. «Я поеду с тобой. Мне всё равно. Разреши мне поехать с тобой». «Нет», — сказал он. «Нет, я этого не хочу». И вышел из комнаты. Я слышала шум колёс на подъездной аллее. Вскоре он затих вдали, и я поняла, что Максим уехал. Вошёл Роберт, чтобы убрать со стола. В точности, как в любой другой день, привычный распорядок был неизменен. А если бы Максим не вернулся из ланьона? Всё тоже осталось бы прежним. Стоял бы здесь Роберт, как всегда, без всякого выражения на бараньем лице. Сметал бы крошки с белоснежной скатерти. Складывал столик, выносил из комнаты. Когда Роберт ушёл, в библиотеке стало очень тихо. Я представила их в церкви. Увидела, как они проходят в одну дверь, затем в другую, как спускаются по лестнице в склеп. Я никогда не была в фамильном склепе. Видела однажды только дверь. Интересно, как он выглядит? Там что, гробы стоят? Вряд или как? Гроб отца Максима и гроб его матери? Интересно, что сделают с гробом той, другой женщины, которой поместили туда по ошибке? Кто она? Это бедная непрекаянная душа, никому не нужная женщина, выброшенная на берег ветром и приливом. Теперь там будет стоять другой гроб. Теперь в склепе будет лежать Роберт. Может быть, в эту самую минуту священник служит панихиду, а Максим, Фрэнк и полковник Джулиан стоят рядом с ними? Ибо прах ты и в прах возвратишься. Ребекка потеряла для меня всякую реальность. Мне казалось, что она рассыпалась пылью, когда ее нашли на полу каюты. В том гробу, что стоял сейчас, в склепе, ее не было. Там лежал ее прах. Всего лишь прах. Сразу после семи началась гроза. Сперва тихий, еле слышный шелест капель по листьям. Дождь был такой мелкий, что я не могла его разглядеть. Затем громче, быстрее, нистовый поток, низвергающийся наискось со свинцового неба, как вода, выпущенная через шлюз. Я распахнула окна во всю ширину. Встала перед ними, вдыхая свежий прохладный воздух. Капли брызгали мне в лицо, попадали на руки. Дальний конец лужаек скрылся за сплошной стеной. Струи стремительно падали на землю. Я слышала, как вода булькает в сточных желобах, под окном, с плеском падает на камни террасы. Гром прекратился. Дождь пах мхом, землей и мокрой древесной корой. Я не слышала, как в дверь вошел фриз. Я стояла у окна, глядя на дождь. Я увидела его, когда он был уже совсем рядом. «Прошу прощения, мадам», — сказал он. «Вы не знаете? Мистер Деввинтер скоро вернется?» «Да», — сказала я, — «довольно скоро». «Там его хочет видеть один джентльмен, мадам», — сказал фриз, «после минутного колебания. Я не совсем уверен, что ему сказать. Он так настаивает на том, чтобы повидаться с мистером Деввинтером. «Кто это?» — сказала я. «Вы его знаете?» Фризу явно было не по себе. «Да, мадам», — сказал он. «Это джентльмен, который одно время часто сюда приезжал. Когда была жива миссис Деввинтер, его зовут мистер Фэйвелл». Я забралась с коленями на диван и закрыла окно. Дождь заливал подушки. Затем обернулась и посмотрела на фриса. «Пожалуй, будет лучше, если я сама приму мистера Фэйвелла», — сказала я. «Слушаюсь, мадам», — сказал фриз. Я отошла от окна, встала на коврике перед пустым камином. «Кто знает, может быть, мне удастся избавиться от Фэйвелла до приезда Максима. Я понятия не имела, что буду ему говорить, но я не боялась». Прошло несколько минут, и фриз впустил Фэйвелла в библиотеку. Он мало изменился на вид, разве что стал еще неряшливее и вульгарней. Он был из тех людей, кто никогда не носит шляпы, и под солнцем последних дней волосы его выгорели, а лицо стало коричнево-красным, глаза были воспалены. Наверное, пил все это время. «К сожалению, Максима нет дома», — сказала я, — «и я не знаю, когда он вернется. Не лучше ли вам договориться о встрече с ним в конторе завтра утром?» «Мне нетрудно и подождать», — сказал Фэйвелл, — «и не думаю, что мне придется ждать так уж долго. Я заглянул по пути в столовую и заметил, что там накрыто на двоих, так что все в порядке. Наши планы изменились. Вполне возможно, Максим вообще не вернется сегодня». «Сбежал, да?» — сказал Фэйвелл, усмехнувшись уголком рта. «Мне это не понравилось». «Вы это имеете в виду? Конечно, при сложившихся обстоятельствах это было бы самым разумным с его стороны. Некоторые люди не переносят толков. Куда лучше их избежать?» «Вы со мной согласны?» «Я не знаю, о чем вы говорите», — сказала я. «Не знаете?» «Так я вам и поверил». «Ну как? Вам уже лучше?» «Так неудачно упасть в обморок во время дознания. Я бы помог вам выйти, но увидел, что возле вас уже есть один рыцарь, этот Дон Кихот, Фрэнк Кролли. Спорю на что угодно, он был предоволен. «Вы разрешили ему отвезти вас домой?» «Со мной вы не захотели проехать и пяти ярдов». «Зачем вам нужен Максим?» — сказала я. Фейвел наклонился и взял со стола сигарету. «Вы не возражаете, если я закурю? Вас не замутит? С молодыми женщинами никогда не знаешь». Фейвел поглядел на меня поверх зажигалки. «А вы немножко повзрослели с тех пор, как я вас видел», — сказал он. «Что вы делали тут все это время? Гуляли с Фрэнком Кролли по саду». Он выпустил в воздух облако дыма. «Послушайте, прикажите старине Фрису принести мне виски с содовой». Я ничего не сказала. Пошла и дернула колокольчик. Фейвел уселся на край дивана, болтая ногами все с той же кривой усмешкой на губах. Вошел Роберт. «Виски с содовой для мистера Фейвела», — сказала я. «А, Роберт», — сказал Фейвел, — «давненько я тебя не видел. Все еще разбиваешь сердца кервитских девиц?» Роберт покраснел. Взглянул на меня в глубоком замешательстве. «Ладно, старина, я тебя не выдам. Топай и принеси мне двойной виски. Одна нога здесь, другая там». Роберт исчез. Фейвел расхохотался, роняя вокруг себя пепел. «Я один раз пригласил Роберта провести со мной его свободный день», — сказал он. «Ребекка поспорила со мной на пять фунтов, что я его не позову. Ну, я выиграл эту пятерку честь по чести. Один из самых веселых вечеров в моей жизни. Ну, я и посмеялся. Роберту в загуле сам черт не брат, можете мне поверить. И должен вам сказать, что в девочках он знает толк. Подцепил самую хорошенькую из всей компашки». Вернулся Роберт с бутылкой виски и содовой водой на подносе. У него все еще был смущенный вид. Все это время, что он наливал виски в стакан, Фейвел, улыбаясь, глядел на него, а затем принялся хохотать, откинувшись на ручку дивана. Просвистел один такт какой-то песенки, по-прежнему не сводя с Роберта глаз. «Это верно», — сказал он, — «та самая песенка, да? Тебе все еще нравятся рыжие волосы, Роберт?» Роберт улыбнулся вымученной слабой улыбкой. У него был несчастный вид. Фейвел захохотал еще громче. Роберт повернулся и вышел из комнаты. «Ты бедный малый», — сказал Фейвел. «Не думаю, что с тех пор ему хоть раз удалось покутить. Этот старый осел Фрис держит его на коротком поводке». Он принялся пить виски с содовой, водя глазами по комнате, то и дело взглядывая на меня и улыбаясь. «Я, пожалуй, не буду возражать, если Макс и опоздает к обеду», — сказал он. «А вы?» Я не ответила, стояла у камина, заложив за спину руки. «Зачем пропадать месту за столом?» Он глядел на меня с той же улыбкой, склонив голову на бок. «Мистер Фейвел», — сказала я, — «мне не хочется быть грубой, но, честно говоря, я очень устала. У меня был долгий и крайне утомительный день. Если вы не можете сообщить мне, зачем вам нужен Максим, вам бесполезно сидеть здесь. Куда лучше последовать моему совету и приехать утром в контору». Он соскользнул с ручки дивана и подошел ко мне, все еще держа стакан. «Нет, нет», — сказал он, — «не будьте так жестоки. У меня тоже был утомительный день. Не убегайте, не оставляйте меня одного. Я совсем безобидный. Право слово». «Верно, Макс наговорил вам про меня всяких небылиц». Я не ответила. «Вы думаете, что я тот самый серый волк, да? Вовсе нет, поверьте мне. Я обыкновенный человек, мухи не обижу. И должен сказать, что вы держитесь блестяще. С самого начала просто блестяще. Я снимаю перед вами шляпу, честное слово». Последние слова звучали неразборчиво, бессвязно. Я уже жалела, что велела Фрису принять его. «Вы приехали сюда, в Мендерли», — сказал он, делая рукой неопределенный жест. «Взяли на себя весь этот дом, встречались с кучей людей, которых в жизни раньше не видели, терпеливо сносили старину Макса и его причуды, и плевать хотели на всех, шли себе своим путем. Это делает вам честь, черт подери, скажу я вам, и пусть меня слышит хоть целый свет, делает честь». Он слегка покачнулся, но удержался на ногах, поставил стакан на стол. «Все это было для меня таким ударом, жутким ударом, ведь Ребекка моя сестра, я был чертовски привязан к ней». «Да», — сказала я, — «я вам очень сочувствую». «Мы выросли вместе», — продолжал он, — «всегда были неразлучны. Нам нравились одни и те же вещи, одни и те же люди, нас смешили одни и те же шутки. Я любил ее больше всех на свете, а она любила меня. Вся эта история для меня — жуткий удар». «Да», — сказала я, — «конечно». «Что собирается делать теперь Макс? Вот что я хотел бы знать. Неужто он думает, раз закончилось это липовое дознание, ему удастся спрятаться в кусты? Что вы мне скажете, а?» Он больше не улыбался. Он наклонился ко мне. «Уж я добьюсь справедливости. Ребекка ее заслужила», — сказал он, повысив голос. «Самоубийство, ну и вздор! Этот старый маразматик Коронер заставил присяжных поверить в самоубийство. Мы-то с вами знаем, что никакое это не самоубийство, не так ли?» Он наклонился еще ниже. «Не так ли?» — медленно повторил он. Дверь распахнулась. В комнату вошел Максим, следом за ним Фрэнк. Максим остановился как вкопанной, так и не закрыв дверь, посмотрел на Фейвола. «Какого черта вам здесь надо?» — сказал он. Фейвол обернулся, руки в карманах, подождал немного, затем на губах его появилась ухмылка. «По правде говоря, Макс, дружище, я приехал поздравить тебя с результатом сегодняшнего дознания». «Вы сами покинете этот дом?» — сказал Максим. «Или предпочитаете, чтобы мы с кроли спустили вас с лестницы?» «Спокойно, спокойно, погоди минутку», — сказал Фейвол. Он закурил свежую сигарету и снова уселся на ручку дивана. «Ты ведь не хочешь, чтобы Фрис слышал то, что я скажу?» — проговорил он. «Ну, а он услышит, если дверь будет открыта». Максим не двинулся с места. Я увидела, что Фрэнк плотно прикрывает дверь. «Слушай, Макс, — сказал Фейвол, — тебе удалось очень хорошо выкарабкаться из всего этого дела, верно? — Тебе и не снилось, что все так гладко сойдет. Да-да, я был на суде сегодня, и, полагаю, ты видел меня. Я просидел от начала до конца. Я видел, как хлопнулась в обморок твоя жена, и я ее не виню. Момент ты впрямь был критический, все висело на волоске. Кто мог сказать, куда повернется дознание, да, Макс? — К счастью для тебя, оно повернуло туда, куда повернуло. Ты, случайно, не подкупил этих тупоголовых типов, изображавших присяжных, а? На мой взгляд, сильно смахивает на то. Максим сделал шаг к Фейволу, но тот поднял руку. «Подожди минутку, ладно?» — сказал он. «Я еще не кончил. Ты же понимаешь, Макс, старина, что я могу поставить тебя в чертовски неприятное положение, если захочу, и не только неприятное, а, можно сказать, даже опасное». Я села в кресло у камина, крепко сжала подлокотники. Максим по-прежнему стоял, не шевелясь и не сводя глаз с Фейволом. «Да?» — сказал он. «Каким же это образом?» «Послушай, Макс, я полагаю, между тобой и твоей женой нет секретов, а кроли, похоже, тоже входят в счастливое трио. Значит, я могу говорить в открытую, и так я и буду говорить. Вы все знаете насчет меня и Ребекки. Мы были любовниками, так?» «Я никогда не отрицал этого и впредь не собираюсь. Прекрасно. До вчерашнего дня я полагал, как и все прочие дураки, что Ребекка утонула в заливе, и ее тело нашли много недель спустя в Эджкуме. Для меня это был удар, жуткий удар. Но я говорил себе, Ребекка сама выбрала бы такую смерть. Она умерла, как и жила в борьбе». Он замолчал и поглядел по очереди на каждого из нас. И вот несколько дней назад я беру газету и читаю, что какой-то водолаз наткнулся случайно на ее яхту и что в каюте находится чье-то тело. Я ничего не мог понять, кого, черт подери, Ребекка могла взять с собой в море. Чушь какая-то. Я приехал сюда и остановился в трактире за Кэрритом, связался с миссис Денверс. Она сказала мне, что тело в каюте. Ребекка. Но и тогда еще я думал, как все, что первое тело было опознано по ошибке, что Ребекка каким-то образом поймала сама себя в ловушку, когда спустилась в каюту за курткой. Итак, как вам известно, я был сегодня на дознании. Все шло гладко, не правда ли, пока не появился Тэбб. Что ты можешь сказать в ответ на его показания, Макс? Старина, вот что я хотел бы знать насчет дыр в днище и открытых кингстонов. — Вы что думаете, — медленно произнес Максим, что после многочасовых разговоров сегодня днем я захочу начинать все сначала с вами? Вы слышали показания, вы слышали вердикт присяжных? Это удовлетворило Коронера. Придется удовлетвориться и вам. — Самоубийство, да, — сказал Февелл. — Ребекка кончает с собой как раз в ее духе, по-твоему. А ты знал, что я получил от нее записку? Я сохранил ее. Это были ее последние строки ко мне. Сейчас я ее прочитаю. Думаю, тебе будет интересно. Февелл вынул из кармана лист бумаги. Я узнала. Узкий, острый, косой почерк. Я пыталась дозвониться до тебя из города, но никто не отвечал, — читал он. Я выезжаю сейчас в Мэнди. Буду весь вечер внизу. Если получишь эту записку вовремя, достань машину и сразу же приезжай. Я проведу на берегу всю ночь и оставлю для тебя дверь открытой. Мне надо тебе что-то сказать и как можно скорее, Ребекка. Он положил записку обратно в карман. — Когда собираются кончать жизнь самоубийством, вряд ли пишут такие вещи. Согласен, — сказал он. Записка ждала меня дома. Когда я вернулся часа в четыре утра, я и понятия не имел, что Ребекка будет в тот день в Лондоне, иначе я бы обязательно ее разыскал. Как назло, я был приглашен на вечеринку. Когда я прочел записку, я решил, что уже слишком поздно мчаться сейчас в Мэндерли. Ведь туда часов шесть езды. Я лег спать, решив, что днем я ей позвоню. Так я и сделал около полудня. Он сидел и пристально глядел на Максима. Все молчали. — Представь, что коронер прочитал бы сегодня днем эту записку. — Тебе было бы тогда потруднее вывернуться. Не так ли, Макс? Старина, — сказал Фейвелл. — Так почему же вы не встали и не дали ему эту записку, — сказал Максим? — Спокойно, дружище, спокойно. Что толку выходить из себя? Я не хочу тебя губить, Макс. Бог свидетель, ты никогда не был мне другом, но я не таю против тебя зла. Все мужья красивых женщин ревнивы, верно? И некоторые из них не могут удержаться, чтобы не изобразить из себя Отелло. Так уж они устроены. Я их не виню, я их жалею. Я, знаете, социалист в своем роде. Мне непонятно, почему мужчины не могут делиться своими женщинами вместо того, чтобы их убивать. Не все ли равно? Своё удовольствие так и так получишь. Красивая женщина — это вам не автомобильная шина. Она не сносится. Чем больше она в ходу, тем мягче катится. Ну так вот, Макс, я выложил свои карты. Почему бы нам не договориться? Я человек небогатый, слишком люблю азартные игры. Одно меня убивает. Нет у меня капитала на черный день. Была бы у меня пожизненная рента фунтов, так, на двести-триста в год. Я жил бы себе помаленьку, потихоньку, и был бы предоволен. И никогда больше не потревожил бы тебя, клянусь богом. — Я уже просил вас уйти из этого дома, — сказал Максим. Повторять я не намерен. Дверь у вас за спиной. Откроете сами? — Секундочку, Максим, — сказал Фрэнк. — Так просто от него не отделаешься. Он повернулся к Фейволу. Я понимаю, куда вы клоните. Случилось, к несчастью, так, что вы можете вывернуть все наизнанку и поставить Максима в трудное положение, как вы ему пригрозили. Я думаю, он не видит этого столь ясно, как я. — Какую, вы говорите, сумму вы хотели бы получить от него? Я увидел, что Максим побелел. На лбу запрыгла жилка. — Не вмешивайтесь в это, Фрэнк, — сказал он. — Это мое личное дело. Я не намерен поддаваться шантажу. Не думаю, что твоей жене так уж хочется, чтобы на нее указывали пальцем. — Вон идет миссис де Винтер, вдова убийцы, того типа, которого приговорили к повешению, — сказал Фейвол. Он захохотал и посмотрел на меня. — Вы воображаете, что можете меня запугать, Фейвол? — сказал Максим. — Если так, то вы ошибаетесь. Там в соседней комнате телефон. Позвонить полковнику Джулиану и попросить его приехать? — Он наш полицейский судья. Ему будет интересно послушать вашу историю. Фейвол расхохотался ему в лицо. — Неплохой блеф, — сказал он. — Но меня на пушку не возьмешь. Ты не осмелишься позвонить старику Джулиану. У меня есть достаточно улик, чтобы повесить тебя, Макс, старина. Максим медленно пошел через комнату, вышел в дверь. Я услышала, как он снимает трубку. — Остановите его, — сказала я. — Остановите его, ради Бога! Фрэнк взглянул мне в лицо и быстро направился к двери. Я услышала голос Максима, спокойный, сдержанный, холодный. — Соедините меня с Кэрриттом. — Семнадцать, — сказал он. Фейвол пристально глядел на дверь. Его лицо застыло в ожидании. — Оставьте меня, — раздался голос Максима в ответ на слова Фрэнка. А затем, две минуты спустя... — Это полковник Джулиан? — Говорит Дев Винтер. — Да-да, я знаю. — Не могли бы вы сейчас сюда приехать сразу? — Да, в Мендерли. — Да, срочно. — Я не могу объяснить по телефону, но вы все узнаете, как только окажетесь здесь. Мне очень неприятно вас тревожить, но... — Да, большое спасибо. До свидания. Максим вернулся в комнату. — Джулиан сейчас будет здесь, — сказал он. Подошел к окну, распахнул настежь. Все еще лил дождь. Максим стоял у окна к нам спиной. Из сада шел холодный сырой воздух. — Максим, — негромко сказал Фрэнк, — Максим. Он не ответил. Фэйвел засмеялся и взял еще сигарету. — Если ты хочешь сам накинуть себе на шею веревку, старина, твое дело, мне все равно, — сказал он. Поднял с пола газету, кинулся на диван, положил нога на ногу и стал перелистывать страницы. Фрэнк в нерешительности переводил взгляд с меня на Максима, затем подошел ко мне. — Неужели вы ничего не можете сделать? — шепнула я. — Поезжайте навстречу полковнику Джулиану. Помешайте ему приехать. Скажите, что произошла ошибка. От окна раздался голос Максима. Он говорил, даже не повернув головы. Фрэнк не выйдет из этой комнаты. Я сам со всем справлюсь. Полковник Джулиан будет здесь ровно через десять минут. Никто из нас ничего не сказал. Фэйвел продолжал читать газету. Не было слышно ничего, кроме монотонного стука дождя. Он шел без передышки, равномерно, неумолчно. Я чувствовала себя беспомощной, бессильной. Я ничего не могла сделать. И Фрэнк тоже. В романе или пьесе я нашла бы револьвер. Мы застрелили бы Фэйвела и спрятали тело в буфете. Но тут не было револьвера, не было буфета. Мы были обыкновенные люди. Такие вещи не происходят в реальной жизни. Я не могла подойти к Максиму и умолять его на коленях, чтобы он дал Фэйвелу деньги. Я должна была сидеть сложа руки и глядеть на дождь, глядеть на Максима, стоящего у окна к нам спиной. Дождь барабанил так громко, что мы не услышали, как подъехала машина. Шум дождя заглушал все остальные звуки. Мы узнали, что полковник Джулиан здесь лишь тогда, когда дверь отворилась, и Фрис впустил его в библиотеку. Максим резко обернулся от окна. «Добрый вечер», — сказал он. «Пришлось снова встретиться. Вы очень быстро добрались. Да, вы же сказали, что дело не терпит отлагательства, поэтому я сразу приехал. Мне еще повезло, что машина была под рукой. Ну и вечерок». Он неуверенно взглянул на Фэйвела, затем подошел поздороваться со мной, кивнул Фрэнку. «Хорошо, что начался дождь», — сказал он. «Слишком уж долго он собирался. Я надеюсь, вам стало легче». Я пробормотала что-то, не знаю что. Он стоял, потирая руки и переводя взгляд с одного на другого. «Я надеюсь, вы понимаете, что я вызвал вас из дома в такой вечер не для светской болтовни перед обедом. Это Джек Фэйвелл, двоюродный брат моей покойной жены. Я не знаю, встречались ли вы раньше». Полковник Джулиан кивнул. «Лицо мне знакомо, возможно, мы и встречались в прежние дни». «Вполне возможно», — сказал Максим. «Давайте, Фэйвелл, выкладывайте». Фэйвелл встал с дивана и швырнул газету обратно на стол. Казалось, эти десять минут его отрезвили. Он вполне твердо стоял на ногах и не улыбался. У меня создалось впечатление, что он не очень доволен тем оборотом, которые приняли дела, что он совсем не готов к встрече с полковником Джулианом. Он начал громким, напористым голосом. «Послушайте, полковник», — сказал он, — «что толку ходить вокруг да около? Я здесь потому, что меня не устраивает вердикт, вынесенный при сегодняшнем дознании». «Вот оно что», — сказал полковник Джулиан. «А вам не кажется, что об этом судить де Винтеру, а не вам?» «Нет, не кажется», — сказал Фэйвелл. «Я имею право голоса не только как двоюродный брат Ребекки, но и как ее будущий муж. Останься она в живых». У полковника Джулиана сделался изумленный вид. «Ах, вот оно как!» «Тогда другое дело. Это правда, де Винтер?» Максим пожал плечами. «Впервые слышу», — сказал он. Полковник Джулиан недоумевающе переводил глаза с одного на другого. «Послушайте, Фэйвелл», — сказал он, — «в чем дело?» «Что именно вас волнует?» Фэйвелл пристально посмотрел на него. Я видела, что он составил в уме какой-то план, но еще недостаточно протрезвел, чтобы его осуществить. Но вот он медленно сунул руку в карман жилета и вытащил записку Ребекки. «Эта записка была написана за несколько часов до того, как Ребекка отправилась в свое последнее плавание. Надь, возьмите, я хочу, чтобы вы ее прочли и сказали, считаете ли вы возможным, чтобы женщина, написавшая такую записку, решила покончить с собой». Полковник вынул очки из футляра, лежавшего в кармане, и прочел записку, затем вернул ее Фэйвеллу. «Нет», — сказал он, — «на первый взгляд нет. Но я не знаю, о чем тут идет речь. Может быть, вы знаете? Возможно, Дев Винтер знает?» Максим ничего не ответил. Фэйвелл крутил бумажку в пальцах, по-прежнему глядя на одного Джулиана. «Моя сестра назначила мне в этой записке встречу, не так ли?» — сказал он. «Она специально попросила меня приехать в ту ночь в Мендерли, потому что хотела мне что-то сообщить, что именно мы вряд ли когда-нибудь узнаем, да это и не имеет значения. Она назначила мне встречу и собиралась пробыть всю ночь в доме на берегу, чтобы повидаться со мной наедине. То, что она вышла на яхте, не удивило меня само по себе. Она часто выходила на час, на два в море, проведя весь день в Лондоне. Но ни с того ни с сего пробить дырки в днище специально, чтобы утопиться? На такую истерическую выходку способна девчонка-невропатка. Но уж никак не Ребекка, полковник, клянусь богом, только не она». Кровь прилила к его лицу. Последние слова он прокричал во весь голос. Его манеры были не в его пользу, и я видела, потому в какую нитку сжались губы полковника Джулиана, что Фейвелл не вызвал у него симпатии. «Любезный», — сказал он, — «к чему лезть в бутылку? Я не коронер, который вел дознание, и не один из присяжных, которые вынесли вердикт. Я всего-навсего полицейский судья здешнего округа. Естественно, я хочу помочь вам, чем могу. И Деввинтеру тоже. Вы говорите, что отказываетесь верить в самоубийство вашей двоюродной сестры. С другой стороны, вы, как и все мы, слышали показания корабельного мастера. Кингстоны были открыты, в обшивке яхты пробиты дыры. Давайте ближе к делу. Что, по-вашему, в действительности там произошло?» Фейвелл повернул голову и посмотрел на Максима медленным взглядом. Он все еще вертел в пальцах записку. «Ребекка не открывала кингстонов и не пробивала дыр в обшивке. Ребекка не кончала жизнь самоубийством. Вы спросили мое мнение. Что ж, получайте его. Ребекку убили. И если вы хотите знать, кто, недалеко ходить». «Вот он тут перед вами стоит возле окна с этой его проклятой высокомерной улыбкой на лице. Он не мог даже дождаться, пока пройдет хотя бы год, прежде чем жениться на первой попавшейся на глаза девчонке. Вот он, вот вам убийца собственной персоны. Разрешите представить, мистер Максимилиан де Винтер. Поглядите на него хорошенько. Он неплохо будет выглядеть в петле, а?» И Фейвел засмеялся визгливым, глупым, пьяным смехом, не переставая вертеть в пальцах записку. Глава двадцать четвертая. «Слава Богу за этот смех! Слава Богу за вытянутый вперед палец Фейвелла, его красное воспаленное лицо, вытрощенные налитые кровью глаза. Слава Богу за то, что Фейвелл с трудом удерживался на ногах, потому что все это восстановило против него полковника Джулиана и сделало его нашим союзником. Я видела отвращение на лице полковника, видела, как он крепко сжал губы. Полковник Джулиан не поверил Фейвеллу. Полковник Джулиан был на нашей стороне. «Этот человек пьян», — спокойно сказал он. Он сам не знает, что говорит. «Пьян? Ах, вот как закричал Фейвелл. Ну нет, приятель, может, вы и правду судья, и полковник в придачу, да мне-то на это наплевать. В кои веки закон на моей стороне, и я намерен воспользоваться этим. В этом чертовом графстве найдутся, кроме вас, и другие судьи, парни, у которых есть мозги в голове, которые знают, что такое правосудие, не какие-то там бездарные вояки, которых сто лет назад выгнали из армии, а они разгуливают, увесив грудь жестяными медалями. Макс де Винтер убил Ребекку, и я это докажу». «Минуточку». «Мистер Фейвелл», — негромко сказал полковник Джулиан. «Вы ведь были сегодня на дознании, я не ошибаюсь? Теперь я вас вспомнил. Вы сидели в зале. Если вас так глубоко задевает несправедливость вынесенного вердикта, почему вы не заявили об этом в суде? Присяжным? Самому коронеру? Почему не показали это письмо? Фейвелл поглядел на него и расхохотался. «Почему?» — сказал он. «Да не захотел, вот и все. Предпочел приехать сюда и договориться лично с де Винтером». «Потому-то я вам и позвонил», — сказал Максим, отходя от окна. «Фейвелл еще до вашего приезда предъявил мне тоже обвинение. Я задал ему тот же вопрос, спросил, почему он не сообщил о своих подозрениях коронеру. Он ответил, что он человек небогатый, и если я соглашусь выплачивать ему две-три тысячи в год пожизненно, он больше никогда меня не потревожит. Здесь были Фрэнк и моя жена. Спросите их». «Все так, слово в слово, сэр», — сказал Фрэнк, — «шантаж чистой воды». «Без сомнения», — сказал полковник Джулиан, — «беда лишь в том, что шантаж чистым не бывает. Шантажист ловит рыбку в мутной воде и может причинить кучу неприятностей множеству людей, даже если в конечном счете окажется за решеткой. Иногда там же оказываются и ни в чем не повинные люди. В данном случае мы постараемся этого избежать. Не знаю, достаточно ли вы трезвы, Фейвелл, чтобы ответить на мои вопросы, но если вы обойдетесь без неуместных здесь личных выпадов, мы гораздо быстрее покончим со всем этим делом. Вы предъявили Дев Винтеру очень серьезное обвинение. «Есть у вас какие-нибудь улики, чтобы его подкрепить?» «Улики?» — сказал Фейвелл. «На кой черт вам еще улики? Вам что, мало этих дыр в яхте?» «Мало. Разве только вы приведете свидетеля, который видел, как Дев Винтер их пробивал?» «Где ваш свидетель?» «К черту свидетелей!» — сказал Фейвелл. «Конечно же, их пробил Дев Винтер и никто другой. Кто еще мог убить Ребекку?» «В Керрити несколько тысяч жителей», — сказал полковник Джулиан. «Давайте пойдем из дома в дом и будем всех подряд спрашивать. С таким же успехом убийцы мог быть и я. У вас, я вижу, не больше улик против Дев Винтера, чем против меня». «Ясно», — сказал Фейвелл, — «вы решили играть ему на руку сначала до конца, решили взять его сторону, не покинуть его в беде, ведь вы обедали у него, а он у вас. Он здесь большая шишка, владелец Мэндерли. Эх вы, сноб несчастный, будь вы прокляты!» «Поосторожней, Фейвелл, поосторожней. Думаете, вам удастся взять надо мной верх? Думаете, мне не с чем начать дело в суде? Я вам достану улики, можете не беспокоиться. Говорю вам, Дев Винтер убил Ребекку из-за меня. Он знал, что я ее любовник, он ревновал ее ко мне, с ума сходил от ревности. Он знал, что в ту ночь она ждет меня в домике на берегу. Он пошел туда и убил ее, а потом отнес тело на яхту и затопил». «Неплохо придумано, Фейвелл, в своем роде. Но, повторяю, у вас нет улик. Приведите мне свидетеля, который видел, как все это произошло, и я начну относиться к вашим словам серьезно. «Я знаю этот домик на берегу. Там еще устраивали пикники, да?» «Миссис Дев Винтер держала там такелаж и прочие принадлежности для яхты. Вот если бы это была дача, а рядом с ней еще штук пятьдесят таких же дач, ваша история звучала бы достоверной, Фейвелл. Был бы какой-то шанс, что один из обитателей этих дач хоть что-то видел». «Стоп!» — медленно сказал Фейвелл. «Стоп!» «Может статься, что Дев Винтера видели в ту ночь. Вполне может. Стоит проверить. Что вы скажете, если я все же предъявлю свидетеля?» Полковник Джулиан пожал плечами. «Я заметила, что Фрэнк бросил на Максима вопросительный взгляд. Максим ничего не сказал. Он наблюдал за Фейвеллом. Я вдруг догадалась, что тот имеет в виду. Я знала, о ком он говорит. Испуг, ужас, озарили все внезапной вспышкой света. И я поняла, что он прав. В ту ночь на берегу был человек, который все видел. В памяти всплыли короткие фразы, отдельные слова, слова, в которых не было смысла, фразы, которые я считала обрывками туманных мыслей в мозгу бедного идиота. «Она там, внизу, да?» «Она не вернется?» «Я никому не говорил». «Они не найдут ее там, да?» «Рыбы уже ее съели, да?» «Она никогда не вернется, да?» Бен знал. Бен видел. Бен, полоумный Бен, был свидетелем и помнил все, что там произошло. В ту ночь он прятался в лесу. Видел, как Максим отвел яхту от причала и вернулся потом в ялике один. Я почувствовала, как кровь отхлынула у меня с лица и откинулась на спинку кресла. «Тут есть один местный дурачок, который часто бывает на берегу», — сказал Фейвел. «Он вечно околачивался там, когда я приезжал к Ребекке. Не раз попадался мне на глаза. В жаркие ночи он и спал там, в лесу или у воды. У него не все дома, сам он никуда не заявит, но я заставлю его развязать язык, если он видел что-нибудь в ту ночь. А он наверняка видел, будь я проклят, если не так». «Кто это?» «О ком он толкует?» — спросил полковник Джулиан. «Должно быть, он имеет в виду Бена», — сказал Фрэнк, снова взглянув на Максима. «Это сын одного из наших арендаторов. Но он не отвечает за то, что говорит или делает. Он идиот от рождения». «Какое, черт подери, это имеет значение?» — сказал Фейвел. «У него есть глаза, так? Он знает, что он видит. С него требуется одно отвечать, да или нет. Что, с Дрейфели? Теперь уже не так уверены в успехе». «Можно добраться как-нибудь до этого парня и поговорить с ним?» — спросил полковник. «Конечно», — ответил Максим. «Фрэнк, скажите Роберту, чтобы он съездил на машине к матери Бена и привез его сюда». Фрэнк в нерешительности топтался на месте, взглянул на меня краешком глаза. «Идите же, Бога ради», — сказал Максим. «Нам надо покончить со всей этой историей да побыстрее». Фрэнк вышел из комнаты. Я почувствовала, как под сердцем шевельнулась прежняя сосущая боль. Через несколько минут Фрэнк вернулся. «Роберт поехал на моей машине», — сказал он. «Если Бен дома, все это не займет более десяти минут». «В такой дождь он и носа из дому не высунет», — сказал Фэйвел. «Скоро вы услышите, как он у меня заговорит». Он расхохотался и посмотрел на Максима. Его лицо все еще пылало. На лбу выступили капли пота. Я заметила, что его шея нависает валиком над воротником. Увидела, как низко расположены у него уши. Этот цветущий красавчик скоро поблекнет. Уже сейчас он не в форме. Он какой обрюзглый. Фэйвел закурил еще одну сигарету. «У вас тут в Мэндерли прямо настоящий профсоюз», — сказал он. «Один за всех, все за одного. Каждый стоит горой за другого. Даже местный судья. И тот в той же лавочке. Ну, молодую мы, само собой, исключаем. Жена не свидетельствует против мужа. С кролей дело ясное. Он знает, что потеряет свое место, если скажет правду. И, если я не ошибаюсь, он затаил против меня в душе некоторое зло. Вы не очень многого добились у Ребекки, а, кроли? Те дорожки в саду оказались недостаточно длинными, да? На этот раз вам будет легче. Новобрачная будет благодарна вам за братскую поддержку, за руку помощи, протянутую всякий раз, что она вздумает хлопнуться в обморок. Когда она услышит, как судья читает смертный приговор, эта ваша рука придется очень кстати. Все произошло мгновенно. Я даже не заметила, как Максим это сделал. Лишь увидела, что Фэйвол покачнулся и рухнул на ручку дивана, а затем на пол. А рядом стоял Максим. Меня замутило. Было что-то унизительное в том, что Максим ударил Фэйвола. Лучше бы я об этом не знала. Лучше бы меня не было в комнате, и я не видела этого. Полковник Джулиан ничего не сказал. У него был очень хмурый вид. Он повернулся к ним спиной и подошел ко мне. «Я бы на вашем месте ушел к себе», — негромко сказал он. «Я покачала головой. Нет», — прошептала я. «Нет». «Этот субъект в таком состоянии, он может похвесть что наговорить», — сказал полковник. «То, что вы видели сейчас, было не очень приятно. Вы согласны. Ваш муж был, разумеется, прав. Но жаль, что это произошло на ваших глазах». Я не ответила. Я смотрела на Фэйвола. Смотрела, как он медленно поднимается на ноги. Он тяжело сел на диван и приложил платок к лицу. «Дайте выпить», — сказал он. «Дайте выпить». Максим взглянул на Фрэнка. Фрэнк вышел из комнаты. Все молчали. Через минуту Фрэнк вернулся, держа под нос с виски и содовой. Смешал то и другое в стакане и протянул Фэйволу. Фэйвол пил жадно, как животное. В том, как он касался губами стакана, было что-то чувственное, отвратительное. На челюсти, там, где Максим ударил его, было темно-красное пятно. Максим снова повернулся к нему спиной и отошел к окну. Я взглянула на полковника Джулиана и увидела, что он смотрит на Максима, смотрит пристально, испытующе. У меня учащенно забилось сердце. Почему у полковника Джулиана такой взгляд? Неужели он начал задавать себе некоторые вопросы, начал что-то подозревать? Максим не видел этого. Он глядел в окно. Дождь по-прежнему лил, не переставая, прямыми, ровными струями. Шум воды заполнил комнату. Февелл допил виски и поставил стакан на столик возле дивана. Он не глядел ни на кого из нас. Сидел, уставясь в пол перед собой. Слышалось лишь его тяжелое дыхание. В комнатке за библиотекой зазвонил телефон. На одной пронзительной режущей уши ноте Фрэнк вышел, чтобы ответить на звонок. Сразу же вернулся и посмотрел на полковника Джулиана. Это ваша дочь? Они хотят знать, ждать ли вас с обедом. Полковник Джулиан нетерпеливо махнул рукой. Скажите, чтобы они начинали. Скажите, я не знаю, когда вернусь. Он взглянул на часы. Надо же было додуматься сюда позвонить, пробурчал он. Нашли время. Фрэнк взял трубку. Передать то, что просил полковник. Я представила себе его дочь у другого конца провода. Верно, та самая, что играет в гольф. Представила, как она кричит сестре. Па говорит, чтобы мы начинали без него. Что он там делает, хотела бы я знать. Бифштекс превратится в подошву. Мы испортили им весь вечер. Нарушили заведенный в доме порядок. Разрозненные нити цеплялись одна за другую. И все от того, что год назад Максим убил Ребекку. Я поглядела на Фрэнка. У него было бледное, застывшее лицо. Я слышал, как подъехала машина. Это вернулся Роберт. Сказал он полковнику Джулиану. Окно той комнаты выходит на подъездную аллею. Он поспешил из библиотеки в холл. Фейвелл поднял голову. Затем встал на ноги и уставился на дверь. На его лице появилась угрожающая ухмылка. Дверь отворилась. Появился Фрэнк. Обернулся к кому-то в холле. «Все в порядке, Бен», — спокойно сказал он. «Мистер Де Уинтер хочет дать тебе сигарет. Не бойся». В библиотеку неуклюже вошел Бен, держа в руках зюйдвестку. У него был непривычный какой-то раздетый вид. Только сейчас я поняла, что он обрит наголо. С непокрытой головой он был чужим, страшным. Казалось, яркий свет его ослепил. Он тупо глядел по сторонам, моргая глазками-щелками. Взглянул на меня, и я улыбнулась ему слабой дрожащей улыбкой. Не могу с уверенностью сказать, узнал он меня или нет. Он все так же моргал глазами. Фейвелл медленно подошел и стал перед ним. «Привет», — сказал он, — «как жизнь? Что нового с тех пор, как мы встречались?» Бен уставился на него. На его лице ничего не отразилось. Он ничего не ответил. «Ну», — сказал Фейвелл, — «ты ж знаешь, кто я, не так ли?» Бен продолжал вертеть в руках зюидвестку. «Э-э-э-э», — протянул он. «Угощайся», — сказал Фейвелл, протягивая ему коробку с сигаретами. Бен взглянул на Максима, затем на Фрэнка. «Бери-бери, не бойся», — сказал Максим. «Бери сколько хочешь». Бен взял четыре сигареты и засунул подзви за каждое ухо. Потом принялся снова мять в руках шапку. «Ты ведь знаешь, кто я», — повторил Фейвелл. Но Бен по-прежнему молчал. К нему подошел полковник Джулиан. «Ты скоро поедешь домой, — Бен», — сказал он. «Никто тебя здесь не обидит. Мы просто хотим, чтобы ты ответил на один-два вопроса. Ты ведь знаешь мистера Фейвелла, не так ли?» На этот раз Бен затряс головой. «Не видел я их», — сказал он. «От чертов дурак», — выргулся Фейвелл. «Прекрасно знает, что видел меня. Ты же видел, как я приходил к миссис де Винтер в дом на берегу. Ты же видел меня там, скажешь нет?» «Нет», — сказал Бен, — «не видел». Проклятый недоумок. «И у тебя хватает наглости стоять тут и врать, будто ты никогда не видел, как я иду с миссис де Винтер через лес и вхожу в дом на опушке? Это не тебя мы поймали однажды, когда ты пялился на нас в окно, нет?» «Э-э-э», — сказал Бен. «Красноречивый свидетель», — саркастически заметил полковник Джулиан. Фейвелл повернулся на кублуках. «Это все подстроено», — сказал он. «Кто-то вдолбил, что надо этому идиоту. Подкупил его, как и всех остальных. Говорю вам, он видел меня миллион раз. А ну-ка, может быть, это поможет тебе вспомнить?» Он пошарил в заднем кармане брюк и вытащил оттуда кошелек. Помахал перед Беном долларовой бумажкой. «Ну, вспомнил теперь». Бен покачал головой. «Не видел я их», — сказал он, затем уцепился за руку Фрэнка. «Он уведет меня в больницу, да?» «Нет, конечно же нет», — сказал Фрэнк. «Я не хочу в больницу», — сказал Бен. «Они там злые, они обижают людей. Я хочу остаться дома. Я ничего не сделал». «Все в порядке, Бен», — сказал полковник Джулиан. «Никто не собирается отправлять тебя в больницу. Ты уверен, что никогда раньше не видел этого человека?» «Да», — сказал Бен, — «никогда». «Ты помнишь, миссис де Винтер?» — сказал полковник Джулиан. Бен нерешительно взглянул на меня. «Нет», — мягко сказал полковник Джулиан. «Не эту даму, другую, ту, что приходила в дом на берегу». «Э-э-э-э», — сказал Бен, — «ты помнишь даму, у которой была яхта?» Бен заморгал глазами. «Ее больше нет. Да, мы это знаем», — сказал полковник Джулиан. «Она часто плавала на яхте, не так ли? Ты был на берегу, когда она вышла в море в последний раз. Вечером, больше года назад. Когда она больше не вернулась?» Бен принялся мять в руках зюидвестку, посмотрел на Фрэнка, потом на Максима. «Э-э-э», — сказал он. «Ты был там, да?» «Был», — сказал Февелл. Наклоняясь вперед, ты видел, как миссис де Винтер спустилась на берег, вошла в дом, а вскоре из леса вышел мистер де Винтер, вошел следом за ней. «Что случилось потом?» «Говори же, что случилось потом?» Бен отпрянул назад, прижался к стене. «Я ничего не видел», — сказал он. «Я хочу остаться дома, я не пойду в больницу. Я вас не знаю, никогда вас не видел, никогда. Я никогда не видел вас и ее в лесу!» Он начал всхлипывать, как ребенок. «Ах ты, заячья душа!» — медленно сказал Февелл. «Мокрая курица, будь ты проклят!» Бен вытирал глаза рукавом куртки. «Похоже, что ваш свидетель не очень-то вам помог», — сказал полковник Джулиан. «Все это представление было пустой тратой времени, вы согласны?» «Хотите задать ему еще какой-нибудь вопрос?» «Это заговор!» — крикнул Февелл. «Заговор против меня! Вы все в нем участвуете, все до одного! Кто-то подкупил этого кретина, говорю вам, заплатил за все его подлые враки!» «Я думаю, Бена следует отпустить», — сказал полковник Джулиан. «Ладно, Бен», — сказал Максим. «Роберт отвезет тебя домой, и никто не положит тебя в больницу, не бойся. Скажите Роберту, чтобы его покормили на кухне», — добавил он, обращаясь к Фрэнку. «Пусть дадут ему холодное мясо или что там еще он захочет». «Плата за оказанную услугу», — сказал Февелл. «Что ж, он сегодня с лихвой отработал ужина, а Макс...» Фрэнк вывел Бена из комнаты. Полковник Джулиан взглянул на Максима. «Парень до смерти напуган», — сказал он. «Я за ним наблюдал. Он трясся, как осиновый лист. С ним никогда не обращались жестоко?» «Нет», — сказал Максим. «Он совершенно безобиден, и я всегда разрешал ему бродить по всему поместью». «Его когда-то сильно напугали», — сказал полковник Джулиан. «Он показывал белки, как собака, когда ей грозят плеткой». «Что ж, вы его не отхлестали», — сказал Февелл. «Тогда бы он сразу меня вспомнил. Но нет, его не побьют, его накормят вкусным ужином. Он его заработал». «Да, от его показаний нам мало проку», — негромко сказал полковник. «Мы ни на шаг не сдвинулись с места. У вас нет против Деввинтера никаких улик, и вы сами знаете это, Февелл». «Даже приведенный вами мотив убийства не выдерживает критики». «Вам будет не на что опереться. В зале суда, Февелл, вы не сможете подтвердить свои слова фактами. Вы говорите, что собирались жениться на миссис Деввинтер, и что у вас с ней бывали тайные свидания в доме на берегу. Даже бедный идиот, который только что был здесь, клянется, что никогда вас не видел. Как вы докажете истинность своей истории? «Как?» — сказал Февелл. Я увидела, что он улыбается. Он подошел к камину и дернул колокольчик. «Что еще вы затеяли?» — спросил полковник Джулиан. «А это вы сейчас увидите. Потерпите одну минутку». «Я уже догадалась, что нас ждет», — вошел Фрис. «Попросите сюда миссис Дэнверс», — сказал Февелл. Фрис глянул на Максима. Тот ответил коротким кивком. Фрис вышел. «Миссис Дэнверс, ваша экономка, если я не ошибаюсь», — сказал полковник Джулиан. «Она была к тому же самым близким другом Ребекки», — сказал Февелл. «Ее поверенной во всем. Она жила при Ребекке много лет до того, как Ребекка вышла замуж. Практически миссис Дэнверс вырастила ее. Вы увидите, что Дэнни — свидетель совсем иного рода, чем этот идиот». В комнату вернулся Фрэнк. «Уложили Бена в постельку», — сказал Февелл. «Накормили ужином, погладили по головке, сказали ему, что он хороший мальчик, но скоро вашему профсоюзу придется потрудней». «Сейчас сюда спустится миссис Дэнверс», — сказал полковник Джулиан. Февелл, по-видимому, считает, что ему удастся что-то из нее извлечь. Фрэнк быстро взглянул на Максима. Полковник заметил этот взгляд. «Я увидела, как сжались его губы. Мне это не понравилось». «Нет, мне это не понравилось». Я принялась грызть ногти. Мы ждали, глядя на дверь. И вот в комнату вошла миссис Дэнверс. Не знаю, по какой причине, возможно, потому что мы всегда встречались с ней наедине, и по сравнению со мной она была высокой и сухопарой, но сейчас мне показалось, что миссис Дэнверс уменьшилась в размерах, съежилась, высохла, и на Февелла, Фрэнка и Максима, как я заметила, ей приходится смотреть снизу вверх. Она встала у двери, сложив руки на груди и переводя взгляд с одного на другого. «Добрый вечер, миссис Дэнверс», — сказал полковник Джулиан. «Добрый вечер, сэр», — сказала миссис Дэнверс. «Все тот же мертвый, безучастный голос, который я слышала так часто». «Миссис Дэнверс, я хочу задать вам вопрос», — сказал полковник Джулиан. «И вопрос этот вот какой. Знаете ли вы, в каких отношениях находились покойная миссис Дэвинтер и мистер Февелл?» «Они были двоюродные, брат и сестра». «Я имел в виду неродственные отношения, миссис Дэнверс», — сказал полковник Джулиан, — «а куда более близкие». «Боюсь, я не понимаю вас, сэр». «Брось, Дэнни», — сказал Февелл, — «ты прекрасно знаешь, черт побери, куда он клонит. Я все выложил полковнику Джулиану, но он, по-видимому, мне не верит. Мы с Ребеккой были любовниками много лет подряд, не так ли? Она любила меня, разве нет?» Миссис Дэнверс молча глядела на него несколько секунд. В ее взгляде мелькнуло презрение. «Разумеется, нет», — сказала она. «Я не поверила своим ушам». «Послушай ты, старая дура», — начал Февелл, но миссис Дэнверс прервала его. «Она не любила вас. Она не любила мистера Дэвинтера. Она не любила ни одного мужчину. Она ни в грош не ставила ни одного из вас. Она была выше любви». Лицо Февелла залила краска гнева. «Послушай, разве она не спускалась тропинкой к морю ночь за ночь и на свидание со мной? Разве ты не ждала ее здесь до утра? Разве не проводила она все субботы и воскресенье со мной в Лондоне?» «Ну и что из того?» — сказала миссис Дэнверс с неожиданным жаром. «Почему бы ей не поразвлечься? Любовная игра и была для нее игрой не больше». Она сама мне говорила. Это забавляло ее, потешало. Уж кому и знать, как не мне. Она смеялась над вами, как и над всеми остальными. Я помню, как она приходила и буквально каталась по постели со смеху. Все вы ей были смешны, все до единого. В этом внезапном потоке слов было что-то ужасное. Ужасное и неожиданное. Все во мне восставало против них, хотя я знала это и раньше. Максим побледнел, как полотно. Февелл тупо глядел на нее, словно не понимая, о чем она говорит. Полковник Джулиан щипал усы. Несколько минут все молчали. Слышался только неумолчный шум дождя. И тут миссис Денверс зарыдала, так же, как в то утро в спальне Ребекки. Я не могла глядеть на нее. Я отвернулась. Никто ничего не сказал. В комнате раздавались лишь два звука шум дождя и рыдания миссис Денверс. Мне хотелось завизжать. Мне хотелось выбежать из комнаты и визжать без передышки. Никто не тронулся с места, не подошел к ней, не помог. Она продолжала рыдать. Наконец, казалось, прошла целая вечность. Миссис Денверс попыталась овладеть собой. Постепенно рыдания замолкли. Она стояла совершенно недвижно. Лишь подергивалось лицо, да руки крепко вцепились в черное платье. Наконец, она совсем стихла. И тут заговорил полковник Джулиан. Негромко и неторопливо. — Миссис Денверс, вам не приходило в голову, по какой причине, пусть самой маловероятной, миссис Денверс могла лишить себя жизни? Миссис Денверс конвульсивно сглотнула, покачала головой. — Нет, — ответила она, — нет. — Видите, — быстро сказал Фейвелл, — не могла она наложить на себя руки. Дэнни знает это не хуже меня, я вам уже говорил. — Помолчите-ка, — сказал полковник Джулиан. — Дайте миссис Денверс время подумать. Мы все согласны с тем, что на первый взгляд эта мысль кажется абсурдной, что об этом просто не может быть речи. Я не оспариваю достоверность вашей записки. Она не вызывает сомнений. Миссис Денверс написала эту записку в те часы, которые она провела тогда в Лондоне. Было нечто, чем она хотела поделиться с вами. Возможно, если бы мы знали, что это такое, мы получили бы ответ на ваш вопрос, раскрыли бы эту страшную тайну. Дайте миссис Денверс прочитать записку. Может быть, ей удастся пролить на нее какой-то свет. Фейвелл пожал плечами, пошарил рукой в кармане и, вытащив письмо, бросил его к ногам миссис Денверс. Она наклонилась и подняла его. Мы глядели, как она читает записку, шевеля губами. Она прочитала ее дважды. Затем покачала головой. — Бесполезно, — сказала она. Я не знаю, что Ребекка имела в виду. Если бы это было что-нибудь важное, она сперва рассказала бы мне, а уж потом мистеру Джеку. — Вы не видели ее той ночью? — Нет, меня не было в доме. Я провела полдня и вечер в Керрите. Никогда не прощу себе этого, никогда до моего смертного часа. — Значит, вы не знаете, что было у нее на уме, миссис Денверс, и не можете предложить никакой разгадки слова? Я должна что-то тебе рассказать? Ничего вам не говорят. — Нет, — сказала она. — Нет, сэр, совершенно ничего. Кому-нибудь известно, как она провела тот день в Лондоне? Никто не ответил. Максим покачал головой. Февл негромко выругался. — Послушайте, она оставила записку у меня на квартире в три часа дня, — сказал он. Швейцар видел ее. От меня, наверное, поехала прямиком сюда и гнала машину как сумасшедшая. «С двенадцати до половины второго миссис Денверс была в парикмахерском салоне», — сказала миссис Денверс. «Я помню это, потому что в начале недели звонила отсюда в Лондон и записывала ее на эти часы, точно помню, от двенадцати до половины второго. После салона она всегда ела в своем клубе, чтобы не вынимать бегуди из волос». Скорее всего, так было и в тот день. Скажем, на ленч ей понадобилось полчаса. Что она делала с двух до трех? «Мы должны это выяснить», — сказал полковник Джулиан. «О, Господи, да кому это надо знать? Что она делала?» — вскричал Февл. «Мы знаем, чего она не делала. Она не накладывала на себя рук. Вот единственное, черт подери, что имеет значение». «У меня в комнате ее записная книжка-календарь, куда она заносила все назначенные встречи», — медленно сказала миссис Денверс. «Я храню ее личные вещи. Мистер Денверс ни разу не попросил отдать их ему. Вполне возможно, что она отметила свидание, которое должно было состояться в тот день». Ребекка была очень пунктуальной. Она обычно все записывала в этот календарь, а потом отмечала состоявшиеся встречи крестиком. «Если вы думаете, что это может помочь, я пойду принесу его». «Ну, как, Дев Винтер?» — сказал полковник Джулиан. «Что вы на это скажете? Вы не возражаете против того, чтобы мы посмотрели эти записи?» «Конечно, нет», — сказал Максим. «С чего бы мне возражать?» И снова я поймала быстро испытующий взгляд, брошенный на него полковником Джулианом. На этот раз Фрэнк тоже его заметил. Я увидела, что и он поглядел на Максима, а затем на меня. На этот раз я поднялась и пошла к окну. Мне показалось, что дождь идет на убыль, что ярость исчерпала себя. Шум воды стал спокойнее, тише. Небо посерело, наступил вечер. Напоенные влагой лужайки казались совсем черными. У окутанных пеленой дождя деревьев был нахохлившийся вид. Я слышала, как наверху горничная задергивает на ночь занавеси и закрывает те окна, что не были закрыты раньше. Привычные дела в привычное время, неизбежная рутина дня. Занавеси задернуты, грязная обувь забрана, полотенце положено на стул в ванной комнате, кран для ванны открыт. Постели расстелены, домашние туфли поставлены под кровать, и мы молча сидим в библиотеке, зная в глубине души, что здесь сейчас ведется судебное разбирательство, где для Максима решается вопрос «Жизнь или смерть?». Я обернулась, услышав, как мягко закрылась дверь. Это была миссис Денверс. Она вернулась и принесла карманный календарь. «Я была права», — тихо сказала она. «Ребекка отметила здесь все деловые встречи, как я вам и говорила. Вот они. Это день, когда она умерла». Миссис Денверс открыла небольшую книжечку в красной кожаной обложке и передала полковнику Джулиану. Он снова вынул из футляра очки и стал просматривать страницу. Пауза длилась невыносимо долго. Эти минуты, когда он глядел на страницу календаря, а мы стояли вокруг в ожидании, показались мне почему-то страшней всего в тот вечер. Я вонзила ногти в ладони. Я не могла глядеть на Максима. Я боялась, что полковник услышно, как тяжело и взволнованно бьется у меня в груди сердце. «Ага», — сказал он, держа палец на середине страницы. «Сейчас что-то произойдет, — подумала я, — что-то ужасное. Да, — сказал он, — да, так и есть. Прическа. В двенадцать, как говорила Миссис Денверс, и крестик у строки. Значит, это было выполнено. Ленч в клубе, крестик. А это что такое? Бейкер. Два часа. Кто такой Бейкер? Он поглядел на Максима. Максим покачал головой, затем на Миссис Денверс. «Бейкер?» — повторила Миссис Денверс. У нее не было знакомых с таким именем. Я никогда раньше не слышала его. «Однако оно здесь написано. Черным по белому», — сказал полковник Джулиан, протягивая ей календарь. «Можете посмотреть собственными глазами. Бейкер. И большой крест рядом, начертанный с такой силой, словно она хотела сломать карандаш. Судя по всему, она встретилась с этим Бейкером, кто бы он ни был». Миссис Денверс пристально глядела на имя, написанное в календаре, и на большой черный крест рядом с ним. «Бейкер», — сказала она. «Бейкер?» «Я полагаю, что если бы мы узнали, кто этот Бейкер, мы бы докопались до сути дела», — сказал полковник Джулиан. «Миссис Де Винтер не могла попасть в руки ростовщиков, нет?» Миссис Денверс презрительно взглянула на него. «Миссис Де Винтер? Может быть, шантаж?» — сказал полковник Джулиан, взглянув на Фейвелла. «Миссис Денверс покачала головой. Бейкер», — повторила она Бейкер. «У нее не было врага. Кого-нибудь, кто угрожал бы ей, кого она боялась?» «Боялась?» — сказала миссис Денверс. Миссис Де Винтер не боялась ничего и никого. Ее тревожило лишь одно мысль о старости, о болезни, о смерти в своей постели. Сколько раз она говорила мне, Денни, когда настанет мой час, я хочу умереть быстро, угаснуть, как пламя свечи. Только это и утешало меня после ее кончины. «Говорят, тонуть не больно, это верно?» Она испытующе посмотрела на полковника Джулиана. Он не ответил и нерешительно подергал себя за усы. Я увидела, как он опять взглянул на Максима. «Какого дьявола мы занимаемся всей этой ерундой?» — сказал Фейвелл, выступая вперед. «Мы и так отвлеклись от дела. На кой черт нам нужен этот тип, Бейкер? При чем тут он?» «Возможно, это какой-нибудь торговец чулками или кремом для лица, будь он неладен. Если бы это была важная птица, Денни знала бы о нем. У Ребекки не было от Денни секретов». Я не отрывала глаз от миссис Денверс. Она держала календарь в руках и переворачивала страницу за страницей. «Внезапно она вскрикнула. Нашла!» — сказала она. «Здесь сзади среди телефонных номеров Бейкер и рядом номер 0488. Только не указан коммутатор района». «Ай да, Денни!» — сказал Фейвелл. «В таком почтенном возрасте стать настоящим сыщиком? Жаль только, что ты опоздала на год. Двенадцать месяцев назад в этом еще, возможно, был бы какой-нибудь прок». «Верно, это его номер», — сказал полковник Джулиан. «0488 и рядом имя Бейкер. Почему она не записала коммутатор?» «Давайте обзвоним все лондонские районы», — насмешливо произнес Фейвелл. «Правда, у нас уйдет на это вся ночь, но мы не будем ничего иметь против. Макс не станет возражать, если ему пришлют счет хоть на сто фунтов, да, Макс? Макс старается выиграть время, и я делал бы тоже на его месте». «Возле номера стоит какой-то значок, но кто знает, что он означает», — сказал полковник Джулиан. «Взгляните-ка, миссис Денверс, может, это буква «М»?» «Миссис Денверс снова взяла в руки календарь. «Пожалуй», — сказала она неуверенно, — «это не похоже на ее обычное «М». Ну, возможно, она нацарапала его в спешке. Да, это может быть «М». «Мэйфер, 0488», — сказал Фейвелл. «Вот это талант, вот это голова». «Что ж», — сказал Максим, закурив первую за вечер сигарету. «Это стоит проверить». «Фрэнк, позвоните, пожалуйста, в Лондон и попросите соединить вас с «Мэйфер, 0488». Сосущая боль под сердцем становилась все сильнее. Я стояла неподвижно, опустив руки. Максим не глядел на меня. «Идите же, Фрэнк», — сказал он. «Чего вы ждете?» Фрэнк вышел в комнатку за библиотекой. Мы слышали, как он вызывает коммутатор. Через минуту он вернулся. «Они позвонят», — негромко сказал он. Полковник Джулиан сцепил руки за спиной и принялся мерить шагами комнату. Все молчали. Минут через пять раздался резкий настойчивый звонок, раздражающий монотонный, как все междугородные звонки. Фрэнк взял трубку. «Это Мэйфер, 0488», — сказал он. «Не можете ли вы мне сказать, не живет ли здесь человек по имени Бейкер?» «А, понятно. Простите. Да, видимо, я не туда попал. Большое спасибо». Легкий щелчок. Фрэнк повесил трубку, затем вернулся в комнату. «Это номер некой леди Истли, проживающей на Гроссвеннер-стрит. Они никогда не слышали ни о каком Бейкере». Фэйвил громко захохотал. «Вздор! На вздор помножь, чепухой подложь, и выйдет яролаж», — сказал он. «Что ж вы продолжаете, наш детектив номер один? Какой там следующий номер в твоем списке?» «Попробуйте музей», — сказала миссис Денверс. Фрэнк посмотрел на Максима. «Давайте», — сказал Максим. Комедия повторилась с начала до конца. Полковник Джулиан снова зашагал по комнате. Прошло пять минут. Раздался долгий телефонный звонок, и Фрэнк опять пошел на него ответить. Он оставил дверь открытой, и я видела, как он наклоняется над столиком с телефоном поближе к аппарату. «Алло, это музей 0488? Не можете ли вы мне сказать, не проживает ли здесь человек по имени Бейкер? Да? Простите, с кем я говорю? С ночным швейцаром? Да-да, понимаю. Не конторы? Да, конечно. Вы не могли бы дать мне адрес? Да, это весьма важно. Фрэнк замолчал, крикнул нам через плечо. «Кажется, мы нашли его». О, боже, пусть это будет неправдой. Не дай нам найти его, пожалуйста. Боже, пусть Бейкера вообще не будет на свете. Я знала, кто этот Бейкер. Знала с самого начала. Я смотрела через дверной проем на Фрэнка, видела, как он вдруг наклонился вперед, потянулся за карандашом, пододвинул к себе листок бумаги. Алло? Да, я здесь. Повторите, пожалуйста, по буквам. Спасибо. Большое спасибо. Спокойной ночи. Фрэнк вернулся в библиотеку, держа в руке листок. Так любящий Максима, Фрэнк не знал, что этот листок бумаги был единственной уликой, стоящей всех остальных, о которых упоминалось в этот кошмарный вечер, и что подойди он к Максиму сзади. Иван Зикин жал ему в спину, он не смог бы вернее его погубить. Я говорил с ночным швейцаром. Это где-то в Блумсбери, сказал Фрэнк. Там вообще никто не живет. В дневное время все помещения используются в качестве врачебных кабинетов. По-видимому, Бейкер перестал практиковать и уехал из Лондона полгода назад, но мы с легкостью можем его найти. Швейцар сообщил мне адрес. Я записал его на этом листке. Глава двадцать пятая. И вот тут Максим взглянул на меня. Впервые за весь вечер. В его глазах я прочитала прощальный привет. Казалось, он перегнулся через поручни на борту корабля, а я стою внизу на причале. Кругом нас чужие люди. Они будут касаться его плечи моих, но мы их не заметим. Мы не будем перекрикиваться и звать друг друга, ведь на таком расстоянии ветер унесет голоса. Но до той самой секунды, как корабль отойдет от стенки, я буду видеть его глаза, а он будет видеть мои. Фейвелл, миссис Денверс, полковник Джулиан, Фрэнк с листком бумаги в руке, все они были забыты. Этот миг был наш, священная, нерушимая, крохотная частица времени, приостановившегося между двумя секундами. Затем Максим отвернулся и протянул руку к Фрэнку. «Молодец», — сказал он. «Какой там адрес?» «Где-то возле Барнета, к северу от Лондона», — сказал Фрэнк, отдавая ему бумажку. «Но там нет телефона, позвонить ему нельзя». «Вы неплохо поработали, кроли», — сказал полковник Джулиан. «И вы, миссис Денверс, может быть, теперь вы сможете нам что-нибудь объяснить?» Миссис Денверс покачала головой. Миссис Денверс никогда не обращалась к врачам. Как все сильные люди, она их презирала. Лишь однажды у нас здесь был доктор Филлипс из Керрита, в тот раз, что она растянула связки на запястье. Я ни разу не слышала, чтобы она говорила об этом докторе Бейкере. Она не упоминала его имени при мне. «Говорю вам, этот тип косметолог», — сказал Февелл. «Да и какая разница, кто он? Если бы во всем этом что-нибудь крылось, уж Денни бы знала. Говорю вам, это какой-то ловкач, который придумал новый способ высветлять волосы и выбеливать кожу». Возможно, Ребекка узнала его адрес в то самое утро от своего парикмахера и пошла к нему из чистого любопытства. «Нет», — сказал Фрэнк. «Я думаю, вы ошибаетесь. Бейкер не шарлатан. Ночной швейцар сказал мне, что он был весьма известный специалист по женским болезням». «Хм-м-м», — хмыкнул полковник Джулиан, дергая себя за усы. «Видно, что-то у нее все же было не в порядке. Странно, что она никому не обмолвилась об этом ни словом, даже вам, миссис Денверс». «Она была такая худющая», — сказал Февелл. «Я говорил ей об этом, но она только смеялась. Ее это, мол, устраивает. Сидела на голодной диете, как все женщины, так я думаю. Возможно, пошла к этому бейкеру за новым рационом». «Как по-вашему, это возможно, миссис Денверс?» — спросил полковник Джулиан. Миссис Денверс медленно покачала головой. Сообщение Фрэнка, по-видимому, совершенно ошеломило ее, привело в полное замешательство. «Ничего не могу понять», — прошептала она. «Я не знаю, что все это значит. Бейкер? Доктор Бейкер? Почему она ничего мне не сказала? Почему утаила от меня? Она говорила мне все». «Быть может, миссис Денверс не хотела вас волновать», — сказал полковник Джулиан. «Я не сомневаюсь, что, назначив с ним встречу и повидав его, она собиралась все вам рассказать, когда вернется». «А записка мистеру Джеку», — вдруг сказала миссис Денверс. «Помните, мне нужно что-то тебе рассказать. Я должна тебя видеть». Ему она тоже хотела рассказать об этом. «Верно», — медленно проговорил Фейвел, — «мы совсем забыли о записке». Он снова вытащил ее из кармана и прочитал вслух. «Мне нужно что-то рассказать тебе. Я должна увидеть тебя как можно скорее, Ребекка». «Да». «Все ясно, как божий день», — сказал полковник Джулиан, оборачиваясь к Максиму. «Готов поспорить на тысячу фунтов, что она собиралась рассказать Фейвелу о результате своей встречи с этим доктором Бейкером». «Да, должен сознаться, вы оказались правы», — сказал Фейвел. «Видно, этот Бейкер и записка из одной оперы. Но какого черта ей понадобилось с ним встречаться? Что такое еще с ней стряслось?» Правда, глядела им в лицо, а они ее не замечали. Стояли, недоуменно таращаясь друг на друга, и не понимали ничего. Я не осмеливалась поднять глаз, не осмеливалась шевельнуться, «Чтобы не выдать как-нибудь того, что мне известно», — Максим молчал. Он вернулся к окну и смотрел в темный притихший недвижный сад. Дождь, наконец, перестал, но с листьев и с желоба под окном все еще падали отдельные капли. «Это нетрудно выяснить», — сказал Фрэнк. «У нас есть теперешний адрес доктора Бейкера. Я могу написать ему и спросить, не помнит ли он миссис Де Винтер, которая консультировалась у него в прошлом году». «Не думаю, чтобы он вам ответил», — сказал полковник Джулиан. «У врачей очень строгая профессиональная этика. Пациенты могут рассчитывать на абсолютную тайну. Единственный способ что-нибудь у него узнать, это поехать туда Де Винтеру частным образом и объяснить ему, какие сложились обстоятельства. Что вы на это скажете, Де Винтер?» Максим обернулся от окна. «Я готов сделать все, что вы сочтете нужным предложить», — сказал он. «Все, лишь бы выиграть время, да?» — сказал Фейвол. «За одни сутки чего не сделаешь. Уедешь в поезде, отплывешь на пароходе, улетишь на самолете, да?» Я увидела, как миссис Денверс резко перевела взгляд с Фейвола на Максима и только тут сообразила, что она ничего не знает об обвинении Фейвола. Теперь она начала, наконец, догадываться. Это было ясно по выражению ее лица. На нем отразилось сомнение, затем смешанное с ненавистью удивление и, в конце концов, уверенность. Снова, в который раз, ее костлявые длинные пальцы вцепились конвульсивно в платье. Она облизнула сухие губы, продолжая пристально смотреть на Максима. Больше она не отвела от него глаз. «Поздно», — думала я, — «она ничего не может нам сделать. Вред уже причинен, непоправимый вред. Неважно, что она скажет, неважно, что сделает, вред уже причинен. Сильнее навредить она не сможет. Максим не замечал ее взгляда, а если замечал, не показывал виду. Он разговаривал с полковником Джулианом. «Как вы смотрите на следующий план?» — сказал он. «Рано утром я еду через Лондон прямо по этому адресу в Барнт. Я могу послать Бейкеру телеграмму, чтобы он меня ожидал». «Но один он не поедет», — сказал Фейвелл с коротким смешком. «Я имею право настаивать на этом. Отправьте его туда с инспектором Вэлшем. Тогда я не буду возражать». «Ах, если бы только миссис Денверс хоть на секунду!» — отвела от Максима глаза. Теперь уже и Фрэнк заметил ее взгляд. Он пристально смотрел на нее, удивленный, встревоженный. Я увидела, как он взглянул на бумажку, где был записан адрес доктора Бейкера. Затем тоже посмотрел на Максима. Я полагаю, потому что он вдруг страшно побледнел и положил бумажку на стол. «Не думаю, что есть какая-нибудь необходимость привлекать к этому делу инспектора Вэлша. Пока», — сказал полковник Джулиан. Голос его звучал иначе, чем раньше, жестче. «Мне не понравилось», — как он сказал слово «пока». «Почему он вообще его употребил?» «Мне это не нравилось». «Если я поеду с Дев Винтером и буду с ним все время и привезу его обратно, это вас удовлетворит?» — сказал он. Фейвелл поглядел на Максима, затем на полковника Джулиана. По его мерзкой физиономии было видно, что он что-то взвешивает в уме. В светло-голубых глазах поблескивало торжество. «Ладно», — сказал он медленно, — «пожалуй, да». «Но береженого Бог бережет». «Вы не против, если я тоже с вами поеду?» «Нет», — сказал полковник Джулиан. «К сожалению, я полагаю, вы действительно имеете право на это. Но если вы поедете с нами, я имею право настаивать на том, чтобы вы были трезвы». «Можете не волноваться», — сказал Фейвелл, и его губы расползлись в ухмылки. «Я буду трезв». «Трезв, как тот судья, что через три месяца прочитает Максу смертный приговор. Я думаю, что в конечном итоге этот доктор Бекер окажется свидетелем в мою пользу». Он посмотрел по очереди на каждого из нас и стал смеяться. «Я полагаю, он тоже наконец понял, что означал этот визит к врачу». «Ну», — сказал он, — «так в котором часу мы выезжаем завтра утром?» Полковник Джулиан посмотрел на Максима. «Когда вы будете готовы?» «В любое время?» «Какое вы назовете?» «В девять». «В девять». «Кто гарантирует, что он не смоется ночью?» Сказал Фейвелл. «Ему только и надо, что дойти до гаража и сесть в машину». «Вам достаточно моего слова», — сказал Максим, оборачиваясь к полковнику Джулиану. И в первый раз полковник заколебался. Я увидела, что он взглянул на Фрэнка. Максим вспыхнул. На лбу забилась жилка. «Миссис Денверс», — медленно сказал он, — «вас не затруднит, когда мы с миссис Ду Винтер ляжем сегодня спать, подняться к нашей спальне и запереть дверь снаружи, а в семь утра нас разбудить?» «Хорошо, сэр», — сказала миссис Денверс. Она по-прежнему не сводила с него глаз. Пальцы ее по-прежнему теребили черное платье. «Ну и прекрасно», — резко сказал полковник Джулиан. «Я думаю, нам больше нечего обсуждать. Буду здесь завтра ровно в девять утра. У вас найдется для меня место в машине Ду Винтер?» «Да», — сказал Максим. «А Фейвелл поедет следом в своей?» «Повисну на хвосте, приятель, на самом хвосте!» Полковник Джулиан подошел ко мне и взял в свои мою руку. «Спокойной ночи», — сказал он. «Вы знаете, как я вам сочувствую во всей этой истории. Нет нужды об этом говорить. Заставьте мужа лечь сегодня пораньше, если сможете. Нам предстоит долгий день». Он задержал мою руку на несколько мгновений, затем отвернулся. Любопытно было, как он избегал смотреть мне в глаза. Смотрел все время на подбородок. Фрэнк открыл дверь, и полковник вышел. Фейвелл наклонился к столу и набил портсигар сигаретами из стоявшей там коробки. «Меня, верно, не будут уговаривать остаться к обеду», — сказал он. Никто не ответил. Он закурил сигарету, выпустил в воздух облако дыма. «Что ж, значит, тихий вечерок в трактире на шоссе», — сказал он, — «а буфетчиц там косая. Веселенькая ночка у меня впереди. Неважно, буду мечтать о завтрашнем дне. Спокойной ночи, Дэнни, старушка. Не забудь покрепче запереть дверь в спальню». Он подошел ко мне и протянул руку. Я, как глупая девчонка, спрятал руки за спину. Он расхохотался и отвесил мне поклон. «Ну, не безобразие ли это?» — сказал он. «Приходит гадкий дядя вроде меня и портит все удовольствие. Ничего вам еще не то предстоит, когда до вас доберется желтая пресса, раскопает подробности вашей биографии, и вы увидите в газетах заголовки через всю страницу от Монте-Карло до Мендерли «Факты из жизни юной новобрачной жены-убийцы. Надеюсь, вам больше повезет в следующий раз». Он направился через всю комнату к двери, помахав Максиму рукой. «Пока, старина», — сказал он, — «приятных снов. Постарайтесь использовать свою ночь за запертой дверью на полную катушку». Он обернулся ко мне и захохотал, затем вышел. Следом за ним миссис Денверс. Мы остались с Максимом одни. Он продолжал стоять у окна. Он не подошел ко мне. Из холла вбежал Джеспер. Весь вечер он просидел за порогом и теперь прыгал вокруг меня и кусал мне подол платья. «Я поеду завтра с тобой», — сказала я Максиму. «Я поеду с тобой в машине в Лондон». Он ответил не сразу. Он по-прежнему глядел в окно. «Да», — сказал он безжизненным, тусклым голосом. «Да, мы не должны разлучаться». В комнату вернулся Фрэнк. Остановился у входа. Рука на двери. «Они уехали», — сказал он и Фейвелл, и полковник Джулиан. «Я их проводил». «Хорошо, Фрэнк», — сказал Максим. «Могу я что-нибудь сделать?» — сказал Фрэнк. «Хоть что-нибудь. Послать кому-нибудь телеграмму, что-нибудь организовать. Я готов пробыть на ногах всю ночь, лишь бы чем-нибудь помочь». «Я, конечно, телеграфирую Бейкеру». «Не беспокойтесь», — сказал Максим. «Вам совершенно нечего делать. Пока». «Возможно, дело окажется очень много. Послезавтра мы займемся всем этим, когда придет время. А сегодня мы хотим побыть вдвоем. Это вполне естественно, не так ли?» «Да», — сказал Фрэнк. «Да, конечно». Он подождал еще минуту. Рука на двери. «Спокойной ночи», — сказал он. «Спокойной ночи», — сказал Максим. «Когда он ушел и закрыл за собой дверь, Максим подошел ко мне. Я протянула к нему руки, и он прильнул ко мне, как ребенок. Я обняла его и прижала к себе. Мы стояли так молча долгое время. Я обнимала и успокаивала его, словно он был Джеспер. Словно Джеспер где-то больно ушибся и пришел ко мне, чтобы я уняла его боль. «Мы можем сидеть рядом, когда поедем завтра в Лондон». «Да», — сказала я. Джулиан не станет возражать. «Да», — сказала я. «И завтрашнюю ночь мы тоже будем вместе», — сказал он. «Сразу ничего не делают. Кажется, должны пройти сутки». «Да», — сказала я. Теперь не так все строго разрешают свидание, и все тянется очень долго. «Я, если смогу, постараюсь связаться с Хастингсом». «Он лучше всех, Хастингс или Биркетт». «Хастингс знал еще моего отца». «Да», — сказала я. «Мне придется сказать ему правду, иначе ему будет трудно. Не будет знать, что к чему». «Да», — сказала я. Отворилась дверь, и в комнату вошел Фрис. Я отстранилась от Максима, выпрямилась и принялась приглаживать волосы. «Вы будете переодеваться, мадам, или подавать обед прямо сейчас?» «Нет, Фрис, мы не будем переодеваться сегодня, подавайте», — сказала я. «Очень хорошо, мадам». Он оставил дверь открытой, вошел Роберт и принялся задергивать шторы, разложил по местам диванные подушки, пододвинул на место диван, собрал в стопки газеты и книги на столе, вынес бокалы из подвиски с содовой и набитой окурками пепельницы. Это был обычный вечерний ритуал. Я видела, как он это делает с первого дня жизни в Мендерли, но сегодня все его движения приобрели особый смысл. Точное воспоминание о них останется со мной навсегда, и когда-нибудь я скажу, я много лет храню в памяти этот момент». А потом появился Фрис и объявил, что кушать подано. «Я помню этот вечер во всех подробностях. Помню ледяное консоме в чашках и филе палтуса и горячую баранью ногу. Я помню сласти и фрукты, поданные потом. В канделябрах были новые свечи, белые, стройные, они казались очень высокими. Занавеси здесь тоже задернуты, чтобы отгородиться от серого и скучного вечернего света. Как странно было сидеть в столовой и не видеть зеленого газона лужаек. Казалось, что уже наступает осень. Мы успели перейти в библиотеку и пили кофе. Когда зазвонил телефон, на этот раз трубку сняла я. Послышался голос Беатрис. «Это вы», — сказала она. «Я пытаюсь вам дозвониться весь вечер. Дважды было занято». «Мне очень жаль», — сказала я. «Мне очень жаль. Мы получили два часа назад вечерние газеты», — сказала она. «И нас с Джайлзом страшно поразил вердикт». «Что говорит Максим?» «Я думаю, вердикт всех нас поразил», — сказала я. «Но, милочка, это абсолютная нелепость. С чего Ребекке вдруг кончать самоубийством? Это совершенно на нее не похоже. Видимо, при дознании что-то напутали. Не знаю. А что говорит Максим? Где он?» «У нас тут были люди», — сказала я. «Полковник Джулиан и другие. Максим очень устал. Мы едем завтра утром в Лондон». «Это еще зачем?» «Что-то, связанное с вердиктом, мне трудно объяснить». «Его надо аннулировать. Это нелепо, просто нелепо. И так вредна для Максима вся эта гласность. Это плохо на нем отразиться». «Да», — сказала я. «Неужели полковник Джулиан ничего не может сделать? Он же полицейский судья. Зачем же тогда судьи?» Старик Хорридж верно совсем спятил. «Какой же они нашли мотив для самоубийства? Ничего более идиотского я не слышала за всю жизнь. Надо кому-нибудь прижать Тебба. Откуда он знает, как появились эти дырки в яхте?» «Джайлз говорит, конечно же, это работа рифов». «По-видимому, они считают, что нет. Если бы я могла тогда приехать», — сказала Беатрис, — «уж я заставила бы их предоставить мне слово. У меня такое впечатление, что никто даже не попытался ничего сделать. Максим очень расстроен. Он устал», — сказала я. «Страшно устал». «Я бы очень хотела приехать в Лондон и присоединиться к вам, но вряд ли это удастся. У Роджера, бедняжки, тридцать девять и четыре, а сиделка, которую нам прислали, форменная идиотка. Он не желает ее видеть. Я просто не могу его оставить. «Разумеется», — сказала я, — «даже и не пытайтесь». «В какой части Лондона вы будете?» «Не знаю, все довольно неопределенно. Скажите Максиму, пусть попытается что-нибудь сделать, чтобы изменить вердикт». «Это так плохо для семьи». «Я говорю всем нашим знакомым, такой вердикт — просто преступление. Ребекка никогда не наложила бы на себя руки. Она не из тех, кто кончает с собой. У меня есть большое желание самой написать коронеру». «Поздно», — сказала я. «Оставьте все как есть. Все равно толку не будет». «Нелепость всей этой истории выводит меня из себя», — сказала Беатрис. «Мы с Джайлзом думаем, что если эти дырки не были пробиты рифами, их нарочно просверлил какой-нибудь бродяга, может быть, коммунист? Их тут вокруг как собак нерезанных. Как раз подходящая вещь для коммуниста». Из библиотеки донесся голос Максима. «Ты не можешь от нее отделаться. Что ради всего святого она там толкует столько времени?» «Беатрис», — с отчаянием сказала я. «Я попытаюсь позвонить вам из города». «Может быть, взять за бока Дика Годолфина?» — сказала она. «Он ваш член парламента. Я с ним близко знакома. Куда ближе, чем Максим. Они с Джайлзом вместе были в Оксфорде». «Спросите у Максима, позвонить ли мне Дику?» «Быть может, ему удастся отменить этот вердикт?» «Спросите у Максима, что он думает насчет того, не коммунисты ли это?» «Бесполезно», — сказала я. «От этого не будет никакого толку. Пожалуйста, Беатрис, не надо ничего делать. Будет только хуже, гораздо хуже. У Ребекки могли быть какие-нибудь мотивы, о которых мы ничего не знаем. И я не думаю, что коммунисты разгуливают повсюду специально, чтобы пробивать в яхтах дырки. «Какой в этом смысл?» «Пожалуйста, Беатрис, оставьте все, как оно есть». «Слава Богу! Ее не было сегодня в суде! Слава Богу! Хотя бы за это!» В трубке что-то зажужжало. Я услышала, как Беатрис кричит. «Алло, алло, коммутатор! Не разъединяйте нас!» Затем раздался щелчок, и наступила тишина. Я вернулась в библиотеку, еле держась на ногах. Я была вымотана до предела. Через несколько минут телефон снова начал звонить. Я не двинулась с места. «Пусть звонит!» Я пошла и села у ног Максима. Звон не прекращался. Я не шевелилась. Наконец он умолк, словно там. На другом конце сердито бросили трубку. Часы на каминной решетке пробили десять раз. Максим обвил меня руками и притянул к себе. Мы стали целовать друг друга лихорадочно, отчаянно, как преступные любовники, которые никогда раньше не целовались. Глава двадцать шестая. Когда я проснулась на следующее утро, вскоре после шести поднялась и подошла к окну, на траве серебрилась, как инии роса. Деревья белым саваном окутывал туман, дул свежий ветерок, в прохладном бодрящем воздухе стоял мягкий запах осени. Я стояла у окна на коленях, глядя вниз на розарий, на поникшие от вчерашнего дождя головки цветов, на их побуревшие, осыпавшиеся лепестки. И все, что произошло вчера, казалось мне далеким и нереальным. В Мендерли начинался новый день. Цветов, деревьев, обитателей сада не заботили наши тревоги. Короткими стремительными бросками пробежал через розарий к лужайке черный дрозд, то и дело останавливаясь и вонзая в землю длинный желтый клюв. Занялись своими делами каменка и две округленькие тресогуски, прыгающие друг за другом, и небольшая стайка чирикающих воробьев. Высоко в воздухе повисла чайка, безмолвная, одинокая, затем взмахнула крыльями и устремилась через лес за лужайками к счастливой долине. Все шло своим чередом. Наши волнения, наши страхи были невластны ничего изменить. Вскоре появятся садовники, примутся сметать первые осенние листья с дорожек и газонов, ровнять гравий на подъездной аллее. Во дворе за домом начнут позвякивать ведра, польется из шланга вода на машину, маленькая судомойка станет перешучиваться через дверь с мужчинами, поплывет в воздухе аппетитный запах поджаренного бекона. Во всем доме горничные распахнут двери, откроют окна, отдернут занавеси. Зевая и потягиваясь, вылезут из своих корзинок собаки, выйдут на террасу, моргая от бледных лучей солнца, пронизывающих туман. Роберт накроет стол к завтраку, принесет овсяные лепешки с пылу в жару, яйца, стеклянные вазочки с медом, вареньем и апельсиновым джемом, вазу с персиками, гроздь черного винограда с еще нестершимся восковым налетом прямо из оранжереи. Горничные примутся подметать в кабинете и парадной гостиной, в высокие от пола до потолка окна вольется свежий холодный воздух, над трубами подымутся змейками дымки, и мало-помалу осенний туман растает, деревья на лужайке, склоны холмов, и лес примут четкие очертания, заблестит под солнцем море вдали, и появятся прямые высокие контуры маяка на мысу. Безмятежный покой Мендерли, тишина и красота. Кто бы ни жил в его стенах, какие бы тревожные чувства их не обуревали, какая бы ни шла в их груди борьба, как бы сильно не терзала их боль, сколько б слез не было пролито, какое бы горе им не приходилось испытывать, это не могло нарушить покоя Мендерли, уничтожить его очарование. Завядшие цветы расцветали на следующий год, те же птицы гнездились на прежних местах, распускались почки на тех же деревьях, в воздухе витал чуть ощутимый запах мха, гудели пчелы, стрекотали сверчки, а в глубине темного леса, как всегда, строили гнезда цапли. Бабочки отплясывали джигу на лужайках, ткали прозрачные паутины пауки, а маленькие пугливые кролики, которым вовсе нечего было здесь сделать, просовывали мордочки в кишащий местным народцем кустарник. Расцветала сирень и жимолость, и на магнолии за окном медленно раскручивались тугие белые бутоны. Никто никогда не нанесет вреда Мендерли. Он будет лежать в ложбине, как заколдованный замок, под надежной охраной леса, незыблемый, неуязвимый, а внизу будут шуметь волны, разбиваясь о гальку в крошечных бухтах, накатываясь на берег и вновь уходя вспять. Максим все еще спал, и я его не будила. Нам предстоял долгий утомительный день. Бесконечные километры шоссе, телеграфные столбы, усыпляющие мелькание машин, мучительно медленный въезд в Лондон. Мы не знаем, что нас ждет в конце пути. Будущее покрыто мраком. Где-то к северу от Лондона живет неизвестный нам человек по имени Бейкер, который никогда о нас не слышал. И, однако, наша судьба была в его руках. Скоро он тоже проснется, зевнет, потянется и начнет очередной свой день. Я поднялась с колен, пошла в ванную комнату, открыла кран, чтобы напустить воды. Все, что я делал, оказалось мне таким же важным, как уборка библиотеки, которую я наблюдала вчера. Раньше я производила эти действия механически, но теперь, кидая в воду губку, развешивая на стуле полотенце, снятые с горячей трубы, погружаясь по подбородок в воду, я отдавала себе отчет в каждом движении. Каждый миг был драгоценным, ведь он никогда не повторится. Я вернулась в спальню, я принялась одеваться. За дверью послышались мягкие шаги, затем раздался негромкий щелчок замка. Тишина, и шаги удалились. Это была миссис Денверс. Она не забыла. Те же звуки слышала я накануне вечером, после того, как мы вернулись из библиотеки. Она не постучала в дверь, никак не обнаружила себя. Лишь шорох шагов и щелканье замка. Это вернуло меня к действительности, к самому ближайшему будущему. Я окончила одеваться и пошла приготовить ванну Максиму. Вскоре появилась Клэрис с утренним чаем. Я разбудила Максима. Он посмотрел на меня удивленно, как внезапно проснувшийся ребенок. Потом протянул ко мне руки. Мы выпили чай. Максим встал и пошел в ванную комнату. А я принялась укладывать чемодан. Планомерно, методически, кто знает, может быть, нам придется задержаться в Лондоне. Я положила подаренные мне Максимом щетки для волос, ночную сорочку, халат и шлепанцы, затем добавила платье и пару туфель. Мой Нессессер показался чужим, когда я вытаскивала его из глубины шкафа. Казалось, минула целая вечность с тех пор, как я пользовалась им, а на самом деле прошло всего четыре месяца. На нем все еще была отметка таможенника, поставленная мелом в коле. В боковом кармашке лежал билет на концерт в одной из казино Монте-Карло. Я смяла его и кинула в мусорную корзину. Это было в другом мире, в другом веке. Моя спальня понемногу стала приобретать тот нежилой вид, который всегда бывает у комнат, когда их покидает владелец. Туалетный столик казался голым, без щеток. На полу валялась папиросная бумага и старая бирка. Постели, в которых мы провели ночь, пугали своей пустотой. На пол ванной комнаты были брошены скомканные полотенца. Шкаф зиял раскрытыми дверцами. Я надела шляпу, чтобы не нужно было сюда возвращаться. Взяла сумочку, перчатки и чемодан. Окинула комнату взглядом, чтобы проверить, не забыла ли я чего-нибудь. Туман рассеивался, сквозь него пробивалось солнце, бросало на пол узорную тень от окна. На середине коридора я вдруг почувствовала, странное, необъяснимое чувство, что должна вернуться и еще раз взглянуть на комнату. Не раздумывая, я пошла обратно и постояла, глядя на распахнутые дверцы шкафа, пустые кровати, поднос для завтрака на столе. Я смотрела на них, навеки запечатлевая в душе, спрашивая себя, почему они обладают способностью так меня трогать, вызывать во мне такую грусть, словно дети, которые не хотят меня отпускать. Затем я повернулась и спустилась вниз в столовую. Там было холодно, солнце еще не попадало в окна, и я была рада очень горячему и крепкому кофе и сытному бекону. Еле мы молча. Максим то и дело поглядывал на часы. Я услышала, как Роберт поставил в холле чемоданы и почти сразу затем шорох колес к дверям подали машину. Я вышла. После дождя воздух был чистый, свежий, сладко пахла трава. Когда солнце поднимется повыше, будет прекрасный день. Мы могли бы пойти до Ленча в счастливую долину, а после прогулки сидели бы под каштаном, захватив газеты и книги. Я закрыла на минуту глаза и почувствовала солнечное тепло на руках и лице. Из дома послышался голос Максима. Он звал меня. Я вошла в холл. Фрис подал мне пальто. Подъехала еще одна машина. Это был Фрэнк. — Полковник Джулиан ждет устарожки, — сказал он. — Говорит, что ему нет смысла подъезжать к дому. — Да, конечно, — сказал Максим. — Я ни на минуту не отлучусь из конторы. Буду ждать вашего звонка, — сказал Фрэнк. — После того, как вы повидаетесь с Бейкером, я, возможно, понадоблюсь вам в Лондоне. — Да, — сказал Максим, — да, вполне вероятно. Сейчас ровно девять. Вы точны. Сегодня будет прекрасная погода. Вам ничто не помешает. — Да. — Надеюсь, вы не очень устанете, миссис Деввинтер. Вам предстоит долгий день. За меня не беспокойтесь, — сказала я. Я взглянула на Джеспера, стоявшего у моих ног. Уши висят в печальных глазах укор. — Возьмите Джеспера в контору, — попросила я. У него такой несчастный вид. Непременно. — Пожалуй, пора трогаться, — сказал Максим. — Старый Джулиан потеряет последнее терпение. Всего хорошего, Фрэнк. Я забралась в машину рядом с Максимом. Фрэнк захлопнул дверцу. — Вы позвоните, ладно? — Да, разумеется, — сказал Максим. Я оглянулась на дом. На верхней ступеньке стоял Фрис. За его спиной Роберт. Мои глаза, без всякой на то причины, наполнились слезами. Я отвернулась и принялась копаться в сумке на полу машины, чтобы никто их не заметил. Но тут Максим тронул машину с места, мы завернули за угол, и дом скрылся. У старушки Максим притормозил, чтобы прихватить полковника Джулиана. Он сел на заднее сиденье. Увидев меня, он слегка нахмурился. — Нас ждет долгий день, — нерешительно сказал он. — Не стоило бы вам ехать, по-моему. Я бы и сам присмотрел за вашим мужем. — Мне очень хотелось поехать, — сказала я. Он ничего не ответил, уселся в уголке. — Ну, одно точно, погода прекрасная, — сказал он. Да, — отозвался Максим. — Этот тип Февелл предупредил, что присоединится к нам у перекрестка. Если его там не будет, и не думайте ждать, мы прекрасно обойдемся без него. Надеюсь, молодчик проспит. Но когда мы подъехали к перекрестку, я увидела длинный зеленый корпус его машины. Сердце у меня упало. Я надеялась, вдруг он не поспеет. Февелл сидел за рулем без шляпы с сигаретой в зубах. Он ухмыльнулся, увидев нас, и махнул рукой, чтобы мы проезжали. Я устроилась поудобнее на сиденье, одну руку положила на колено Максиму. Шли часы, пробегали мили. Я сидела, глядя на дорогу впереди, как в столбнике. Полковник Джулиан время от времени засыпал, и, оглянувшись назад, можно было увидеть, как мотается по спинке сиденья его голова с открытым ртом. Зеленая машина держалась рядом с нами. Иногда она вырывалась вперед, иногда немного отставала, но ни разу мы не потеряли ее из виду. В час дня мы остановились, чтобы перекусить у одной из неизбежных старомодных гостиниц на главной улице главного городка одного из графств. Полковник Джулиан осилил все дежурные блюда Ленча, начиная с супа и рыбы, и кончая ростбифом с йоркширским пудингом. Мы с Максимом заказали ветчину и кофе. Я боялась, что вот-вот в столовую войдет Февелл и присоединится к нам, но когда мы вышли на улицу, я увидела, что его машина стоит на противоположной стороне улицы у кафе. Должно быть, он наблюдал за нами из окна, потому что через три минуты он уже ехал за нами следом. К пригородам Лондона мы подъехали около трех часов дня. Только теперь я почувствовала, как я устала от шума и уличных заторов. У меня начало гудеть в голове, к тому же в городе оказалось очень жарко. У улиц, как всегда в августе, был истомленный пыльный вид. На блеклых деревьях безжизненно повисли листья. Должно быть, гроза прошла только у нас. Здесь дождя не было вовсе. Женщины ходили в хлопчатобумажных платьях, мужчины без шляп, в воздухе пахло оберточной бумагой, кожурой от апельсинов, потом и выжженной травой. Медленно и неуклюже проезжали автобусы, еле ползли такси. Мне казалось, что юбка и жакет прилипли к телу, а чулки колют ноги. Полковник Джулиан выпрямился и поглядел в окно. У них тут не было дождя, да, сказал Максим. А не мешало бы, судя по всему. Да. Нам не удалось отделаться от Февелла. Он все еще у нас на хвосте. Да. Торговые центры в пригородах были переполнены. Возле витрин стояли усталые женщины с орущими младенцами в колясках, кричали уличные торговцы, мальчишки цеплялись за грузовики. Слишком много людей, слишком много шума, даже воздух был пронизан раздражением. Он иссяк, исчерпал сам себя. Путь по Лондону казался бесконечным, и к тому времени, когда мы выбрались за его пределы, где-то неподалеку от Хэмпстеда, глаза у меня горели, в голове словно бил барабан. Как же, наверное, устал Максим. Он побледнел, под глазами залегли тени, но он ничего не говорил. Полковник Джулиан, сидя на заднем сиденье, зевал. Широко, с громким «А!» разевал рот и заканчивал зевок тяжелым вздохом. Он делал это почти без передышки. Я чувствовала, как во мне поднимается бессмысленная глупая злоба, и боялась, что не удержусь и закричу, повернувшись к нему, чтобы он перестал. Только мы миновали Хэмпстед, полковник вытащил из кармана пальто крупномасштабную карту и стал показывать Максиму дорогу на барнет. Путь был прямым. По сторонам стояли указательные столбы, но полковник Джулиан упорно сверял с картой каждый поворот, и если Максим хоть на миг задумывался, куда свернуть, тут же опускал стекло и спрашивал совета у прохожих. Когда мы добрались до барнета, он заставлял Максима останавливаться каждые несколько минут. «Вы можете сказать нам, где находится дом под названием Роузленд? Он принадлежит некоему доктору Бейкеру, который удалился от дел и не так давно поселился в здешних местах». Прохожий стоял с минуты, наморщив лоб, в полном недоумении, и по лицу его было видно, что он понятия не имеет, о ком идет речь. «Доктор Бейкер? Нет, доктора Бейкера, я не знаю. Бейкер? Есть тут дом возле церкви, называется Роуз-коттедж. Да только там живет миссис Уилсон. Нет, нам нужен Роузленд, дом доктора Бейкера», — говорил полковник Джулиан, а через минуту останавливал няню с коляской. «Вы не скажете нам, где тут Роузленд?» «Простите, но я живу тут совсем недавно, и не знаете доктора Бейкера, доктора Дэвидсона? Я знаю доктора Дэвидсона. Нет, нам нужен доктор Бейкер». Я подняла глаза на Максима. У него был очень усталый вид, рот крепко сжат, сзади подрулила машина Фейвелла, вся в пыли. Помог нам, в конце концов, почтальон, указав, где находится Роузленд. Это оказался квадратный, покрытый плющом, дом без таблички на воротах, мимо которого мы уже дважды проезжали. Я машинально потянулась за сумкой и провела пуховкой по лицу. Максим остановил машину у обочины, не стал заводить ее на коротенькую подъездную дорогу. Несколько минут мы сидели и молчали. «Ну вот и добрались», — сказал полковник Джулиан. «Двенадцать минут шестого. Ворвемся к ним как раз посредине чаепития. Лучше немного подождать». Максим закурил сигарету, затем протянул ко мне руку. Он ничего не сказал. Я слышала, как полковник с шуршанием разворачивает карту. «Могли попасть сюда, не заезжая в Лондон», — сказал он. «Сэкономили бы минут сорок. Первые двести миль мы прошли хорошо, а вот, начиная с чизика, еле ползли». Мимо посвистывая, проехал на велосипеде посыльный. На углу остановился автобус, и из него вышли две женщины. Где-то на церковной башне пробили часы. Февел позади нас откинулся на спинку сиденья и курил сигарету. Казалось, будто во мне нет больше никаких чувств. Сижу и смотрю на всякие мелочи, не имеющие значения. Вот женщины из автобуса идут по дороге, посыльный исчезает за углом, посреди мостовой прыгает воробей, клюет что-то в грязи. «Этот бейкер, видно, не любитель возиться в саду», сказал полковник Джулиан. «Поглядите только на кусты, у него за оградой, они скоро ее повалят. Их давно пора постричь». Полковник сложил карту и спрятал в карман. Странно он выбрал место, чтобы удалиться на покой. У самого шоссе и со всех сторон высокие дома. Я бы не хотел тут жить. Хотя в свое время это, вероятно, было красивое местечко до тех пор, пока все тут не позастроили. «Скорее всего, тут неподалеку есть хорошая площадка для игры в гольф». Он замолчал, спустя несколько минут открыл дверцу и вышел на дорогу. «Ну да, Винтер, пошли, пожалуй, а?» «Я готов», — сказал Максим. «Мы вышли из машины. На встречу нам направился Февел». «Чего вы там дожидались? Труса празднуем?» Ему никто не ответил. Мы двинулись по дорожке к входной двери. Странная разношерстная компания. Я заметила позади дома теннисный корт, услышала глухие удары. Мальчишский голос закричал. «Сорок пятнадцать, а вовсе не тридцать. Ты что, забыл, что отбил его, осел несчастный?» «Должно быть, они уже покончили с чаем», сказал полковник Джулиан. Он нерешительно потоптался, взглянул на Максима, затем нажал звонок. Раздался тихий, дребезжащий звук где-то в задней части дома. Долгое время никто нам не открывал. Наконец, дверь распахнулась. За ней стояла очень молоденькая горничная, с удивлением глядя на такое множество гостей. «Здесь живет доктор Бейкер?» спросил полковник Джулиан. «Да, сэр, заходите, пожалуйста». Она открыла дверь налево от входа, по-видимому, гостиная, которой мало пользовались летом. На стене висел портрет темноволосой женщины с невыразительным лицом. Интересно подумала я, кто это? Миссис Бейкер? Чехлы из вощеного сица на креслах и диване были новые и блестящие. На каминной доске стояли фотографии двух мальчиков-школьников с улыбающимися круглыми физиономиями. В углу у окна возвышался огромный приемник. От него тянулись электрические шнуры и торчала антенна. Фейвел внимательно разглядывал портрет. Полковник Джулиан встал перед пустым камином. Мы с Максимом глядели в окно. Я увидела под деревом шезлонг и затылок сидящей в нем женщины. Теннисный корт должно быть находился за углом дома. Было слышно, как перекрикиваются мальчики. Посреди дорожки сидел и чесался старый скотч-терьер. Мы прождали минут пять. Мне казалось, что я это совсем не я, а кто-то другой, кто пришел сюда, скажем, за пожертвованиями, на благотворительные цели. Со мной никогда такого не было. Я не испытывала боли. Я просто ничего не чувствовала. Открылась дверь, и в комнату вошел мужчина среднего роста с длинным лицом и острым подбородком, волосы рыжеватые с проседью. На нем были брюки из легкой шерстяной фланели и темно-синяя спортивная куртка. «Мне очень неприятно, что я заставил вас ждать», сказал он, «как и горничная, несколько удивленно при виде такой кучи народа. Пришлось подняться наверх и помыться. Я играл в теннис, когда вы позвонили. Садитесь, пожалуйста». Он обернулся ко мне. Я села в ближайшее кресло. «Мы понимаем, что наше вторжение нарушает все общепринятые правила, доктор Бейкер, сказал полковник Джулиан, и приносим свои покорнейшие извинения за то, что побеспокоили вас. Мое имя Джулиан, это мистер Деввинтер, миссис Деввинтер и мистер Фейвелл. Вы, возможно, встречали имя мистера Деввинтера в газетах за последние дни». «О, сказал доктор Бейкер, да-да, кажется, встречал. Какое-то дознание, не так ли? Моя жена все об этом читала». Присяжные вынесли вердикт самоубийства, сказал Фейвелл, выступая вперед, а я говорю, об этом не может быть и речи. Миссис Деввинтер, моя двоюродная сестра, я знал ее очень близко. Она никогда не сделала бы над собой такой вещи, и, что важнее, у нее не было к тому никаких оснований. Мы хотим знать вот что. Какого дьявола ей понадобилось встречаться с вами в тот самый день, когда она умерла? «Предоставьте все это лучше мне и Джулиану», спокойно сказал Максим. Доктор Бейкер понятия не имеет о том, к чему вы клоните. Максим обернулся к Бейкеру, стоявшему между ними. Радушная улыбка застыла у доктора на губах, между бровями пролегла морщина. «Кузена моей покойной жены не удовлетворяет вердикт», сказал Максим, «и мы приехали сегодня к вам, потому что нашли ваше имя и номер телефона вашего бывшего кабинета в записной книжке моей жены. Судя по всему, у нее была назначена с вами встреча на два часа последнего дня, проведенного ею в Лондоне. И встреча эта состоялась. Вы не могли бы проверить, так ли это?» Доктор Бейкер слушал все это очень внимательно, но когда Максим кончил, покачал головой, «Мне очень жаль», сказал он, «но боюсь, вы ошиблись. Я бы запомнил такое имя, как Дев Винтер. Я ни разу не консультировал миссис Дев Винтер». Полковник Джулиан вынул бумажник и протянул доктору вырванный из календаря листок. «Вот здесь», сказал он, «черным по белому, Бейкер, два часа, и большой крест рядом. Это значит, встреча состоялась. А вот номер телефона музей 0488». Доктор Бейкер во все глаза глядел на листок. Странно, очень странно, да, это был мой номер, все правильно. «А могла она прийти к вам под чужим именем?» спросил полковник Джулиан. «Что ж, это не исключено, вполне могла. Конечно, так делать не принято. Я всегда был против подобных вещей, я считаю это неуважением к нашей профессии. А как можно верить врачу, если ты не уважаешь его? Вы ведете какой-нибудь учет посетителей, может быть, ее можно найти по картотеке?» спросил полковник Джулиан. «Я понимаю, просить об этом не положено, но у нас особое обстоятельство. Мы уверены, что ее визит к вам имеет какое-то отношение к ее самоубийству». «Убийству», сказал Фейвел. Доктор Бейкер поднял брови и вопросительно взглянул на Максима. «Я понятия не имел, что речь идет об этом», сказал он негромко. «Конечно, я сделаю все, что в моих силах, чтобы вам помочь. Если вы позволите, я отлучусь на несколько минут и просмотрю свою картотеку. У меня там отмечены все консультации, которые я давал за последний год и собраны историей болезни. Курить, пожалуйста, предлагать вам бренди, пожалуй, еще рано». Полковник Джулиан и Максим отрицательно покачали головой. Мне показалось, что Фейвел хочет что-то сказать, но доктор Бейкер вышел из комнаты раньше, чем он успел открыть рот. «Почему он не предложил нам виски с содовой?» проворчал Фейвел. «Верно держит его под замком. Не очень он мне понравился, вряд ли с него будет много проку». Максим ничего не сказал. С теннисного корта по-прежнему доносились удары ракеток по мячу. Залаял терьер. На него прикрикнул женский голос. «Летние каникулы. Бейкер играл в теннис с мальчиком. Мы нарушили их привычный распорядок. На каминной доске очные часы под стеклянным колпаком. К ним была приставлена цветная открытка с видом Женевского озера. У Бейкеров есть друзья в Швейцарии». Доктор Бейкер вернулся в комнату, держа в руках большую книгу и ящик с карточками, поставил их на стол. «Я принес картотеку прошлого года», сказал он. «Я тут еще ничего не просматривал после того, как мы переехали. Я оставил практику всего полгода назад». Он раскрыл книгу и начал переворачивать страницы. Я как завороженная следила за ним. «Конечно же, он найдет ее». Это был только вопрос времени, вопрос секунд. «Седьмое, восьмое, десятое, Барматалон, тут ничего, двенадцатое, вы говорите, в два часа». «Ага». Все замерли, впились глазами в его лицо. «Двенадцатого, в два часа дня, у меня была на приеме некая миссис Денверс», сказал он. «Денни?» «Какого черта?» начал Фейвел, но Максим резко прервал его. «Так и есть, она назвалась чужим именем», сказал он. «Это было ясно с самого начала. Теперь вы вспомнили этот визит, доктор Бейкер?» Но доктор уже рылся в своей картотеке. Я видела, как его пальцы нырнули в отделение, отмеченное буквой «Д». Он нашел то, что искал почти сразу, быстро пробежал глазами свою запись. «Да», медленно сказал он, «да, теперь я вспомнил эту миссис Денверс». «Высокая, стройная, темноволосая, очень красивая», сказал полковник Джулиан, «да», сказал доктор Бейкер, «да-да». Он перечитал историю болезни и положил карточку обратно в ящик. «Конечно», сказал он, взглянув на Максима, «Я нарушаю профессиональную этику». Надеюсь, вы это понимаете. Мы храним тайны своих пациентов так же свято, как духовник тайны исповеди. Но ваша жена умерла, и я вполне понимаю, что создались исключительные обстоятельства. Вы хотите знать, не могу ли я указать причину, побудившую вашу жену лишить себя жизни. «Думаю, что могу». Женщина, назвавшая себя миссис Денверс, была очень тяжело больна. Он приостановился, поглядел по очереди на каждого из нас. «Я прекрасно ее помню», сказал он, и снова обернулся к картотеке. «Впервые она обратилась ко мне за неделю до названного вами числа. Она жаловалась на определенные симптомы, и я сделал рентгеновские снимки. Что они показали, я и должен был сообщить ей во время второго визита. Самих снимков здесь нет, но есть их описание. Я помню, как она стояла у меня в кабинете и протягивала руку за снимками. «Я хочу знать правду», сказала она, «Мне не нужны утешения и врачебный такт. Если я обречена, так прямо и говорите». Он снова замолчал и поглядел на картотеку. «Я ждала, почему он тянет, почему никак не может кончить и отпустить нас, почему мы должны сидеть здесь и ждать, ждать, не сводя с него глаз?» «Что ж», сказал он, «Она потребовала у меня правду и получила ее». Некоторым пациентам это помогает, им легче смотреть фактом в лицо. Это миссис Денверс, вернее, миссис Де Винтер, была не из тех, кто проглотит ложь. Вы, конечно, сами это знаете, она держалась очень хорошо, на ее лице не дрогнул ни один мускул, сказала, что подозревала это последнее время, затем заплатила мне гонорар и вышла, и больше я ее не видел». Он защелкнул крышку коробки с карточками и захлопнул книгу. Боли были еще не сильные, но опухоль уже пустила глубокие корни, сказал он, и месяца через три-четыре она не могла бы существовать без морфия, операция была бы бесполезной. Я ей это сказал, болезнь держала ее мертвой хваткой, в таких случаях, как у нее, ничем нельзя помочь, остается давать морфий и ждать. Никто не проронил ни слова, тикали часы на каминной полке, в саду играли мальчики, над головой прогудел аэроплан. «Внешне она оказалась вполне здоровой», сказал доктор Бейкер, «пожалуй, слишком худая и бледна, как я помню, но теперь это в моде, как ни жаль, дело не в этом, боль усиливается от недели к неделе, и, как я вам уже сказал, через четыре от силы пять месяцев она существовала бы только под морфием». Рентген показал также неправильное строение матки, из-за чего она не могла иметь детей, но это не имело отношения к ее болезни. «Я помню голос полковника Джулиана, он говорил что-то насчет любезности доктора Бейкера, взявшего на себя тяжкий труд. Вы сообщили нам все, что мы хотели узнать», сказал он, «и если бы мы могли получить копию записи в истории болезни, это бы нам очень пригодилось», «пожалуйста», сказал доктор Бейкер, «конечно». Все поднялись с места, я тоже встала с кресла, пожала руку доктора Бейкера, все пожали ему руку, вышли следом за ним в прихожую. Из противоположной комнаты выглянула женщина, и тут же, увидев нас, спряталась, наверху громко лилась вода, видно, кто-то собирался принять ванну, из сада вошел скотч-терьер и стал нюхать мои туфли. «Кому мне послать бумаги, вам, или мистеру Дев Винтеру?» спросил доктор Бейкер. «Возможно, они вообще нам не понадобятся», сказал полковник Джулиан. «Я почему-то думаю, что мы обойдемся без них, Дев Винтер или я напишем вам. Вот моя карточка. Я очень рад, что смог быть вам полезен. Мне и в голову не приходило, что миссис Денверс и миссис Дев Винтер одно и тоже лицо. «Естественно, нет», сказал полковник Джулиан. «Вы, вероятно, вернетесь в Лондон?» спросил доктор. «Да, скорее всего». «Тогда самое удобное будет свернуть налево у стоячего почтового ящика на углу, а затем у церкви направо. Оттуда дорога идет прямо на Лондон. Спасибо, огромное спасибо». Мы вышли на дорожку и направились к машинам. Доктор Бейкер загнал скотч терьера в дом. Я услышала, как захлопнулась дверь. В конце дороги человек с одной ногой играл на шарманке розы Пикардии. Глава двадцать седьмая. Мы подошли к машинам и остановились. Несколько минут все молчали. Полковник Джулиан протянул всем по очереди портсигар. Фейвелл стал совсем серый. Он был потрясен. Я видела, что спичка дрожит у него в руке. Старик на деревяшке перестал крутить шарманку, заковылял к нам с шапкой в руке. Максим дал ему два шиллинга. Калека вернулся туда, где стояла шарманка, и заиграл другую мелодию. На церковной башне часы пробили шесть. И тут Фейвелл заговорил. Голос его звучал не твердо, лицо было серым. Он не глядел ни на кого из нас. Уставился на сигарету, которую крутил в пальцах. «Это штука рак», сказал он. «Вы кто-нибудь знаете, она заразная?» Никто не ответил. Полковник Джулиан пожал плечами. «Мне и в голову это не приходило», сказал Фейвелл отрывисто. «Она скрывала это от всех, даже от Дэнни. Какой ужас! и у кого, у Ребекки? Как насчет выпить, а? Меня это совсем сразило, и не скрываю этого, говорю прямо, рак, о боже!» Он прислонился к машине и прикрыл глаза ладонью. «Скажите проклятому шарманщику, чтобы убирался отсюда», попросил он, «не могу слышать этот вой». «Не проще ли нам самим уехать, сказал Максим? Вы можете везти машину или попросить Джулиана «Погодите минутку», пробормотал Фейвол, «я скоро буду в норме». «Вы не понимаете, все это было для меня чертовским ударом». «Возьмите себя в руки, приятель», сказал полковник Джулиан. «Если вам необходимо выпить, зайдите в дом и попросите Бейкера. Он, я полагаю, знает, как помочь человеку, если у того нервный шок. Не делайте из себя посмешище здесь, на улице». «Вам легко говорить», сказал Фейвол, выпрямляясь и глядя на полковника Джулиана и на Максима. «Ваша взяла». Макс забил последний гол. «Вы получили, что хотели, мотив для самоубийства, и Бейкер предоставит вам его черным по белому, да еще за так стоит только слово сказать. Можете теперь обедать каждую неделю в Мендерли. Вы это заслужили и гордиться собой. Макс попросит вас быть крестным отцом своего первенца». «Давайте сядем уже и поедем», сказал полковник Джулиан Максиму. «Дальнейшие планы обсудим по пути». Максим открыл дверцу машины, и полковник забрался внутрь. Я села на старое место на переднем сиденье. Фейвол все еще стоял неподвижно, прислонившись к кузову своего автомобиля. «Я бы посоветовал вам ехать прямо домой и лечь в постель», сказал полковник Джулиан коротко, «и ведите машину медленно, не то задавите кого-нибудь и угодите в тюрьму за человека убийства». «И хочу предупредить вас сейчас, поскольку больше я вас, надеюсь, не увижу, что, как полицейский судья, я обладаю некоторой властью, и вы это почувствуете на себе, если вздумаете появиться в Керрити и его окрестностях. Шантаж не очень почтенное занятие, мистер Фейвелл, и мы, как это ни странно, в наших краях знаем, как с ним бороться». Фейвелл не сводил глаз с Максима, к нему вернулся прежний цвет лица, на губах заиграла прежняя мерзкая ухмылка. «Да, Макс, тебе чертовски повезло». «Скажешь, нет?» медленно проговорил он, «и ты воображаешь, что выиграл, но закон еще может добраться до тебя, могу и я, хоть и иначе». Максим включил зажигание. «Вы хотите еще что-нибудь сказать?» спросил он. «Если да, говорите это сейчас». «Нет», сказал Фейвелл, «нет, не буду вас задерживать, трогайте». Он отступил. На панель все с той же ухмылкой на губах. Машина двинулась вперед. Когда мы заворачивали за угол, я обернулась и увидела, что он все еще стоит там, где стоял и смотрит нам вслед. Он помахал рукой, не переставая смеяться. Некоторое время мы ехали молча, затем заговорил полковник Джулиан. «Он ничего не может сделать», сказал он. «Это ухмылка и прочее, все это просто блеф. Хочет взять нас на пушку. Все они на один покрой, эти молодчики. Ему теперь просто нечего предъявить в суд, чтобы начать дело. Что бы он не затеял, показания Бейкера это пресекут». Максим не ответил. Я взглянула искоса на его лицо, но это ничего мне не сказала. Я с самого начала чувствовал, что разгадка кроется в этом Бейкере, сказал полковник Джулиан. Неспроста миссис Де Винтер скрыла от всех эту встречу и не обмолвилась о ней даже этой Денверс. У нее уже были подозрения, понимаете? Она чувствовала, что-то у нее неладно, ужасные вещи, разумеется. Вполне достаточно, чтобы молодая красивая женщина лишилась рассудка. Мы катили вперед по-прямому, как стрела шоссе. Мимо пролетали телеграфные столбы, междугородные автобусы, открытые спортивные машины, небольшие дачки на две семьи с молодыми садиками, выбивая в моем мозгу узор, который останется там навеки. И вы не имели об этом никакого понятия, Де Винтер, да? спросил полковник Джулиан немалейшевым. Некоторые люди смертельно этого боятся, сказал полковник Джулиан, особенно женщины, видимо, так обстояло дело и с вашей женой. У нее хватало мужества на все, кроме этого. Она боялась боли. Что ж, от боли она во всяком случае была избавлена. Да, сказал Максим, да, вы правы. Я думаю, не повредит, если я расскажу кое-кому в Кэррити и округе, что лондонский специалист сообщил нам мотив самоубийства, сказал полковник Джулиан, чтобы пресечь слухи, если они вдруг возникнут. Никогда не знаешь, как все может обернуться. Порой люди так странно себя ведут. Если все узнают, как было дело с покойной миссис де Винтер, это может сильно облегчить ваше положение. Да, сказал Максим, да, вы правы. Меня всегда удивляло и даже возмущало медленно, сказал полковник Джулиан, то, как далеко разносятся слухи в таких вот сельских районах, как наш. Не понимаю, почему это происходит, но, к сожалению, у нас очень любят злословить. Я не хочу сказать, что предвижу особые неприятности, но лучше быть готовым ко всему. Люди склонны говорить самые дикие вещи, если им предоставляется хоть какой-нибудь случай. Думаю нагрянуть к ней и напроситься на обед, а потом попытаюсь попасть на последний поезд в Кервит. Я знаю, что она уедет за город только через неделю. Я уверен, она будет рада видеть вас обоих. Максим неуверенно взглянул на меня. Вы очень любезны, сказал он, «Но, пожалуй, мы устроимся как-нибудь сами. Мне надо позвонить Фрэнку и еще есть кое-какие дела. Мы, скорее всего, поедим где-нибудь в тихом местечке и поедем дальше, переночуем по дороге в гостинице. Пожалуй, так будет всего удобнее». «Разумеется», сказал полковник Джулиан, «Я вполне вас понимаю. Вам нетрудно подбросить меня к сестре. Один из поворотов в Эвеню Роуд». Когда мы подъехали к дому, Максим остановил машину чуть подальше ворот. «У меня нет слов, чтобы выразить вам свою благодарность», сказал он, «за все, что вы сегодня для нас сделали. Вы и сами понимаете, что я чувствую. Мне не надо вам это говорить, дорогой друг», сказал полковник Джулиан, «Я был очень рад, что смог вам помочь. Разумеется, знаем из самого начала то, что знал доктор Бейкер, можно было бы вообще без всего этого обойтись. Но что теперь об этом толковать? Постарайтесь забыть весь этот злополучный эпизод. Я уверен, что Фейвелл вам больше докучать не будет, если он все же немедленно сообщите мне, я с ним быстро управлюсь». Полковник вылез из машины, вынул свои вещи, взял карту. «Я бы на вашем месте», проговорил он, глядя куда-то в сторону, «уехал бы ненадолго. Надо же вам отдохнуть, может быть, за границу». Мы ничего не сказали. Полковник Джулиан складывал карту. «В это время года очень хорошо в Швейцарии. Помню, мы были каникулы и получили огромное удовольствие, замечательные прогулки». Он приостановился в нерешительности, откашлялся. «Конечно, возможность этого невелика, но все же вдруг возникнет пусть и небольшие затруднения», сказал он, «я не Фейвола имею в виду, а кое-кого в нашей округе. Мы не знаем точно, что там болтает Теб, ну и в этом роде нелепость, конечно, но все же знаете, старую поговорку с глаз дало и сердце вон. Если рядом нет тех, о ком болтают, болтовня прекращается, так уж устроен свет». Полковник стоял, проверяя, не оставил ли он чего-нибудь из своих вещей в машине. Кажется, все здесь, карта, очки, палк, пальто, полный набор. Ну что ж, всего вам обоим хорошего. Не утомляйтесь слишком, у нас был тяжелый день». Он вошел в ворота, поднялся по ступеням. Я увидела, как к окну подошла женщина, улыбнулась, помахала рукой. Мы доехали до поворота и свернули на шоссе. Я откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. Теперь, когда мы наконец остались одни и можно было расслабиться, чувство облегчения было таким острым, что казалось, я его не перенесу. Так бывает, когда прорывается наболевший нарыв. Максим молчал. Его ладонь легла поверх моей руки. Мы въехали в город, но я не видела никого и ничего. Я слышала грохотание автобусов, гудки такси, этот неизбежный, неустанный шум Лондона. Но все это было вне меня. Я находилась совсем в другом месте, где было тихо, спокойно и прохладно. Ничто больше не могло нас затронуть. Переломный момент остался позади. Машина остановилась. Я открыла глаза и выпрямилась, посмотрела по сторонам, оцепеневшая, не понимая, где мы. Мы стояли напротив одного из бесчисленных ресторанчиков в Сохо. Ты устала, быстро, сказал Максим. Устала, проголодалась. И ни на что не годишься, тебе станет лучше, когда ты поешь. И мне тоже. Сейчас мы пойдем и закажем себе обед, прямо сейчас. И я смогу позвонить отсюда Фрэнку. Мы вышли из машины. В ресторанчике оказалось пусто, никого, кроме метрод-отеля, официанта и девушки за кассой. В зале было темно и прохладно, мы сели за столик в углу. Максим начал заказывать обед. Февелл был прав. Когда предлагал выпить, сказал Максим, я и сам хочу выпить, да и тебе это не повредит, я закажу для тебя бренди. Толстый улыбающийся метрод-отель принес две длинные тонкие булочки в бумажной обертке, они были твердые и хрустящие, я тут же с жадностью набросилась на свою бренди содовый, было очень приятным на вкус, оно согрело и странным образом успокоило меня. Теперь мы поедем медленно, без спешки, сказал Максим, станет прохладнее, дело к ночи, найдем по дороге какое-нибудь тихое местечко, там и переночуем, а утром двинемся в Мендерли, да, сказала я, ты ведь не хотела обедать у сестры Джулиана, а потом ехать поездом, верно? Да, Максим допил стакан, глаза его казались огромными из-за черных кругов, они выглядели очень черными на бледном лице. Как ты думаешь, какую долю правды знает Джулиан? Я глядела на него поверх ободка бокала и молчала. Он догадался, медленно сказал Максим. Конечно же, он догадался. Если и так, он никогда ничего не скажет, никогда никому. Да, кивнул Максим, да. Он попросил метр до теля принести ему еще виски с содовой. Мы сидели молча в темном углу, наслаждаясь покоем. Я думаю, взглянул на меня Максим, что Ребекка нарочно налгала мне. Последний прощальный блеф. Она хотела, чтобы я ее убил. Она все рассчитала. Вот почему она смеялась. Вот почему стояла и хохотала, когда я убивал ее. Я ничего не сказала. Я продолжала пить бренди с содовой. Все осталось позади. Все было решено и улажено. Все это не имело больше значения. Максиму нечего было выглядеть таким бледным и встревоженным. Ее последнее шутка лучшая из всех и даже сейчас я не уверен, что победа не на ее стороне. Что ты хочешь этим сказать? Как она могла победить? Не знаю, сказал он, не знаю. Он залпом выпил второй стакан, встал из-за стола. Пойду позвоню Фрэнку, сказал он. Я сидела за столиком в углу, вскоре официант принес мне первое блюдо. Это был омар, очень горячий и вкусный. Я выпила еще бренди с содовой. Было так приятно и уютно сидеть здесь, ничто больше не имело особого значения. Я улыбнулась официанту, попросила принести еще хлеба. Почему-то я сказала это по-французски. Как спокойно в ресторане, как все тут дружелюбно, как мне хорошо. Мы с Максимом вместе, все позади, Ребекка умерла, Ребекка не может причинить нам вред. Она сыграла свою последнюю шутку, как сказал Максим. Теперь она нам ничего не может сделать. Через десять минут Максим вернулся. Ну, сказала я, и мой голос донесся до меня откуда-то издалека. Как там Фрэнк? У Фрэнка все в порядке. Он был в конторе, ждал моего звонка с четырех часов дня. Я все ему рассказал. Судя по голосу, он очень обрадовался. Казалось, у него гора спала с плеч. «Да», сказала я. «Но вот что странно», сказал Максим медленно, и между бровей у него прорезалась морщина. Он думает, что миссис Денверс уехала из Мендерлина совсем. Исчезла внезапно и никому ничего не сказала. По-видимому, она целый день укладывала свои вещи, собрала все, что было в комнате, до последней мелочишки. А в четыре часа приехал со станции фургон и все увез. Фрис позвонил Фрэнку и у него это не страшно, просто он голоден и устал. О чем нам волноваться? Уехала миссис Денверс? Ну и слава Богу, все к лучшему, только к лучшему. Ешь, сказала я, тебе надо поесть. Теперь все будет иначе. Я больше не буду бояться прислуги, не буду перед ними робеть. без миссис Денверс. Я помаленьку научусь вести хозяйство в доме, я буду ходить на кухню и советоваться с поваром. Они меня полюбят, они станут меня уважать. Скоро все позабудут, что тут когда-то всем распоряжалась миссис Денверс. Я и про поместье постараюсь узнать побольше. Я попрошу Фрэнка все мне объяснить. Я знаю, я нравлюсь Фрэнку, и он мне тоже. Постепенно я во всем разберусь, узнаю, как и что делают на ферме, как ведется работа в саду и парке. Может быть, я сама займусь садоводством и со временем даже кое-что изменю. Например, эта квадратная лужайка с фигурой сатира перед окнами кабинета. Она мне не нравится в таком виде. Сатира мы уберем. Есть куча вещей, которым я смогу научиться, пусть не вдруг. К нам станут приезжать гости даже на несколько дней, и я не буду ничего иметь против. Стану следить, чтобы им приготовили комнаты, поставили цветы, положили книги, вкусно накормили. Это тоже интересно. И у нас будут дети, ну, конечно же, у нас будут дети. Ты кончила? Внезапно сказал Максим. Я, пожалуй, больше ничего не хочу, только кофе, черный, очень крепкий, пожалуйста, и счет, добавил он, обращаясь к метродотелю. Я не понимала, почему мы уже уходим, в ресторане так уютно, зачем нам торопиться? Мне нравилось сидеть, откинув голову на мягкую спинку дивана, и неторопливо строить туманные, но такие приятные планы на будущее. Я была готова просидеть здесь целую вечность. Я вышла следом за Максимом, зевая и спотыкаясь. Послушай, спросил он, когда мы спустились на тротуар, как ты думаешь, ты смогла бы спать на заднем сидении, если бы я тебя укутал пледом? Там есть подушка и мое пальто в придачу. Я думала, мы переночуем в гостинице, озадачено, сказала я, в какой-нибудь из тех, мимо которых мы всегда проезжаем. Да, я знаю, но у меня такое чувство, что нам необходимо вернуться сегодня, хотя бы ночью. Сумеешь ты как-нибудь поспать на заднем сиденье? Да, неуверенно, сказала я, да, вероятно. Сейчас без четверти восемь, если мы тронемся, не теряя ни минуты, то будем в Мендерли около половины третьего, дороги сейчас почти пусты. Ты так устанешь, сказала я, так ужасно устанешь. Нет, он покачал головой, ничего со мной не будет, я хочу вернуться домой, что-то случилось, что-то плохое, я уверен в этом, я хочу вернуться домой. У него было встревоженное непривычное лицо, Максим рывком открыл дверцу и принялся устраивать мне постель на заднем сиденье. Что могло случиться, сказала я, просто смешно волноваться сейчас, когда все уже позади, я тебя не понимаю. Он не ответил. Я забралась на заднее сиденье и легла поджав ноги, Максим укрыл меня пледом. Мне было удобно и уютно, гораздо лучше, чем я представляла. Я умостила подушку под головой. Ну как? Все в порядке? спросил Максим. Ты действительно не имеешь ничего против? Нет, сказала я, улыбаясь. Мне очень хорошо. Я буду спать. Я не хочу нигде останавливаться на ночь. Куда лучше поспать в машине и побыстрее добраться домой. Мы будем в Мендерли задолго до рассвета. Максим сел за руль и включил зажигание. Машина тронулась с места и сиденье подо мной стало мягко покачиваться на рессорах. Я прижалась лицом к подушке. Машина шла ровным ходом, мое сердце билось в такт с ее ритмичным движением. Я закрыла глаза и передо мной длинной вереницей поплыли сотни самых разных картин. То, что я видела, то, что я знала и даже то, что давно забыла. Все смешалось воедино в непонятный лишенный смысла узор. Перо на шляпе миссис Ван Хоппер, жесткие кресла с прямыми спинками в столовой Фрэнка, широкое окно в западном крыле Мендерли, оранжевое платье улыбающейся дамы на маскараде, крестьянская девочка на дороге возле Монте-Карло. То я видела, как Джеспер гоняется за бабочками на лужайке, то, как скотч-терьер доктора Бейкера, чешет ухо. Вот передо мной почтальон, который указал нам сегодня дом доктора, а вот матушка маленькой Клэрис, вытирающая тряпкой стул у себя в гостиной, чтобы я могла сесть. Мне улыбался Бен, протягивая на ладони улиток, и жена епископа уговаривала остаться к чаю. Я ощущала приятную прохладу на постели, в своей спальне, шершавость гальки в бухточке за лесом. Я чувствовала запах папоротника в лесу и сырого мха, и опавших лепестков азалии. Я погрузилась в странный прерывистый сон, из которого меня то и дело вырывало неудобство моего узкого и короткого ложа. Сумерки перешли в вечер, мелькали в темноте огни встречных машин, тускло светились задернутые занавесами окна в деревнях. Я взглядывала на спину Максима, потягивалась, переворачивалась и опять засыпала. Я видела парадную лестницу в Мендерли и миссис Денверс на верхней площадке в неизменном черном платье, ждущую, что я к ней поднимусь. Но когда я туда взобралась, она отступила подарку и пропала. Я искала ее и не могла найти. Вдруг ее лицо возникло в проеме двери. Я закричала и она вновь исчезла. «Который час?» позвала я. «Который час?» Максим обернулся ко мне. В темной машине его бледное лицо казалось призрачным. «Половина двенадцатого», сказал он. «Мы проехали больше половины пути. Попробуй еще поспать. Я хочу пить», сказала я. Он остановил машину в следующем городке. Механик в гараже сказал, что его жена еще не легла и приготовит нам чай. Мы зашли в гараж. Я принялась ходить взад-вперед. У меня затекло все тело. Максим курил. Было холодно. В открытую дверь врывался пронзительный ветер. Гремело рифленое железо на крыше. Меня било дрожь, и я застегнула доверьку пальто. Да, холодная ночка выдалась, сказал механик, накачивая нам горючее. Похоже, погода переменилась. Видно, это была последняя полоса жары за лето. Скоро начнем мечтать о камине. В Лондоне было жарко, сказала я. Да, ну, у них там всегда все наоборот. Нет, здесь у нас хорошей погоде конец. К утру на побережье будет дуть вовсю. Его жена принесла нам чаю. Он припахивал дымком, он был горячий. Я жадно выпила его. Поблагодарив ее в душе, Максим уже посматривал на часы. Нам надо ехать, сказал он, без десяти двенадцать. Я с неохотой покинула гостеприимный кров гаража. В лицо пахнуло холодным ветром. По небу стремительно катились звезды, на них набегали редкие облачка. Да, сказал механик. Лето кончилось. Мы забрались обратно в машину. Я опять прикорнула на заднем сиденье, укрывшись пледом. Машина тронулась. Я закрыла глаза. Передо мной появился безногий старик на деревяшке. Он крутил шарманку, и мелодия «Рос Пикардии» зазвучала у меня в ушах не в такт покачиванию машины. Фрис и Роберт внесли в библиотеку чайный столик. Жена привратника кивнула мне головой и позвала сына в сторожку. Я видела модели парусников в домике у бухты и густую пыль на них, видела паутину между крошечными мачтами, слышала стук дождя по крыше и шум волн на берегу. Я хотела попасть в счастливую долину и не могла ее найти. Вокруг был лес, один лес, счастливая долина исчезла, только темные деревья и молодой папоротник, ухо лесовы, блестели в лунном свете окна Мендерли, сад зарос крапивой в десять, в двадцать футов высотой. «Максим!» закричала я, «Максим!» «Да», сказал он, «все в порядке, я здесь». «Мне приснился сон», сказала я, «Сон!» «Какой?» сказал он, «Не знаю, не знаю». Я снова погрузилась в тревожные глубины забытья. Я писала письма в кабинете, я рассылала приглашения, я писала их собственной рукой, толстым пером и черными чернилами, но когда я посмотрела на бумагу, я увидела не свой мелкий квадратный почерк, нет, буквы были узкие, косые, с причудливым острым розчерком. Я взяла карточки с Бювара и спрятала их, встала и подошла к зеркалу. На меня глядело оттуда чужое лицо, очень бледное, очень красивое в ореоле темных волос. Лицо в зеркале глядело прямо на меня, прищуренные глаза усмехались, губы раздвинулись, раздался смех. И тут я увидела, что она сидит на стуле перед туалетным столиком у себя в спальне, а Максим расчесывает ей волосы, он держит волосы в руке и постепенно скручивает их в толстый длинный жгут. Жгут извивается, как змея. Максим хватает его обеими руками и, улыбаясь, Ребекке обматывает им себе шею. «Нет!» пронзительно закричала я. «Нет, нет! Мы едем в Швейцарию!» Полковник Джулиан сказал, что мы должны ехать в Швейцарию! Я почувствовала руку Максима у себя на щеке. «Что с тобой?» сказал он. «Что случилось?» Я села, откинула с лица волосы. «Я не могу спать», сказала я. «Это бесполезно». «Ты спала», сказал он. «Ты проспала два часа. Сейчас четверть третьего. Через четыре мили будет ланьон». Стало еще холоднее. Я дрожала во мраке машины. «Я сяду рядом с тобой», сказала я. «К трем будем дома». Я перелезла через сиденье и села возле Максима. Поглядела на дорогу сквозь ветровое стекло, положила руку ему на колено. Зубы у меня стучали. «Ты замерзла?» сказал он. «Да». «Который ты говорил час?» спросила я. Перед нами поднимались холмы, уходили вниз и вновь поднимались. Дорога шла то в гору, то под уклон. Было совсем темно, звезды скрылись. «Двадцать минут третьего», сказал Максим. «Странно, мне показалось, будто там за холмами занимается заря, но ведь этого не может быть слишком рано». «Ты смотришь не в ту сторону, там запад». «Я знаю, это-то и странно, правда?» он не ответил. «Я продолжала смотреть на небо, оно светлело на глазах, точно за горизонтом всходило солнце, мало-помалу розовый свет залил весь небосклон». «Ведь северное сияние бывает только зимой, да? Летом его не бывает». «Это не северное сияние», сказал Максим, «Это Мендерли». Я повернулась к нему, увидела его лицо, увидела его глаза. «Максим», сказала я, «Максим, что это?» Он гнал машину на бешеной скорости, мы поднялись на вершину холма, и внизу у наших ног показался ланьон. Налево велась серебряная дорожка реки, расширяясь кустью у Керрита в шести милях отсюда. Впереди уходила дорога в Мендерли, луна зашла, над головой небо казалось черным, как смоль, но на горизонте оно не было черным. Его пронизывали багряные лучи, словно растекались струйки крови. Соленый морской ветер нес золу и пепел нам в лицо. Конец книги. Март 1995 звукорежиссер Алла Тополева читала Валерия Лебедева молодца меряне дерева красави хранения играет Продолжение следует...